Большого сообщества тех предприятий и того бизнеса, который сегодня является двигателем цивилозно-бумажной отрасли лесопромышленного комплекса. Понятно, что время непростое, время вызовов, но как мы видим, наши индустриальные партнеры с этим успешно справляются. Нам ведь как? Чем сложнее, тем лучше. Мы понимаем, что руки опускать нельзя, наоборот, нужно искать выходы из этой ситуации. А россиянин, он ведь смекалист. Поэтому сразу возникает много новых идей, много новых интересных технологий, которые иногда превосходят те, к которым мы привыкли. И я уверена, что вот в рамках этой конференции вы именно об этом будете говорить. Что-то новое, безусловно, появится. Я этого нам всем с вами желаю и, конечно, поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Всего всем самого доброго. Дорогие друзья, позвольте предоставить слово генеральному директору Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Дмитрию Игоревичу Зылеву. Стоит заметить, что именно Архангельский ЦБК на протяжении всех лет является генеральным спонсором конференции, за что вам, Дмитрий Игоревич, и вашему большому коллективу огромное спасибо. Доброе утро, уважаемые друзья, гости. Елена Владимировна, я бы хотел перед тем, как зачитать ту речь, которую мне сегодня вступительную приготовили, я бы хотел сказать, что на самом деле, заходя в стены Северного Арктического федерального университета, встречаешь очень много хороших знакомых людей. Все очень заслуженные, все профессора, все академики и так далее. И еще со студенчества, наверное, осталось, когда Елена Владимировна у нас преподавала философию, вот когда к таким людям подходишь, господи, лишь бы не спросили чего, вдруг не готов. Вот. Но конференция у нас сегодня как раз для того, чтобы такие вопросы, к которым мы кто-то сегодня не готовы, к тем вызовам, которые не готовы, мы к ним подготовились, мы нашли пути решения, ну и, конечно же, так скажем, вышли на новый этап нашего совместного развития. Ну и второе, Елена Владимировна, очень важно, здесь присутствуют очень серьезные люди, и вот с недавнего совсем времени слово «отходы», оно вообще под запретом. Вот. Поэтому только вторичные ресурсы и только вторичное сырье. На Архангельском ЦБК отходов нет. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги и гости седьмой международной научно-практической и технической конференции проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов имени профессора Валерия Ивановича Комарова. На конференции планируется обсуждение результатов приоритетных, фундаментальных и прикладных исследований в области оценки, регулирования и прогнозирования ключевых свойств технической целлюлозы, бумаги и картона для развития ресурсосберегающих, энергоэффективных, экологических и наукоемких технологий. В даты проведения конференции нет никаких сомменей в том, что Северно-Актический Федеральный Университет, безусловно, станет главным центром сосредоточения научной и производственной мысли целлюлозно-бумажной промышленности. Состав участников и гостей конференции, темы докладов, уверен, будут способствовать выработке научных решений, которые в современных условиях крайне необходимы, и роль которых всегда актуальна как для обеспечения технологической, экологической и экономической стабильности, развития отрасли, так и для достижения эффективного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, предприятиями, органами власти, наукой и общественными объединениями. Архангельский ЦБК считает приоритетным, стратегически важным сотрудничество с САФУ. Впервые подготовка специалистов-технологов целлюлозно-бумажного производства была организована в Архангельском лесотехническом институте в 1930 году, еще до начала строительства Архангельского ЦБК, которое началось в 1935 году. Видите, правительство уже думало, еще, так скажем, в планах, в 1934 году был подписан только приказ о начале проектирования и строительства, в 1935 зашли новые первые строители, а в 1930 уже начали готовить, уже тогда начали готовить специалистов для работы на предприятии. В марте, как Елена Владимировна уже сказала, в марте 1966 года была организована кафедра технологии и оборудования ЦБП, созданы учебные базы кафедры и лаборатории, разработаны методическое обеспечение. В настоящее время теперь уже Северный Арктический Федеральный Университет также успешно развивается и является для ЦБК ключевым базовым учреждением науки, первоисточником знаний об инновациях технологического и экологического развития в области целлюлозно-бумажной промышленности. Мы считаем, что одним из самых важных направлений это осуществлять поддержку и участвовать в организации конференции в память об уникальном ученом Валерии Ивановича Комарове, который внес неоценимый вклад в развитие отрасли, создав самостоятельное научное направление механика волокнистых целлюлозно-бумажных материалов. Обширная и актуальная программа конференции свидетельствует о продолжении развития начатого им дела, и мы заранее подчеркиваем необходимость планирования следующих конференций. Уверен, что конференция предоставит широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим актуальным вопросам и проблемам технологического и экологического развития ЦБП. В настоящее время предприятия отрасли, в том числе и Архангельский ЦБК, стоят перед множеством проблем, которые требуют нового исторического этапа развития взаимодействия промышленности и науки. На основе многолетнего опыта успешного сотрудничества по направлениям технологического развития в прошлом году на площадке Северного Арктического Федерального Университета впервые прошла инициированная нами первая научно-практическая конференция «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе», которая, на наш взгляд, подчеркнула необходимость большей интеграции технологических и экологических аспектов, выявила потребность в новом витке научно-производственного взаимодействия. Уважаемые друзья, желаю всем участникам начавшейся сегодня 7-й Международной научно-технической конференции «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов» продуктивной работы и выработки новых ориентиров и путей развития технологических процессов, снижения экологических и иных отраслевых рисков, что, в свою очередь, послужит важным заделом в достижении технологического суверенитета целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации. И, конечно же, всех поздравляю с наступающим днем работников леса. Спасибо. Дорогие друзья, торжественное открытие 7-й Международной научно-технической конференции «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов» имени профессора Комарова на этом завершается. Предлагаю приступить к работе и приглашаю на эту сцену и передаю бразды правления профессору кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Высшей школы естественных наук и технологий Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова, профессору, доктору технических наук Якову Владимировичу Казакову. Ну а всем вам плодотворных работ, новых решений и будьте здоровы, друзья! Большое спасибо, дорогие друзья! На самом деле очень и очень приятно видеть у нас в университете всех вас и есть здесь люди, которые участвуют в работе нашей конференции буквально с 2011 года и вот как обычно в начале конференции я подвожу некоторые итоги работы нашего организационного комитета Международный статус нашей конференции многократно подтверждался и интерес зарубежных участников тоже был Значит, мы еще раз благодарим всех, кто помог организовать эту конференцию Ребята, помогите переключить? Что-то не работает штучка Это прежде всего руководство Организации Северного Арктического Федерального Университета Значит, это наши давние партнеры, которые постоянно помогают проведению нашей конференции и я думаю, что для них это тоже очень полезно Это Архангельские ЦБК, это Объединенные Бумажные Фабрики, это группа ЭЛИМ, компания БКТ-Сервис и Центр системных решений Значит, безусловно, информационная поддержка нашей конференции, она тоже крайне важна И вот научные журналы и отраслевые журналы, они с удовольствием помогают в распространении информации о нашей конференции И это полезно и нам, мы им очень благодарны, и им тоже Елена Владимировна сказала, что конференция сохраняет международный статус Да, состав флагов изменился, количество их поменялось Но я уверен, что желание тех коллег, которые участвовали в прошлые годы в нашей конференции, оно сохранялось И только вот политические обстоятельства препятствуют продолжению этих контактов Но я думаю, что мы это дело возобновим Дальше Конференция научно-техническая Вот научный статус подчеркивает, что в нашей конференции принимают участие ученые, представители, студенты, аспиранты 11 университетов, в том числе двух зарубежных, белорусского и вьетнамского Целлюлозно-бумажных предприятий, я скажу более 16, я эту статистику подводил в понедельник Она меняется, и мы очень рады всех видеть здесь Конференция, научный характер подчеркивается интересам к ней, проявленным подразделением Российской Академии Наук и исследовательским центром в ведущих отечественных университетах Ну и огромное количество предприятий, связанных с отраслью, тоже участвуют в работе нашей конференции и не один раз уже И еще раз я хочу, чтобы мы вспомнили Валерия Ивановича Комарова И прошу почтить память Валерия Ивановича с даванием минуты молчания Большое спасибо, коллеги Итак, мы начинаем работу конференции Основные направления работы конференции были опубликованы на сайте, они есть в информационных сообщениях, они есть в программе Я думаю, что мы эту программу с вами успешно реализуем Работает сайт конференции, добро пожаловать, вы все из него все прошли, регистрировались И основные результаты тоже будут выложены на этом слайде Итак, в добрый путь, дорогие друзья Ну а прежде чем мы начнем наше пленарное заседание, я с удовольствием хочу еще выразить благодарность не только всем нашим спонсорам и тех, кто поддерживается Но и особая благодарность директору ООО Тарин Клюквину Виктору Валерьяновичу за помощь и поддержку в ремонте оборудования нашего инновационного центра Все работает только когда работают приборы и простые железяки, на них все делается Огромное спасибо Итак, приступаем к работе нашей конференции Кит, пожалуйста, начинаем пленарное заседание Так, и первый доклад у нас сделает Кряжев Анатолий Максимович Мировой опыт совершенствования технологических процессов ЦПП и дальнейшее развитие отечественного производства Пожалуйста Здравствуйте, уважаемые коллеги Выражаю большую благодарность Оргкомитету за возможность прочитать свою лекцию На этой конференции Я немножко изменил название доклада Назвал его Новый цикл экономического развития и задачи технологической модернизации предприятий ЦБП России В качестве введения В соответствии с современными представлениями Мировое промышленное производство в рамках действующего технологического уклада Проходит модернизацию строгой последовательности определенных этапов Первый – научно-технический Второй – технико-экономический Третий – экономический, социальный И четвертый – социально-регуляторный этап На этом рисунке представлена спираль развития технологий В данном технологическом укладе Следует отметить, что каждый этап в цикле развития Обуславливает фактор, дающий новый толчок к совершенствованию технологий А завершение цикла развития означает переход к новому технологическому укладу И этот цикл повторяется На этом рисунке представлен порядок смены технологических укладов Их уже прошло пять Последний технологический уклад – это микроэлектроника Он завершается где-то в 2010-е годы И сейчас наступает этап нанотехнологий Новый этап промышленного развития Интересно было бы подвести итоги модернизации целлюлозно-бумажной промышленности Следующий слайд, пожалуйста За проведенный пятый цикл микроэлектроника 1970-2010 года Следующий слайд, пожалуйста В качестве итогов развития ЦБП рассмотрим изменения Первое – в ключевых показателях материальной и энергоэффективности производства Второе – в росте единичной производственной мощности технологических потоков И еще один вопрос мы с вами рассмотрим Это развитие технологий начинается с научно-технического этапа Поэтому выберем некоторые открытия и на их примере рассмотрим Как они повлияли на развитие спирали технологий в целлюлозно-бумажной промышленности Следующий слайд Сравнение применяемых в ЦБП технологий приведено по ключевым удельным показателям В 1970-х годах, 1990-х и 2010-х годах Рассмотрим диаграмму Первая группа данных показывает потери древесины при подготовке щепы Можно отметить, что если потери годной древесины при подготовке щепы в 70-е годы было 10%, то к 2010 году они сократились до 3% Следует отметить потери целлюлоза при отбелке Это вторая группа в столбочной диаграмме Которая показывает, что потери целлюлоза при отбелке сократились почти в два раза С 11 до 5,6% Третья группа столбиков показывает расход воды в метрах кубических на тонну целлюлоза Он сократился в 6 раз В 5 раз Удельный расход пара сократился Это четвертая группа столбиков на 40% Электрическая энергия, это пятая группа столбиков на 30% И самое замечательное, что в 120 раз сократился сброс АОХ с 1970 по 2010 год Следующий слайд А как же выросли единичные мощности производства сульфатной бельёной целлюлозы? И можно отметить, что с 1970 года по 2010 год Это производственные мощности единым потоком выросли в 6 раз Следующий слайд Теперь вот самое интересное было бы посмотреть А за счет чего были достигнуты эти неоспоримые высокие результаты? Поэтому мы рассмотрим некоторые открытия в рамках проведенного научно-технического этапа Результаты которых дали значительный толчок в спирали развития производственных процессов в ЦБП Следующий слайд Из-за результатов огромного количества проведенных исследований, которые внесли свою лепту на научно-техническом этапе развития мировой ЦБП Автор для примера выбрал научные результаты только двух работ Это исследование условий псевдожижения целлюлозной суспензии средней концентрации массы 10-12% И второе, анализ механических свойств целлюлозы по внешнему виду волокон Этот выбор не умаляет значения других исследований Он призван только показать, как развитие фундаментальных и прикладных исследований Вносит вклад в создание необходимого технологического суверенитета страны Однако, по официальным данным, расходы на НИОКР в Российской Федерации составляют всего 0,01% от ВВП отрасли Что существенно ниже среднего зарубежного уровня 1,4% ВВП или в 140 раз меньше При этом уровни стран-лидеров Финляндия 2%, Норвегия 3,1% намного выше Но если сравнивать средства на научные исследования в абсолютных величинах То сравнение затрат выглядит еще более зримо Так в России затраты в год составляют 2,3 миллиона долларов США Что в 100 раз меньше, чем в Финляндии 240 миллионов долларов Следующий слайд Теперь нужно пояснить По каким причинам автор выбрал открытие эффекта псевдозжижения массы Суспензии концентрации 10-12% При этом нужно подчеркнуть Что в 1980-е годы от производства сульфатной беленой целлюлозы 80% загрязнений поступало на очистные сооружения из отбельного цеха Поэтому из снижения расходов материальных ресурсов Из сбросов загрязнений по ключевым показателям Которые были представлены на слайде 7 Были получены в основном от внедрения новых технологий в отбельном цехе И вот среди множества реализованных технических задач Которые обеспечили резкое сокращение ресурсов потребления отбельного цеха Выделим те, которые основаны на открытии эффекта псевдозжижения Массной суспензии средней концентрации При которой за доли секунды разрывается сетка волокон И суспензия приобретает текучесть Этот результат фундаментальных исследований Послужил основой для разработки конструкции перекачивающего И смесительного оборудования Работающей при средней концентрации массы 10-12% Взамен низкой концентрации 3-5% В следующей таблице мы посмотрим роль Открытия эффекта псевдозжижения массы средней концентрации По этапам спирали развития технологий в ЦБП Которые впоследствии стали наилучшими доступными технологиями Для делегнификации и отбелки целлюлоза ИСЕФ Показатели, которые также мы с вами рассматривали на слайде 7 Отмечены зеленым цветом Итак, следующий слайд В этой таблице я представил материал одного исследования Но в парадигме спирали развития технологий Обычно это не делается Обычно спираль технологий рассматривается в концепции Общегосударственного производства Или отдельной отрасли Я здесь выбираю как одно Исследование повлияло на спираль развития Посмотрим Научно-технический этап Открытие эффекта псевдозжижения Суспензии 10-12% И на его основе разработка конструкции Перекачивающего смесительного оборудования При средней концентрации Взамен концентрации 3-5% Технико-экономический этап Разработка оборудования Для установки кислородно-щелочной долегнификации Окислительного щелочения Промывки целлюлозы При средней концентрации Целлюлозной суспензии Экономический социальный этап Сокращение удельного водопотребления В отбельном цехе в 3 раза Снижение удельного расхода Отбеливающих реагентов на 20% Согращение на 50% Количество сбрасываемых загрязнений На честные сооружения Сокращение сброса АОХ В водоемах в 3-4 раза И прекращение сброса хлороформа Социально-регуляторный этап Появление понятия Наилучшие доступные технологии Отказ от неэкологичных технологий Отбелки Следующий слайд Теперь поясним причины Выбора анализа Механических свойств Целлюлозу по внешнему виду волокон Кто бы мог подумать В начале 70-х годов Что наблюдаемое учеными Прохождение ламинатного потока волокон Через капилляр С появлением электронной оптики И цифрового процессора Позволит в 75-м году Разрабатывать первый анализатор костры Для оптимизации работы участка сортирования В 80-е годы Работа ученых позволила измерять Среднюю величину волокна Непосредственно в потоке А в 2010-е годы Оптический анализатор Уже неотъемлемая часть управления Качеством продукции На производственных потоках В композиции по волокну Оптический анализатор Позволяет сосчитать волокна Каждого вида В одном грамме массы Это дает возможность Равномерно распределять состав волокон В структуре влажного полотна Для придания ему прочности Что является залогом Безобрывной работы Скоростного бумагоделательного оборудования В следующей таблице мы увидим Роль открытия зависимости Механических свойств волокон От их внешнего вида И его влияние На спирали развития технологий В соответствии с рисунком 3 Итак, научно-технический этап Следующий, пожалуйста, слайд Научно-технический этап Использование прохождения Одиночных волокон Через узкий капилляр Для наблюдения внешнего вида волокон И определение их количества в навеске Технико-экономический этап Разработка оптического анализатора Внешнего вида волокна И определение их качества в навеске Количество их в навеске С автоматическим отбором проб Из основных точек массового потока Экономический социальный этап Оптический датчик позволяет Предсказывать механические свойства Целлюлозных волокон По их внешнему виду Дозировать волокна в композиции Оптимизировать состав волокон В каждом грамме полотна Что обеспечивает его прочность В облаженном состоянии И работоспособность Бумагоделательного оборудования Рост объемов производства Социально-регуляторный этап Появление понятия язык волокна Основанное на новых терминах Фактор формы Извитость Грубость волокна Число волокон на 1 грамм Описывающих качество волокон Без механических испытаний Уменьшение затрат ручного труда На проведение анализов Следующий слайд Подводя итоги модернизации Производства в ЦБП В период 5-го технологического уклада Необходимо отметить Что использование на отечественных предприятиях Однотипного зарубежного оборудования Отвечающие наилучшим доступным технологиям Не приводит к таким же результатам По показателям материальной энергии Эффективности производства Как мы с вами рассматривали на слайде 7 Будем разбираться в причинах Такого повышенного удельного расхода Древесного сырья И других ключевых показателей На одну тонну товарной продукции На предприятиях России Относительно зарубежных предприятий Проведенный анализ работы предприятий Показывает Что это связано в первую очередь С недостатком технологической культуры Производства В использовании древесного сырья Которая должна неукоснительно соблюдаться А именно Окорка баланса и рубка щепы Только однопородного состава Второе Варка целлюлозы Однопородной древесины Из-за несоблюдения технологической культуры На отечественных предприятиях В итоге Первое Потери древесного сырья При подготовке щепы выше Мы с вами посмотрим следующий слайд Несколько позднее Второе Выход товарной беленой целлюлозы Из смеси лиственных Или из смеси хвойных пород На отечественных предприятиях На 2% и более ниже Чем на зарубежных предприятиях Следовательно Для производства 500 тысяч тонн товарной целлюлозы Потребуется дополнительно Сварить 10 тысяч тонн целлюлозы На что потребуется Заготовить еще 40 тысяч плотных метров Кубических щепы А если учесть Будем считать Один к одному Потери При подготовке Из балансов щепы Что если учесть Что нам надо Заготовить 40 тысяч Дополнительно Плотных метров Кубических щепы Это значит 7 миллионов гектаров Мы дополнительно должны вырубить И помимо этого Затратить другие Материальные Энергетические ресурсы На варку И отбелку Целлюлоза Дополнительно Для выработки 500 тысяч тонн целлюлозы Что это Товарная целлюлоза Что и отражается В повышении Худельных расходов Относительно Зарубежных предприятий Представленных На слайде 7 Третье Механические свойства Целлюлозного полуфабриката Из-за смеси волокон С разной толщиной Клеточной стенки Ниже чем У конкурентов Следующий Теперь более подробно Чуть более подробно Рассмотрим Потери годной древесины При подготовке щепы Из круглого леса По традиционной технологии 80-х годов И по технологии Соответствующей НТД Если вы посмотрите На первую строчку Данные промышленных предприятий 80-х годов Мы увидим Что потери При подготовке Щепы из ели Были 4% Смесь сосна-ель 5,8% Смесь сосна-ель-лиственница 7,2% И соотношение Если мы брали Смесь березы и осины 9,8% Это было В 80-е годы Если взять Современное оборудование Которое мы закупили За рубежом А именно Это размораживающий транспортер Это Корочные барабаны 5 метров и более В диаметре Которые позволяют Не резать На На пуски Поступающий баланс То есть Это тоже Идет экономия Третий момент Значит У нас Есть Рубительные машины С горизонтальным Выбросом С горизонтальной Подачей Баланса Что Предотвращает Выброс щепы Выброска Снизу Дальше Появляется Появляется Оборудование Появилось Оборудование Которое Позволяет Толстую Сверхтолстую Щепу Не резать На слайсере А раздавливать И тогда Мы должны были Были бы Получить Потери Существенно Ниже Которые Обозначены Во второй Строчке 2,6-3 Десятых Процента 3% Ровно Причем Эти данные Дают Производители А также Группа Специалистов IP Которая Приезжала Я с ними Очень много Работал И которые Всегда Говорили Что Господа Вы работаете Неправильно У вас Большие Потери Так вот Эти дополнительные Потери Если взять Третью Строчку То они Выражаются Огромными Цифрами От 1,4 До 6,8 Процента И это Настолько Правильно Что Даже Здесь Мне кажется Немножко Занижены Результаты Потому что Если Вы возьмете Справочник ИТС 1 2015 То вы Увидите Что там На действующих Производствах Потери щепы От 9 От потери Годной Древесины При подготовке Щепы От 9 Аж до 12 Процентов Поэтому Это еще один Момент На который Нашим Производственникам Нужно Обратить Внимание Какие Выводы Можно Сделать Из Того Как Мы Поработали И что Нужно Изменить В нашей Работе На основании Результатов Прошедшего Пятого Периода В первую очередь Нужно Отметить Что Нужно Повышать Качество Целлюлозы Целлюлозных Полуфабрикатов И одновременно Снижать Производственные Затраты Что Возможно Осуществить Только За счет Использования Однопородного Древесного Сырья При подготовке Щепы И варке Целлюлоза Второе Дальнейшее Снижение Удельного Вода Потребления И расхода Химических Реагентов В отбельном Цехе Возможно За счет Повышения Существующей Средней Концентрации Массы 12% До Третье Использование Анализа Изображения Волокон Для прогнозирования Механических Свойств Волокон Это Надежный Инструмент Для дальнейшего Повышения Производительности Технологических Потоков Как в целлюлозных Так и в бумажных Картонах Отдельно Хочу остановиться На повышении Концентрации В отбельном Цехе Мы с вами Сегодня Посмотрели Спирали Развития Что Дал Эффект Перехода От 3-5% Концентрации До 12% Концентрации 12% До средней Если повысить Концентрацию 30% Да Мы получим Результаты Чуть поменьше Но они будут И это будет Существенное Снижение Удельных Расходов По всем Показателям В первую очередь По воде Это понятно И во вторую очередь В три раза По воде И во вторую очередь Это будет Снижение Химикатов По нашей оценке Где-то По сравнению С существующим Уровнем Где-то на 10% А это Очень много Так Следующий Слайд Итак Мы переходим К новому Технологическому Укладу Нанотехнологий Как уже говорил Начиная с 2010 Годов Мировое промышленное Производство Постепенно Переходит На этот Уклад И вот В соответствии С данными Развития Экономики В соответствии С представленными Данными Для развития Экономики Российской Федерации В этом Технологическом Укладе Была предложена Структура Производства Нанотехнологических Продуктов Давайте Следующий слайд Посмотрим Что здесь Следует Отметить Что нам Скать Поручается В этой Ситуации Целозо-бумажной Промышленности Получается Делать Это Наноматериалы И нанопорошки Актуальность Развития Мировой ЦВП Связана С ростом Потребности Бумажно-картонной Продукции И в первую Часть Это устойчивый Рост сегментов Сагигиенических Бумаг и Тарой упаковки Так вот Для При росте Производства Бумажно-картонной Продукции Потребуется Для упаковки Потребуется Создание Защитных Барьерных Свойств Без применения Пластиков По синтетических Пленок Кроме того Потребуется Улучшать Печатные Свойства При снижении Бумаг При снижении Их Себестоимости Я не буду Дальше Поскольку Залезаю По времени Не успеваю Просто Сделаю Краткие Выводы О том Что Большую Помощь В разработке Как пласт Так и Упрощение Целлюлозных Волокон Так сокращение Расхода Волокнистых Полуфабрикатов Для Производства Картонно-бумажной Продукции Нам поможет Нано-порошки Микрофибриллированная И нано-кристаллическая Целлюлоза И в этом направлении Надо сказать Что Наша Организация Техсервис Создает опытно-промышленную Установку Для получения Порошковой Как раз Микрофибриллической Целлюлозы Различного назначения Полученные Пилотные образцы Целлюлозных Порошков Испытываются По различным Направлениям Применения Это Питательная среда Для выращивания Ферментов Порошки для Сухих Строительных Смесей Порошки для 3D-печати Придания магнитных Свойств Об этом будет Доклад Петербургского Института Ядерной Физики И Порошки и гели Для упрощения Бумажного полотна В облажном Состоянии Пожалуйста Сдайте Следующий слайд Еще один Еще один И Вот на этом Слайде Представлена Та опытно-промышленная Установка Которая Создается В ООО Техсервис Слева Это Общий вид Из Диспетчерской А справа Общий вид Этой Установки Большое спасибо За внимание Извините Я немножко Переговорил Большое спасибо Анатолий Максимович Перед тем Как Мы Пригласим Следующего докладчика Евгения Анатольевна Готовится Я хочу Сделать То Что Не смог Сделать Сначала И еще раз Приглашаю На сцену Нашего партнера Клюквина Виктора Валерьяновича Пожалуйста Подойдите Евгения Анатольевна Готовится Да Уважаемые коллеги Хотел У меня У меня У меня У меня Право Гореть Наш Университет Особая благодарность За то Что Как говорится Вот те успехи Которые мы Сегодня Имеем Имеем На рынке На рынке Ваше Во На самом Зависит От тех Кадров Которые У нас Работают 70% Инженерно-технических Кадров Это Выпускники Нашего Университета Которые Уже Выступают На новом Уровне На сегодняшний День Мы Предлагаем Продукцию Которую Наверное Знакомы Наверное Все Ну если Не все То многие Участники Этой конференции Включая И Белорусских Товарищей И Группу ИЛИМ Хотелось Бы Сказать Что Сегодня Когда Мы Говорим О Технологической Независимости То Как Никогда Актуально Взаимодействие Производителей Целлюлозно-бумажной Продукции Производителей Оборудования Ну и Конечно Науки Потому что Если Говорить Про Обратный Инжиниринг Это Всего Лишь Первая Ступенька Нам Необходимо Все-таки Новые Технологии Мы Хотим Не просто Догонять Мы Хотим Быть Лучшими Заканчивая Я бы Хотел Всем Нам Напомнить Что Архангельск Это Родина Ломоносова Этому Ко многому Нас всех Обязывает Спасибо Спасибо большое Итак Следующий Доклад Представляется Представитель Архангельского ЦБК Очень приятно Что Архангельский ЦБК Нас старый Надежный Добрый Партнер Которым Работает Большое Количество Наших Упускников Доклад Посвящен Экологии Сегодня Взаимосвязь Экологии И технологии Она несомненная Если раньше Была определенная Борьба На этом этапе Сегодня мы идем В одной Упряжке И Евгения Анатольевна Про это нам Долажит Спасибо Евгения Анатольевна Если вы отходите Откуда То с микрофончиком А так работает Микрофон Который На Трибуле Спасибо Яков Владимирович Я правда Не знаю Готова я Добрый день Уважаемые Организаторы Уважаемые Участники Конференции Я признаю Что для меня Честь выступать Перед вами Где я выступаю Впервые На данной площадке И Должна сказать Что после Слов Дмитрия Игоревича Зилева По поводу Философии Наверное Сейчас для меня Самое важное Во время доклада Не подвести Своих учителей Своих наставников И своего научного Руководителя Константина Григорьевича Боголицына Коллеги Мне было сейчас Очень приятно Слышать предыдущий Доклад Потому что Это был доклад В большей степени На мой взгляд Именно про ту экологию Сторонником которой Я являюсь То есть это Мероприятия Связанные с Водосбережением Экологической Реальной Эффективностью Ресурсосбережением И так далее В своем докладе Мы представим вам Оценку Роли и масштабности Экологических рисков Которые выполнены Архангельским ЦБК Это будет совершенно Другая экология И по нашему мнению И вот эта оценка Должна в ближайшем Перпективе Кардинально изменить Отраслевой порядок Работы В отношении Экологической повестки И так Как следует Из исторических источников Бумажное производство В России Насаждалось Верховной властью Впервые К организации Собственного бумажного Производства В Московском царстве Обратился Иван Грозный Мощный толчок К развитию бумажного Производства В России Дал Петр Первый Мне кажется Фонит что-то Яков Владимирович Нет? Не фонит Вот звук Коллеги Нормально? Хорошо Спасибо Мощный толчок К развитию бумажного Производства В России Дал Петр Первый По указу которого Было построено Несколько бумажных Фабрик И с именем которого Связывают историки Появления масштабного И непрерывного Производства бумаги В нашей стране С точки зрения Охраны окружающей среды А именно Деятельности По снижению Негативного воздействия То есть сбросов Выбросов Образования Размещения Отходов Целлюлозно-бумажная Промышленность И лесопромышленный Комплекс В целом Вызывают Обоснованное Уважение Так как Извините Так как Ключевые специалисты У отрасли Которыми являются Технологи Всегда знали Как управлять Процессами производства В целях охраны Природы Безусловно Соответствующие Знания и навыки Были внедрены И развиты В отрасли С помощью ученых Возможно По данной причине А в том числе По причине Уверенности Собственных силах До настоящего времени Экологические риски В отрасли Явно недооцениваются Следует признать Что мы не успеваем За происходящими Изменениями Правда охранного Законодательства Стратегические И экологические Ориентиры Для нас неясные И они формируются В рамках установленной Законодательством Деятельности В области охраны Окружающей среды Мы привыкли С вами к дискуссиям О том Что принципы Нормирования Негативного воздействия Основаны на применении Нормативов Качества окружающей среды То есть на основании Тех самых Предельно допустимых Концентраций К сожалению До настоящего времени Данная проблематика Нормирования Не перестала быть актуальной Однако в связи С происходящими С 2014 года Переходом на принципы Наилучших доступных Технологий Которые вот я Всячески приветствую А также развитием Нормативного регулирования Также в связи С решением задач По повышению Эффективности Государственного Экологического контроля На настоящий момент Базовым ориентиром Для разработки Разрешительной документации Предъявления Соответствующих требований Предприятия Крайне важное значение Имеет идентификация Предприятия По кодам видов Экономической деятельности И кодов Выпускаемой продукции Я должна сказать На своей практике У меня опыт работы Больше 20 лет На сегодняшний день Для экологов Это становится Чуть ли не Первой исходной информацией С которой необходимо работать Данные сведения Заносятся в регистрационные Сведения Об объектах Оказывающих негативное Воздействие на окружающую Среду В зависимости от позиций Соответствующего Территориального управления На основании заявок Предприятий Такими объектами Могут быть отдельные Цеха Участки Предприятия А также Выпуск источных вод После определения Границ И сути объекта Определяется его категория По степени Негативного воздействия На окружающую среду Которая может быть Первой, второй, третьей И четвертой категории То есть здесь О чем идет речь На сегодняшний день Каждое предприятие Вольно определять Как вставать на учет В государственном реестре В зависимости от того Как мы встали на учет В частности Например Архангельский ЦБК На сегодняшний день Представляет из себя Пять объектов Негативного воздействия Площадных И мы имеем Различные категории Различные системы Нормирования В частности У нас есть Один объект Первой категории Два объекта Второй категории И есть объекты Третьей категории Согласно статистическим данным На долю Целлюлозно-бумажной промышленности Приходится Порядка Шести процентов Общего объема Сточных вод И менее Одного процента Объема выбросов Загрязняющих веществ В атмосферный воздух Относительно Всех сбросов И выбросов России Вместе с тем Ряд объектов Негативного воздействия Отрасли Включены в список Трехсот объектов Оказывающих Негативное воздействие На окружающую среду Относящихся К первой категории Вклад которых В суммарные выбросы Сбросы в России Составляет Не менее 60% Вот должна сказать Что здесь возникают Вопросы Каким образом Мы попали в этот список И в связи с тем Что К сожалению Включение в этот список В том числе Присваивает Ну информационный Такой неприятный Статус Грязных предприятий Такие предприятия Должны первыми Обратиться с заявкой На получение Комплексного Экологического разрешения На данный момент Согласно законодательству Предприятия первой категории В принципе все Должны получить Кэр Примерно в один срок В период С 2024 На 2025 С левой стороны У нас на слайде Приведены критерии Отнесения объектов К первой Либо к второй категории И мы с вами Можем видеть Что выбор критериев Не учитывает На сегодняшний день Базисного правила Технологического нормирования Которое предусматривает Установление Технологических нормативов К единице продукции Критерии В принципе не учитывают Норм в отношении Санитарно-защитных зон И тем самым Коллеги На сегодняшний день У нас формируются Различные подходы К организации Продоохранной деятельности Процесс получения Комплексного экологического Разрешения Который идет Уже с 2019 Года Мягко говоря Является достаточно Сложным На данном слайде Приведены сведения Об изменении Только ключевых документов Которые вносят Коррективы в планы И сроки разработки Соответствующей Документации предприятиями Например я должна Пояснить что Разработка заявки На получение Комплексного Экологического Разрешения Если она Качественная Эффективная Занимает примерно Полтора года Как было указано На предыдущем слайде Первые 300 объектов Должны были Обратиться Закер до конца 22 года Согласно открытым Официальным источникам По состоянию На август Текущего года Было подано 959 заявок Выдано Всего лишь 239 разрешений Также обращаем Внимание Что некоторые Материалы Отправляются На экспертные Оценки И было выдано 826 Экспертных Позиций Из них 498 Отрицательных Заключений Работа Объекта Первой категории В отсутствии Комплексного Экологического Разрешения Недопустима Она влечет Привлечение К ответственности Применение Повышающих Коэффициентов Плате за негативное Воздействие На окружающую Среду В размере 100 Ну и также Наиболее существенные Финансовые Последствия В виде Предъявления Требований О возмещении Ущерба Но на данном Слайде Мы хотели Сказать Даже наверное Не об этом Мы хотели Обратить внимание На следующий Объект На следующий Аспект Согласно Законодательству Перечень Наилучших Доступных Технологий Содержится У нас В информационно-технических Справочниках По НДТ Одним Из признаков НДТ Официально В России Является Ее наличие На двух Объектах Как критерий Доступности В настоящий Момент Справочники Содержат Сведения О технологиях На основе Преимущественно Европейских Технологий И соответственно Величина Перечень Технологических Показателей Установлена Именно для Таких Технологий В 22 Году Отраслевой Справочник Также Актуализирован Без смены Ориентиров На восточные Технологии Таким образом В ближайшей Перспективе Мы можем Столкнуться С невозможностью Расчетов Технологических Показателей Разработки Реализации Наилучших Доступных Технологий И в принципе Мы возможно Не перестанем Понимать Что есть Наилучшая Доступная Технология В конкретный Момент Времени Исходя Из того Ассортимента Технологий Которые Будут нам Доступны Проблематика Экологических Рисков Характерна Не только Для целлюлозно-бумажной Промышленности Стратегии Экономической Безопасности Российской Федерации На период До 2030 Года Сказано Что к основным Вызовам И угрозам Экономической Безопасности Относятся Установление Избыточных Требований В области Экологической Безопасности Рост затрат На обеспечение Экологических Стандартов Производства И потребления Обратите внимание Что стратегия Была принята К 2023 году Ситуация Сильно Не изменилась Если говорить О частном Случае Нашей отрасли То состояние Экологического Регулирования Применительно К промышленным Процессам Можно представить Примерами По нашим Ключевым Показателям Обратите внимание Для выбросов Загрязняющих Веществ Вообще Загрязняющими Веществами На сегодняшний день У нас в экологии Являются Вещества Которые Включены В распоряжение Правительства Российской Федерации 13-16-R Это распоряжение Содержит Множество Неточностей И ошибок Туда входит В частности 160 показателей Для Атмосферного Воздуха 168 показателей Для водных Объектов И вот наш Показатель Загрязняющее Вещество Метилмеркоптан Идет в одной Позиции С этилмеркоптаном И таким образом С точки зрения Экологического Права На сегодняшний день Это понимается Как одно Загрязняющее Вещество По Водным Объектам Мы обращаем Внимание На том Что у нас Некорректно Расшифрована Аббревиатура Показателя АОХ Это связано С тем Что применяются Специальные методики Есть методика Определения АОХ А есть ГОСТ На Определение АОГ Таким образом Что входит В перечень С тем Мы работаем Также Очень большой Проблемой Является Тот факт Что наши Интегральные Вот эти два Показателя АОХ Это вообще Специфический Интегральный Параметр Также позиционируется Как загрязняющие Вещества Это влечет Определенные Последствия В частности Например Сброс загрязняющих Веществ Для которых Отсутствует ПДК Рабохозяйственных Водоемов Он запрещен В частности Например Я сейчас Говорю Об АОХ Актуальной Проблемой Является Формирование Практики Предъявления Требований К целлюлозно-бумажным Предприятиям По нормированию Выбросов и сбросов Загрязняющих Веществ На основе Информационно-технических Справочников Иных отраслей Промышленности В частности Предприятиям Вменяется Когда они Обращаются Заявкой На КЭР Также был Например Материал В одном Отраслевом Журнале Специализированном Экологическом Что нам Необходимо Учитывать Требования Справочников Утилизация Обезвреживания Отходов Термическими Способами Производство Твердых И других Неорганических Химических Веществ Производство Извести Очистка Сточных Вод При Производстве Продукции На крупных Предприятиях Несмотря На то Что Технологии Очистки Сточных Вод Нашим ИТС-1 Написано Достаточно Подробно Размещение Отходов Производства И потребления Промышленные Системы Охлаждения Сжигания Топлива На крупных Установках Цели Производства Энергии И этот Список Еще Не Полный Как Мы Видим Вопрос Применения Также Следует Сказать О происходящих На сегодняшний День На экологических Площадках Дискуссиях Об Идентификации Производства Целлюлозно-бумажной Продукции На основе Макулатуры Как процесса Утилизации То есть Виды Деятельности По обращению С отходами Здесь Важно Сказать О том Что Мы В этих Дискуссиях Забываем О том Что Может быть Изготовление Продукции На основе 100% Композиции С макулатурой А может быть Только Доля Использования Макулатурного Сырья В данном Контексте Вызывает Озабоченность Целый ряд Дискуссий Экологов По таким Темам Как Например Отнесение Черного Щелока К отходам О процессе Сжигания Сырка Утилизации Отнесение Неизбежных Бумажных Обрезков К отходам Невозможность Отнесения Обезвоженного Осадка Сточных Компонентам Топливной Смеси Приравнивание Технологических Побочных Продуктов Производства К видам Побочных Продуктов Производства В отношении Которых Необходимо Осуществлять Производственный Экологический Контроль Организация Предохранной Деятельности На предприятиях На сегодняшний день Возложена Как правило На специалистов Экологов В настоящее время Наблюдается Нехватка Специалистов Все работающие Специалисты Экологи Признают Чрезмерную Нагрузку Обусловленную Прежде всего Несовершенным И постоянно Меняющимся Законодательством Что не позволяет Сформировать Планы работы Даже на среднесрочную Перспективу Например Соответствие Законодательством Необходимо Обеспечить Разработку Внутри Корпоративных Правил На основе Внешних Требований Установленных Отдельно Для Объекта Технологического Нормирования Объекта Негативного Воздействия И в целом Юридического Лица И далеко Не всегда Требования К одной Структурной Единицы Логически Встраиваются В систему Требований К другой К традиционному Регулированию Сбросов Выбросов Загрязняющих Веществ Которые Нормируются По веществам Первого Четвертого Класса Опасности А также Микроорганизмы Отходы В современной Матрице Экологических Требований Появились Новые Направления С прошлого Года Это Побочные Продукты Производства Вторичные Ресурсы Вторичное Сырье На данном Слайде Приведена Информация Которая К сожалению Свидетельствует О наличии Сформированной К настоящему Времени Отлаженной Системной Эффективной Финансовой Экологической Модели То есть О чем Мы говорим На сегодняшний День Экологические Платежи Которые Уплачивают Такое Предприятие Как Архангельский ЦБК Представлены Следующим Перечнем Это Плата За Негативное Воздействие На Окружающую Среду Плата За Пользование Водными Объектами Возмещение Добровольного Ущерба Водным Биологическим Ресурсам В частности Связанное С забором Воды Экологический Сбор Утилизационный Сбор Так как У нас Есть Автотранспортное Предприятие Мы должны Отслеживать Уплату Утилизационного Сбора И также Земельный Разрешительных Документов Далее Если у нас Возникают Вопросы И это Не обязательно Должен быть Факт Нанесения Вреда Определенному Компоненту В случае Например Отсутствие Какого-то Разрешительного Документа Может возникнуть Ситуация Когда Рассчитывается Вред Различным Компонентам В частности На сегодняшний День Очень хорошо Работает Хорошо с точки Зрения Того что Как бы Она Отработана Уже Методика Это Нанесение Вреда 27 методика Здесь Процент Выигрышей Предприятием Размеров Вреда И вообще Вот факт Предъявления Размеров Вреда Очень низкий Вред почвам Методика 238 За Какое-то Складирование Отходов И речь идет Сейчас не об Огромных Каких-то Полигонах Свалках Несанкционированных В том числе Небольшие Площадки На территории Промышленного Предприятия Здесь тоже Могут Применяться Эта методика Вред водным Биологическим Ресурсом Но здесь Вообще В принципе Уплачивается Добровольный Ущерб И Самая Последняя Методика Которая Была Принята Это методика Нанесения Вреда Атмосферному Воздуху В 2021 Году И коллеги Для сравнения Мы привели Небольшую Информацию По ставкам В частности Например Плата за Негативное Воздействие На окружающую Среду Ставка Платы За выброс Серого Водорода Составляет 686 Рублей За тонну Если же Возникает И начинает Работать Методика Расчета Вреда Атмосферному Воздуху То ставка Платы Составляет 500 Тысяч Рублей По отходам За размещение Отходов Ставка Пятого Класса Опасности 40 Рублей Если Начинает Работать Методика То это 10 Тысяч Рублей Здесь еще Я хотела Дополнить Что Наибольшей Демотивации Последнего Времени Является Обратите Внимание На название Слайда Повсеместное В СМИ Применение Тезиса Загрязнитель Платит Если ранее Загрязнителем Являлось Лицо Которое Допустило В результате Своей Деятельности Или Бездействия Загрязнения Окружающей Среды Которое Оценивается В превышении Норматива Качества То теперь Загрязнителем Могут Называть Производителя Товара Так как Товар Рано или поздно Перейдет В категорию Отходов И формируется Негативное Информационное Поле Вокруг Нашей Промышленности На фоне Принципиального Изменения Требований Наших Потребителей Продукции Которые Все чаще Обращают Внимание На экологический След Продукции Коллеги На данном Слайде Мы Хотели Вам Представить Вот помимо Того Что существует Четыре Категории Объектов Негативного Воздействия У нас Существует Шесть Категорий Риска Которые Определяют Чистоту Ну скажем Так Периодичность Интенсивность Государственного Экологического Контроля И в частности Например Рахановский ЦБК Объект Который Относится К первой Категории В силу Еще Дополнительных Критериев Он Относится К категории Чрезвычайно Высокого Риска И Обратите Пожалуйста Внимание Информация Из Отчета Роспроднадзора Который Приводит Информацию По результатам Своей работы По возмещению Вреда Причиненного Почвам Водным Объектам Атмосферного Воздуха За 2022 Год Как мы Видим Прирост Количества Предъявляемых Расчетов Ущерба Он достаточно Существенный Итак Уважаемые Коллеги Это мой Заключительный Слайд На самом деле Еще утром Я Не знала Чем его Сопроводить Но Скажем так Подсказкой Послужило То что Говорила Елена Владимировна На самом деле Наша Отрасль Она действительно Знает И имеет Всю необходимую Информацию Инструменты Мы смотрим В будущее И мы понимаем Как действительно Нужно снижать Негативное воздействие На окружающую среду Мы знаем Как управлять Нашими Экологическими Аспектами На мой взгляд Нам необходимо Использовать Наши знания Наши ресурсы Нам необходимо Вести более активно Просветительскую работу Нам нужно Действительно Говорить о том Что экология Это не документация Экология Это действительно Реальная деятельность И по возможности Мы надеемся Вот мы промышленные экологи Надеемся На помощь ученых На помощь технологов В том Чтобы в нашей работе Было больше здравого смысла Возможно У нас тогда Появится Действительно Экологическая Адекватная Экологическая Парадигма ЦБП Спасибо Большое спасибо Евгения Анатольевна Действительно Мы идем В этом направлении Сейчас я С огромным удовольствием Хочу предоставить Слово Наталье Владимировне Щербак Можно сказать Что она у вас Хозяйка конференции Вы все прочувствовали С какой энергией Она вас Собирала А вы с удовольствием Приехали И более того Это одна из любимых учениц Валерия Ивановича Комарова Поэтому Наталья Владимировна Пожалуйста Вам слово Наталья Владимировна Если Трибунки Работают внешне Если нужно Отойти Включаем Переносной микрофончик Хорошо Коллеги Здравствуйте Рада всех приветствовать Спасибо большое Что нашли время Присутствовать На нашей конференции У меня доклад Будет про Одну из задач Которая стоит В нашей отрасли Сегмент тонких бумаг Это не только Упаковочные бумаги Но конечно В первую очередь Это упаковочные бумаги И именно им Мы уделим Больше времени Когда мы говорим Про сегмент Тонких бумаг Почему Эта задача Сегодня Стоит остро Потому что Большая часть Этих Номенклатур Этого вида Продукции Попала в санкционный Список В России Не производилась Потому что Нет технологической Возможности Нет оборудования И БДМ Которые способны Производить Тонкие бумаги И сейчас Мы говорим Про сегмент Который Охватывает Бумагу Массой метра Квадратного Меньше чем 30 грамм Да То есть На данный момент У нас в России По моим данным Только два предприятия На которых Могут Производить Бумаги Меньше 30 грамм На метр Квадратный Громожон Стабильно Постоянно С каким-то Более-менее Воспроизводимым Качеством Да А не на уровне Опытных Выработок Мы ведем Речь Про стабильное Производство Если мы говорим Про номенклатуру То номенклатура Упаковочных бумаг Она очень-очень Широкая И в России Как вы все Прекрасно знаете Большего вида Этой продукции Не представлено Она закупалась Из стран Европы И из Китая То есть соответственно Сегодня ряд бумаг Они до сих пор Импорта не замещены И есть потребность У разных производителей И потребителей Этой продукции Как бы И это смежные С нами отрасли И производство Сигарет И производство Фильтров И производство Аккумуляторов И совершенно разные Отрасли Где требуются Целлюлозно-бумажные Материалы Которые Относятся К сегменту Тонких видов Продукции Классификация Представленная На слайде Повзаимствована Мною От наших Партнеров С сайта Музея Бузион Объединенных Бумажных Фабрик Здесь Представлена Краткая Выборка Конечно Если посмотреть На эту Номенклатуру Которая Исторически Идет Из Отечественных Стандартов Еще Из ГОСТов Начиная С 1953 И 1967 Года То Номенклатура Насчитывает Более Стан Наименований Разных Видов Упаковочных Бумаг В том числе Сегмент Тонких Бумаг Когда мы Говорим Про Тонкие Виды Бумаги Ну Так же Наверное Как Про Любой Другой Бумаги И Картона Это Всегда Речь Идет О Стыке Взаимоисключающих Показателей И Сегмент Тонких Бумаг Не Является Чем Добиться Сразу Удовлетворительного Имеется Вот Такая Как Задача Которую Необходимо Решать Если Мы Говорим Про Наиболее Сегодня Востребованные На рынке Тонкие Виды Бумаг То Эта Острая Задача Стоит По Бодковым Бумагам Сигаретным Бумагам Как мы Упомянули Уже Это Отрасль Для Производства Соответственно Сигарет Табачные Изделия Это Конденсаторные Или Сепарационные Бумаги Это Очень Тонкий Вид Бумаг Который Начинается От 8 Грамм На Метр Квадратный И Это Изделия Аккумуляторы Супер Конденсаторы Которые Используются В аккумуляторах И переносных Источниках Тока То есть Это Такая Задача Стратегического Назначения Которая Должна Решаться В рамках Нашей Родины Для Реализации И Поддержки Технологического Суверенитета Страны Потому что Переносные Аккумуляторы В условиях Сегодня IT Технологий Это И продолжительность Полета Дронов Которые Активно Используются В разных Сферах И в том числе В ВПК Поэтому Вот эти Вот задачи Нетривиальные Сегодня Они стоят В первую Очередь Не только Для того Чтобы У нас Расширился Сегмент Высококачественной Продукции Но и Самая Главная И основная Задача Это те Виды Бумаг Которые Относятся К бумагам Двойного И стратегического Назначения Когда мы Говорим Про упаковочные Виды Бумаг Это все-таки Более Массовая Продукция Она Относится У нас Крупно Тоннажной То Здесь Сегмент Начинается От 17 Грамм На Метр Квадратный И как Мы уже С вами Упоминали Где-то До 30 32 35 Грамм На Метр Квадратный У нас В стране Эти бумаги Практически Не Производятся Или Производятся Малыми Разовыми Партиями Потому что Нет Такой Технической Возможности В чем В чем Сложность Заключается Производство Таких Тонких Видов Бумаг Они Делаются Как Из Белой Целлюлозы Из Беленой Целлюлозы Так И Бурые То есть Из Небеленой Целлюлозы И в том Числе Эти Бумаги Делаются И из Макулатурного Сырья Выбор Волокнистого Сырья Определяется Только Назначением Бумаг Потому что Мы с вами Прекрасно Знаем Что Имеют Ограниченный Спектр Использования Если Мы Говорим Про Пищевую Промышленность Там У нас Таможенным Регламентом Таможенного Союза Есть Определенные Ограничения Использования Макулатурных Бумаг В пищевке Значит Если Проследить Ведущих Мировых Производителей Которые Производят Тонкие Упаковочные Виды Бумаг На слайде Вы увидите Что В основном Это У нас Беленая Лиственная Целлюлоза Хвойная И Лиственная Соответственно Да И Макулатурная Масса Значит Те предприятия Которые Выпускают Бумаги Премиум Класса Они Работают Конечно На первичном Волокне Да Потому что Вот Линейка Бумаг Уникрафт Это бумаги 100% Из макулатурного Сырья Они Имеют Более Низкую Добавочную Стоимость И Наверное Это не Обусловлено Только Использованием Макулатурного Сырья Это в первую Очередь Использовано Еще и Назначением Этих Бумаг И Возможным Областью Их Применение На Примере Линейки Бумаг Крупнейших Производителей Старкрафт Мы Изучали Композиционный Состав И Пришли К Такому Выводу Что Большая Часть Бумаг Которые Производятся В странах Европы Тонкие Упаковочные Бумаги Что Беленые Что Небеленые Они В своем Составе Содержат Большое Количество Эвкалиптовой Целлюлозы Что Совершенно Нехарактерно Для наших Предприятий Хотя Сегодня Наши Предприятия Активно Покупают Эвкалипт Для Производства Видов Продукции Разной Своей Но Тем не менее Как бы Все-таки В России У нас Лесосырьевая База Немножечко Другая И Одна Из задач Это Подобрать Породный Состав По Волокну Для того Чтобы Получить Вот эти Свойства Чем хороший Эвкалипт С точки Зрения Использования Его В этих Тонких Крафт Бумагах Когда Мы Говорили О Необходимости Создать Разные Свойства И Прочности Воздухопроницаемость Изучая Породный Состав В наших Лабораториях Мы Пришли К выводу Что Эвкалипт Имея Своё Уникальное Морфологическое Строение Он Вот как раз Облегчает Вот эту Задачу Получить Удовлетворительная Для многих Упаковочных Бумаг Соответственно Для того Чтобы У нас В стране Используя Наши Исторические Как бы Распространенные На территории России Породы Древесины Лиственная Береза Осина Получить Данный Уровень Характеристики Необходимо Использовать Какие-то Другие Технологические Инструменты Для того Чтобы Выйти На этот Уровень Показателей Хотя Конечно Надо отметить Что Эвкалипт Это Волокно Короткое И по Механической Прочности Оно Значительно Уступает Имеющимся У нас Традиционным Породам И целлюлозы Из наших Российских Пород Древесины Но это Компенсируется Высоким Содержанием Хвойной Целлюлозы В составе Бумаг Упаковочных Значит И Решая Вот эти Все задачи Мы Выделили Три Основных Пути Возможного Достижения Свойств И по Прочности И по Качеству Структуры И по Воздухопроницаемости И другим Структурным Характеристикам Нормируемым Для тонких Видов Бумаг Которые Представлены На слайде Фракционирование Размол При высокой Концентрации И контроль Породного Состава Для большинства Присутствующих В зале Наверное Вы согласитесь С этими Выводами Потому что Что дает нам Фракционирование Фракционирование Позволяет Производить Отдельную Подготовку Коротких И длинных Фракций В общем Это стандартный Классический Механизм Которым Пользуются На протяжении Более чем 15 Наверное 20 лет У нас Макулатурщики Наши Но На предприятиях Работающих На первичном Волокне Вот этот Механизм Вот этот Технологический Прием Он не Распространен И он Не применяется Хотя В некоторых Странах Латинской Америки Есть Предприятия Которые При Работе На первичном Сырье Используют Этот прием Фракционирование Для того Чтобы Последующая Обработка Волокна В первую очередь Конечно Это операции Размола Позволили Получить Вот тот Заданный Уровень Качества И здесь Мы сразу Идем Как бы По двум Основным Таким Реперным Показателем Это Более Щадящая Разработка Волокна Более Точечная Более Корректная И с другой Стороны Это Расход Электроэнергии Потому что Размол Это конечно Энергоемкая Операция Значит На данном Слайде Представлены Это Результат Не наших Исследований Это Мы проводили Литературный Обзор И Статьи Которые Были Обнаружены Исследования Проводились В странах Латинской Америки И Канады И США Это Из сборника ТАПи Сделана Выжимка И представлен Здесь На слайде Результат И мы видим Что фракционирование Позволяет Раздельный Размол Получать Разные Свойства На разных Фракциях Здесь Три Фракции Было Длинное Среднее И Короткое И Эти Исследования Они Активно Публиковались Начиная Где-то С 2006 Года И До Последнего Времени Пока Эти базы Были Активны И Доступны Для Нас Значит Ну и Результат Фракционирования Когда мы Пробовали Смоделировать Это Все В наших В наших Условиях Он Показал Тоже Очень Хорошие Подтвердились Данные Которые Мы Получили При Работе С Теоретическими Литературными Источниками И Мы Получили Что Да Действительно Фракционирование На первичном Волокне Собственно Природу Не обманешь Позволяет Регулировать Показатели Качества В нужном Нам Направлении Когда мы Говорим Про Породы Да Мы Все-таки Наверное Не сторонники Того Чтобы Закупать Эвкалиптовую Целлюлозу На эти Предприятия Тем более Что по цене Она сегодня Не уступает Тем Целлюлозам И товарным Полуфабрикатам Которые Есть у нас На рынке Да Поэтому Если Использовать Своё Использовать Потенциал Наших пород Береза Осина То Здесь Тоже Ничего Нового В принципе Мы не скажем Контроль Чёткий Породного Состава На входе На ДПЦ Чёткое Сортирование И раздельная Варка Раздельная Подготовка Березы И осины Позволит Очень сильно Повысить Потенциал Лиственных Пород Древесины Чем Нежели Это делать Смеси И данные Графики Представленные На слайде Они в принципе Ярко Этому Подтверждение И эти показатели Это не разовый Эксперимент Это эксперимент Который проводился И подтверждался На протяжении Десяти лет В наших исследовательских Нашей исследовательской Лаборатории В наших центрах Значит Вот Собственно Мы наблюдаем Здесь картину Я прошу прощения У меня Так мелко Я в своих очках Даже отсюда Ничего не вижу У нас Осина Это синие столбики Березы Это красные столбики И мы видим Что у нас По базовым показателям Которые наиболее Важны Для тонких Упаковочных бумаг Сопротивление Раздиранию Например Если мы говорим В сравнении Осины и березы То осина Имеет Больший уровень Показателей При одних и тех же Условиях При одном и том же Числе каппа На выходе По сравнению С березой Хотя казалось бы Береза Это более длинноволокнистое Сырье Чем нежели Осиновая Древесина Целлюлоза Из осины Поэтому Влияние Породного состава Играет очень Большую роль И наше предприятие В большинстве своем Крупные холдинги Они уже конечно Контролируют И нормируют Содержание Породного состава На варку Да Но тем не менее Еще Как бы Есть предприятия Которые Ну Подбирают Этот состав И он Не всегда Регулируется То есть здесь Начинать Надо Вообще Со стадии Даже не ДПЦ А со стадии Лесозаготовки Когда мы говорим Про влияние Концентрации То опять-таки Опыт Зарубежный Мировой опыт Показывает Нам что Размол при Высокой концентрации И это тоже Известный факт Это тот Механизм Это тот Инструмент Который Позволяет Сохранять Длину волокна Сохранять Прочность И при этом Не убивает Воздухопроницаемость Мы получаем Структуры Которые При высокой Механической Прочности Будут обладать Высокой Воздухопроницаемостью Конечно Сегодня На наших Предприятиях Технология Высокого Размола Используется Только Там Где Выпускают Мешочную Бумагу Потому что Это Неотъемлемая Операция Без которой Не получить Высокорастяжимую Бумагу И не получить Высокопористую Бумагу Но Мировой Опыт Показывает Нам Что Операции И Высокий Размол При высоких Концентрациях Стандартных Где-то Около 30% Концентрация При размоле Он позволяет Значительно Улучшить Вот эти Показатели И нивелировать Вот тот Разбег Который У нас Идет Между Показателями Качества Прочности Воздухопроницаемой Структуры К сожалению В лабораторных Условиях Моделировать Процессы Высокого Размола До 30 градусов Шоппер-Риглера Нет Поэтому Здесь На слайдах Представлено Просто сравнение Двух разных Лабораторных Установок ПФИА Концентрация Которой 10% Да И Размол На мельнице ЦРА Всем хорошо Нам знакомое Размол Там Проводится При концентрации 6% И даже Вот этот Разбег С 6 до 10% Он приводит к тому Что у нас идет Значительная Разница При одной и той же Степени Помола По показателям Качества Ну это конечно Коственное Но тем не менее Это подтверждение Тому что операции Высокого Размола Они позволяют Нам получить И решить Определенные Технологические Задачи По контролю И направленному Регулированию Качественных Показателей Тонких Видов Бумаг И чтобы Не задерживать Вас долго В заключении Да Мы наверное Все Должны Задуматься Почему У нас В России Нет Производств И что Можно сделать Для того Чтобы наши Предприятия Имели Возможность Вырабатывать Тонкие Виды Бумаги И здесь В первую Очередь Конечно Речь идет Наверное Даже не о Тонких Упаковочных Крафт Бумагах Это наиболее Просто Наверное Организовать Хотя Без Технологических Линий Без Соответствующих Бумагоделательных Машин С нужными Конструкциями Это сделать Затруднительно Но Мне Например Очень хочется Чтобы у нас В России Проявились Производство Специальных Видов Бумаг Таких Как Сепарационная Бумага Таких Как Бумага Для Чайных Пакетиков Таких Как Бумага Для Сигаретная Ободковая То есть Те Мало Тоннажные Виды Продукции Которые Имеют Высокую Добавочную Стоимость Да Но Производятся Конечно По меркам Нас Бумажников Целлюлозников В очень Очень Малых Ограниченных Масштабах И Размерах И Отдельно Могу еще Добавить Что Мы Не затронули В теме Доклада Те виды Бумаг Которые Производятся Сейчас Специальные В том Числе Тонкие Из Волокон Нерастительного Происхождения И Это Отдельное Научное Направление Которое У нас В России Наверное Только Возрождается Сейчас Хотя Те же Сепараторные Бумаги Для Супер Конденсаторов Это Отнюдь Не История Целлюлозных Волокон Это История Волокон Искусственных Волокон Синтетических То есть Волокон Нерастительного Происхождения И Не имея В базе У нас Вот этого Волокнистого Сырья Конечно Нам трудно Говорить И развивать В отрасли Вот Направление Вот этих Вот Производств Этих Специальных Видов Бумаг Спасибо Большое За внимание И На правах Организатора Я хочу Предложить Нарушить Нам с вами Наш регламент И Сделать Перерыв На кофе Брейк Потому что Лично я Вот даже Стоя здесь Честно говоря Замерзла Вот Если вы Не против То мы С вами Сделаем Кофе Брейк Буквально Минут на 15 Для того Чтобы выйти Пообщаться И Немножечко Согреться Но я Очень вас Прошу Что Через 15 Минут Мы вернемся В зал И продолжим Работу конференции Спасибо Большое Хорошо Значит Следующий Доклад Начинается В 12.00 Доклад Итак Уважаемые коллеги Мы продолжаем Работу Нашей конференции Так Ну Университет У нас Арктический Немножко Прочувствовали Да Что Арктический Вектор Мы стараемся Соблюдать Особенно В данном Зале И продолжаем Работу Нашей конференции Немножко Подсогрелись Подкрепились И нам Свой Доклад Я хотел Работу Те продукты Известно Университет Снизить Снизить В качестве Модифицирующего Вещества Для Улучшения Свойств Для Улучшения Свойств Канифолия Мы использовали Моноэтаноламин Те продукты О которых Идет речь Это промышленные Продукты Это не экзотика Они производятся В промышленных Масштабах Либо у нас В Беларуси Либо в России Либо Они доступны По поставкам И Первое О чем Как бы Говорим Это модифицирование Смоленых кислот Канифолия Моноэтаноламина Известно Что при модифицировании Канифолия Моноэтаноламина Поскольку Моноэтаноламина Две функциональные Группы Спиртовая И амина Могут образовываться Как сложные эфиры Так и амиды Так и Амина Так и Амида Эфиры Смоленых кислот Канифолия Исследовали Разные Способы Модифицирования Варьировали Температуру Синтеза Как бы Дальше Слайд Соотношение Далее И было Установлено Что Оптимальное Оптимальное Условие При котором Достигается Максимальное Соотношение Оксиэтиламидов К Аминоэтиловым эфирам Равное 19 К 11 Это Температура Синтеза 170 градусов И продолжительность 3 часа Как бы Должен Отметить Что Именно Амида Смоленых кислот Канифолия Способствует Сохранению Прочности Бумаги И картона Далее Далее Нами Была Разработана Многостадийная Технология Производства Нового Проклеивающего Вещества Она состоит Из 6 Стадий И здесь Кратко Приведен Химизм Синтеза То есть Как бы Нет обратно Как бы Первая стадия Это модифицирование Смоленых кислот Канифолия Моноэтаноламина При установленных Ранних режимах Потом Традиционно Идет Отдельно Стадия Малинизации Примерно Используется 5% Малинин Ангидрида Третья стадия Это Смешивание Двух Продуктов Полученных На первой И второй Стадии Причем Очень важна Температура Смешивания Эта Температура Она Препятствует Взаимодействию Продуктов На первой И на Второй Стадии То есть По сути Здесь Образуется Просто Смесь Веществ Параллельно Готовим Стабилизатор Козинатаммония Дальше Потом Частичная Нейтрализация И стабилизация Козинатаммония Для предотвращения Процесса Колесценции То есть Для ослепания И укрупнения Частиц В принципе Общая Схема Производства Данного Вещества Или технологии Она Представлена На слайде Здесь Указаны Режимы Синтеза На каждой Стадии И приведены Свойства Либо полупродуктов Либо конечных Продуктов На выходе Мы имеем Канифольную Композицию Мы Образно Назвали ТМАС-3Н Значит Что Отличает Это Проклеивающее Вещество Например От Тех Например Которые Традиционно Использовались Для проклейки Это Повышенное Содержание Смоляных Кислот 40-45% Она У нас Идет В виде Пасты С содержанием Сухих Веществ 55-65% Однако В принципе Технология Позволяет Непосредственно Готовить Уже Эмульсию 12-25% Которые Можно Непосредственно Дозировать В технологический Поток Что касается По особенностям Применения То надо Отметить Во-первых Снижение Количества Электролита По отношению Клея До 1-6 Это Снижение Размера Проклеивающих Комплексов Которые В принципе Обеспечивают Сохранение Расстояния Между волокнами И тем самым Способствуют Сохранению Прочности Бумаги Картона И В отличие От тех Предыдущих Потом Мы на Последующих Слайдах Это Увидим Это Сохранение Первоначальной Прочности Бумаги Картона На данном На данном Слайде Я Привел Сравнительный Анализ Здесь Представлены Данные По различным Видам Целлюлозы Маккулатура Также Есть Наше Кабуновое Вещество Тмастрии Канифольный Клейпаста ТМ И Всем Известная Эмульсия КД Видно Что Применение Нашей Эмульсии Заметно Способствует Сохранению Первоначальной Прочности Бумаги Картона Так Здесь В принципе Видны Сами Графики Зависимости Что Важно Еще Отметить Или какая Особенность У данных Кабу Композиции То что Известно Что Эмульсия КД Снижает Энергию Внутренних Связей По Скотту Это Вот Крайне Правые Два Графика Как бы Верхний Нижний Что Что Касается Каникольных Эмульсий ТМ То Здесь Также Идет Снижение В нашем Случае Особенно Если Обратить Внимание На Целлюлозу То есть Это Получается Верхний Левый График То Здесь Видно Что При Содержании Вещества Примерно 0,4% От Абсолютно Сухого Вещества Идет Заметное Повышение Данного Показателя Причем Даже При Огромном Избытке Конечное Значение Все равно Остается Выше Чем Первоначальное Вот В этом Есть В принципе Основная Особенность Использования Амидов Смоляных Кислот Канифолия Здесь Я Показал Более Визуально Насколько Наша Эмульсия Позволяет Снизить То есть Процент Снижения Первоначальной Прочности По сравнению С какими-то Известными Проклеивающими Веществами Так Например Вот Как бы Видно Что КБ Эмульсия Т Может Снижать Прочность На 22% Чуть Меньше Снижает Прочность Эмульсия КД Это Белые Столбики Красные Столбики Это Наша КБРА Как бы Наше Вещество И видно Что Применение Применение Нашего Вещества Это Красные Столбики Он Заметно Меньше Вот Это Потеря Прочности По сравнению С теми Веществами Которые Используются Традиционно Здесь Просто Представлены Фотографии Которые Показывают Распределение Проклеивающих Веществ Именно Уже Самой Пленки На Поверхности Бумаги И Здесь Видно Что При Использовании Тваз Вот Это Распределение Идет Более Равномерно По сравнению Например С другими Проклеивающими Веществами Данная технология Она Была Не только Разработана У нас На кафедре Но Она Прошла Испытания На Нескольких На Нескольких Предприятиях И В настоящее Время Данный Продукт Производится На Таком Как бы Предприятии Которое У нас Называется ОАО Лесохимик Это чисто Лесохимическое Предприятие По данной Технологии И Дальше Слайд И ОАО Промхимтехнологии Тоже Как бы Белорусское Предприятие Но В отличие От Предыдущей Технологии Данное Предприятие Получает Данное Вещество Уже В виде Готовой Эмульсии С Концентрацией 25% И Это Позволяет Дозирующими Насосами Подавать Эмульсию В Технологический Поток Успешные Испытания И Внедрения У нас Есть На Таком Предприятии Белорусском Которое Называется У нас Альбертин И Здесь Идет Сравнение С Импортной Канифольной Эмульсией Финосайз Финская Эмульсия Канифольная И По сравнению С финской Эмульсией Финосайз У нас Идет Снижение Проклеивающего Вещества На 20% Снижение Электролита На Практически 40% А Идет Повышение Физико-химических Свойств И В настоящее Время Данная Эмульсия Постоянно Используется При Производстве Различных Видов Картона На данном Предприятии Следующее Вещество О котором Немножко Хотел Поговорить Это Вещество Абсолютно Новое Которого Раньше Не Были И Структура Данного Вещества Она Принципиально Отличается От того Что Было Известно До Этого Времени То есть Была Идея Такая Создать Новое Вещество Которое Одновременно Обладает И упрощающим Действием И Гидрофабизирующим То есть По сути Вместо Двух Веществ Мы Сделали Одно Вещество Насколько Эффективно Тут Вопрос Спорный Но Могу Сказать Что На Семи Предприятиях Данное Вещество Уже Непосредственно Используется В промышленных Объемах И Начали Мы С того Что Вообще Идея Создания Была Вернее Мы Отталкивались От того Что Нам Нужно Было Создать Полимер Водорастворимый Полимер На основе Полиамидов И Вести В его Создав Смоляные Кислоты При этом Данный Продукт Он Должен Растворяться В воде То есть Образовывать Идеальные Растворы И Одним Из Таких Веществ Которые Этому Способствовало Это был Диэтилентриамин Ну На первом Этапе Мы Исследовали Свойства Продуктов Модифицирования Смоляных Кислот Канифолия Диэтилентриамином Это Сверху Реакция И Тиэтилентетрамином Реакция Которая Снизу Но В последствии Оказалось Что Применение Тиэтилентетрамина Несмотря на то Что Идеальная Структура Для синтеза Проблема Оказалась В том Что Мы Не можем Синтезировать Подобрать Условия Для синтеза Первичного Монозамещенного Амида А это Условия Является Необходимым Для дальнейшего Создания Полиамидной Цепи Поэтому В качестве Модифицирующего Вещества На данном Этапе Был выбран Диэтилентриамин И были Подобраны Такие условия Модифицирования Смоляных Кислот Канифоли При котором Мы Как раз Таки И получаем Монозамещенный Амид Смоляных Кислот Это По сути Целевой Продукт А Для синтеза Данного Вещества Были Мы Использовали Канифоль Диэтилентриамин И Дикарбоновые Кислоты То есть Молоновая Молиновая Фумарова Янтарно Адипиновая И Основные Стадии Синтеза Данного Вещества Они По сути Заключаются В следующем Первая Стадия Это Получение Монозамещенного Амида Смоляных Кислот И Вторая Стадия Это Непосредственно Создание Полиамидной Цепи Путем Введения Путем Поликонденсации Продукта Который Мы На первой Стадии Получили С Дикарбоновой Кислотой И Диэтилентриамином Это Вторая Стадия Да Пойдем Можно Следующий Еще раз Вот На данном Стадии Представлен По сути Химизм Данного Процесса Здесь Представлена Чуть ниже В конце Структура Данного Вещества И Были Использованы Различные Дикарбоновой Кислоты Дальше Была Проведена Очень Кропотливая Работа Была Получена Ряд Различных Полиамидов С различным С различным Содержанием Смоленных Кислот В структуре Полиамида Они все Отличались Свойствами Растворимостью И так далее И Среди них Был Выбран Один Это Использование Одипиновой Кислоты Красная Срочка Содержания Смоленных Кислот В полиамиде Составляла 15% Необходимо Отметить Что в принципе Варьирование Содержания Смоленных Кислот Оно Может Составлять От 5 До 25% И Особенность Данного Вещества Или структуру Этого Полиамида В том Что Варьирование Количества Смоленных Кислот Которые Можно Вести Структуру Полиамида Оно будет Оказывать То есть Оно будет Усиливать Либо Упрощения Действия Самого Полиамида Или Гидрофабизирующие В данном Случае Если Оставить 15% То в принципе Это будет Упрощения Полиамидная Смола Которая Дополнительно Еще обладает Гидрофабизирующим Действием Так Дальше Здесь Я Показал Насколько Изменяется Повышение Прочности И Гидрофобности Бумаги Картона Изготовленная Как Из Различных Видов Целлюлозы Так Бумакулатуры При Использовании Данного Полиамида И В принципе Этим Показано Что Действие Данного Полиамида Оно по сути Универсальное Поскольку Одинаково Оказывает Упрощения Гидрофабизирующие Действия Как на Первичные Так и Вторичные Волокнистые Полуфабрикаты Дальше В принципе Схема Или технология Данного Производства Она Представлена В виде Блок схемы И справа Вы Можете Увидеть Характеристики Данного Продукта В виде Полиамидной Смолы Технология Успешно Пробирована И Внедрена Уже На Одном Из Предприятий Уже Выпущено В Настоящее Время Более Тысячи Тон Неводной То есть Твердой Смолы Смола Выпускается В виде Раствора С концентрацией Сухих Веществ Примерно 10-12 Процентов На данном Графике Показано Как влияет Или Какое влияние Оказывает Полиамидная Смола На Впитываемость На Разрывную Длину И Энергию Внутренних Связей По Слоту И Прекрасный То есть Есть Три вида Целлюлоза Есть Макулатура И В принципе Было Установлено Что Оптимальное Содержание Полиамидной Смолы В бумажных Массах Составляет Примерно На 0,1% От Абсолютно Сухого Волокна Дальше Мы Попытались Выдвинуть Гипотезу И доказать Ее Мы Назвали Гипотеза Мономолекулярных Слоев Которая В принципе Объясняет Вот это Функциональное Действие То есть Одновременно И упрощающий И гидрофобизирующий На бумагу И картон Дальше Важно Отметить Что Как я уже Отметил Введение Введение Смоляных Кислот Да Оно По сути Оказывает Решающее Действие На свойства Либо На упрощающие Либо На гидрофобизирующие Введение 15% По Кабу Нашему Мнению Это Является Является Оптимальным И Но Опять же Это Вещество Не Заменяет Проклеивающие Вещества Например В частности АКД Поэтому Но Тем не менее Оно Способствует Сокращению Ее Расходов На 15 20 25 30 Процентов В зависимости От Вида Производства И от Ассортимента Бумаги И Нами Было Показано Можно Обратно Что Введение Полиамидной Изготовления Различных Видов Бумаги Начиная От Оберточной Это Крафтмешочная Бумага Различные Виды Картона И так Далее Как Из Первичного Так И Вторичного Сырья А Также Представлены Эффекты Которые Достигаются При Внедрении Этой Технологии Видно Что Во-первых Полностью Замещаются Импортные Упрочиняющие Вещества Во-вторых Идет Снижение АКД Также Мы Абсолютно Как бы Полностью Избавляемся От Крахмала Потому что Не всегда Это Хорошо Особенно В летний Период И Объемы Производства На Одном Предприятии 33 тысячи Тоннов Втором 48 И так Далее Но Как бы Должен Отметить Что Эти Цифры Примерно Уже Полгода За Это Время Естественно Предприятие Значительно Увеличило Объем Производства Бумаги С Использованием Этих Продуктов И Кроме Упрощающего И гидрофабизирующего Действия Данная Полиамидная Смола Еще Дополнительно Обладает Флокулирующим Действием У нас В республике Есть такое Предприятие Мюникс Оно Изготавливает Санитарно-гигиенические Виды бумаги И Внедрение Данной Технологии Или данной Смолы На данном Предприятии Показало Значительное Снижение ХПК Оборотных И источников От предприятия Дальше Дальше Все Вот такие Вот Новые продукты Мы В настоящее время Синтезировали Внедрили На предприятии И Мы считаем Что в принципе Это неплохое Подспорье К тем Химикатам Которые В настоящее время Используются И тем Самым Внедрение Данных Веществ Обеспечивает В какой-то Степени Импортозамещение И Производственную Безопасность Как Как бы Целлюлозно-бумажной Утрасли Так И Способствует Развитию Лесохимии В Республике Беларусь У меня Все Спасибо За внимание Большое Спасибо Вячеслав Леонидович К сожалению Кофе Брейк У нас Отнял Возможность Задавать Вопросы Докладчикам Немножечко Убиваемся Из рекламы Но я думаю Что Вячеслав Леонидович Еще здесь На воскресенье У кого есть Вопросы Можно их Позадавать Спасибо Спасибо Значит Следующий Докладчик Приложается Для доклада Канарский Альберт Владимирович Наш Уважаемый Очень любимый Казанский Коллега Он не пропустил Ни одной конференции И он К нам с удовольствием Приезжает И мы Очень рады Его всегда Видеть Ну а поскольку Его основная Специализация Это биотехнология В сегодняшний день Связанная С сериозом В важном Производстве То я думаю Мы про это Послушаем Добрый день Добрый день Коллеги Очень приятно Вас всех видеть Здравия Полных Энергии Совершенствуют Технологии Бумаги И кордоны Всей отрасли Ну вот Развитие Биологии В середине 20-го столетия Привело Глубочайшим Переменам Не только В структуре Научного знания Но и В его приложении К удовлетворению Потребности Человека Совершенно иное Качество Биотехнических Процессов Получаемых Их с помощью Продуктов Обеспечивающих Использование Разнообразных Принципов Биохимии Букулярной Биологии Генетики Клеточной Нашельшие Применение Производства Вот развитие Традиционных Направлений Дающих Значительный Экономический Эффект Супрождается Развитием И появлением Нанобиотехнологий Которые Уже Сегодня Помогают Решать Ряд проблем Практического Характера И все Смелее Находят В нашу Жизнь Как важнейший Элемент Общечеловеческой Культуры Сегодня Биотехнология Это уже Наука Промышленность И многомиллиардный Бизнес Единственное Направление Организация Объединенных Наций Официально Признала Эффект Технологии 21 века Это Биотехнология Биотехнологии Способствуют Разработке Экономически Обоснованных И технологически Продуманных Процессов В целлюлозно-бумажной Промышленности Биотехнология Повышает Экономическую Эффективность Разрабатывает Экономические Приемлемы Процессы И улучшает Качество Продукции Вот такое Веземье Можно сделать Вот как тут Слайд Это нам Вот так Да Вот так Да Ну чем Привлекательна Биотехнология Целлюлозно-бумажной Промышленности Биотехнологические Методы Принципиально Могут заметно Улучшить Традиционные Процессы Производства Целлюлозной Бумаги Благодаря Специфичности Экологическим Преимуществам Несмотря на Значительные Достижения Применения Биотехнологии В области Здравоохранения Сельского Хозяйства И текстильной Промышленности Применение Биокатализаторов В лесной Промышленности Развивается Крайне Медленно Это связано С несколькими Факторами Более низкой Добавленной Солнечной Продукции В лесной Промышленности Зачастую Еще более Высокими Затратами На биокатализаторы И общим Отсутствием Биотехнологического Опыта В этой Области Надо признаться Ну вот Микроорганизмы И биокатализаторы ЦБП В связи с Потенциальным Биотехнологическим Методом В туманной Промышленности Ученым Инженерам Ведется Активный Поиск Новых Микроорганизмов Микроорганизмов И биокатализаторов Особенно Интересные Организмы Которые Отдельные Компоненты Древесины Прежде всего Лигнина И экстрактивных Веществ И специфические Ферменты Действующие На различные Компоненты Древесины В технологических Условиях В связи С пригодностью Волокнистого Сырья Для биохимологических Преобразований Изучен Разработан Ряд процессов Основанных На биоконверсиях Микроорганизмов В активной форме Или ферментативных Модификациях Вплоть до Пилотного Или промышленного Производства Вот эти Биоконверсии Направлены На улучшение Качества сырья И процессов Обработки Механического И химического Способа Получения Целлоза И производства Бумаги Ну особое Внимание Конечно Следует Вказать На вторичные Ресурсы ЦБП Вот докладчик У нас второй Был Главный Эколог Он подчеркнул Стоит вопрос Отходы Или это Вторичные Ресурсы Ну Наше мнение Вторичные Ресурсы Переработки Растительного Сырья Можно Вполне Назвать Дополнительными Ресурсами Для Биотехнологии А не Основными Биоресурсами Их Применение Связано С комплексом С комплексной Переработкой Растительного Сырья Снижением Антропогенной Нагрузки На окружающую Среду Источниками Вторичных Ресурсов Является Перерабатывающая Производство Лесного И агропромышленного Комплекса Ну Пищевой Промышленности Естественно Химической И легкой Промышленности Привлекательным Вторичным Ресурсом Для Биотехнологии Является Щелока Полученный При Делегнификации Однолетнего Многолетнего Растительного Сырья При Получении Циулоза Вот Как раз Эколог Говорит Что Вроде Того Щелока То ли Это Отходы Какие То Нет Это Не Отходы Это Вторичный Ресурс Пригодный Для Переработки Биотехнологическими Методами Вот Торичные Ресурсы Какие У нас Здесь Есть В принципе Вы Знаете Останавливаться На них Мы Не Будем Вот Следу Казач Сульфидные Щелока Традиционно Используются В качестве Питательных Сред Для Продуцентов Синтезирующих Этанол И кормовой Белок Это Присутствующим В принципе Известно Обратите Внимание На Содержание Глюкозы И Целубиозы Так Это Мы С Вами Следующий Вот Видите Содержание Микроэлементов Сульфидных Щелок И Фойных Пород Содержание Глюкозы Целубиозы Это Как раз Вознейшие Субстраты Для Микробиотехнологических Процессов Однако Из-за Экологических Проблем Технология Производства Целлюлозы Сульфидного Способства Утрачила Своё Сульфидных Способов Для Ленификации Растительного Сырья К сожалению Щелока Этих Производства Содержащие Доступные Углеводы То есть Субстраты Для Жизни Бельси Микроэлементов Биотехнологические Не Перерабатываются Так Вот Сына Моноскарин Нейтрально Сульфидных Щелока Скажем Берёзовы Наши исследования Сказать Что Нейтрально Сульфидные Щелока Образующие При получении Циулозы Из берёзы Содержат Гамма Моносахаров Пригодных Для Биоконверсии Микроорганизмов Биопродуктов Вот На слайде Здесь В принципе Видите Тут В общем-то Интересные Результаты Обработка Нейтрально Сульфидного Щелока Кислотами И ферментами Позволяет Значительно Увеличить В них Содержание Редуцирующих Виществ Обратите Внимание Зависимость Выхода Реза Щелок От Сусловия Обработки Кислотные Ферментативные Методы Обработки Громаднейший Ресурс Следует Отметить Что Ну-ка Что у нас Здесь Вот Следует Отметить Что Отсутствие Биотехнологических Производств Перерабатывающих Микровидским Способом Дешевый Источник Углерода Как его Выявляются Щелока Биопродукты Отрицательно Сказывается На развитии Сельского Хозяйства Сегодня Для сельского Хозяйства Необходимы Отечественные Биопродукты Стимулирующие Рост животных И сохранение Их здоровья Кормовой белок Ферментные Препараты Аминокислоты Витамины Ацербенты Микотоксины В общем-то Полисахариды Сами по себе Очень важны И лигнин Вот Ну Что можно сказать Что в принципе Все вот эти Биопродукты Они так или иначе Увеличивают Самое главное Привесы животных При воспроизводстве Белка Животных Происхождений Которые Для нашего Организма Организма Человека Крайне Необходимы И никакой Своей Так Которую Проповедует Белок Животных Происхождений Никогда Не заменят Вот Дальше У нас Посмотрим О чем Речь идет Ну в общем-то Чем занимаемся Мы И какой Наш Клад В технологии Получения Биопродуктов На основе Так сказать Торичных Ресурсов Ну мы Проводим Исследования Направленные На комплексную Переработку Сульфитных Бисульфитных И нейтрально Сульфитных Щелоков С получением Биопродуктов Для сельского Хозяйства А у некоторых Людат Как раз Мы сделаем Небольшое Сообщение Небольшое Сообщение Ну Проблемы Какие Все-таки Возникают Проблемы Проблемы Вот При переработке Биотехнологическими Методами Щелоков При Биохимической Переработке Щелоков И геронизаторных Летчатки Возникают Проблемы Связаны С углеводным Составом Рассмотрены Выше Щелока Сорер Не только Простые Сохранения Но и Фрагменты Олигосакаридов Большинство Микроорганизмов Используют Микроорганизмов Технологии Не усваивают Олигосахара Не обладают Способностью Ассимилировать Полисахарид Поэтому Олигомер Углеводов Просто теряется Как субстрат Для производства Биопродуктов Поступая В сточные Воды Биопроизвод Никуда Загрязня Образует Ил А Ил Куда Ил на карту То есть Исчезает Громаднейший Ресурс Углеводов Вот Можно на этом Подробно Остановиться Но В принципе Сокращенно Просто Хотелось бы Подчеркнуть Что Как раз Щелока Чем пригодны Что нам Не надо заниматься Гидролизом Древесины Или однолетних Растений Как Лигноциллозного Лигноциллозного Сырья Щелока Содерживают Растворенные Углеводы Так Достаточно Усвоя Достаточно Простой Усвоя Формы Микроорганизмами Так Ну это мы В общем-то С вами Какой-то у нас Слайд Слайд 15 Вот Чем мы Занимаемся Ну Скринингом Микроорганизмов Пригодных Для переработки Вторичных Сус ЦБ С получением Биопродуктов Дрожжей Для эффективной Переработки Щеллаков Поиска Мицелляльных Грибов Для переработки Твердых Вторичных Твердых Вторичных Ресурсов Что нового Предлагаем Биотехнологическую Переработку Вторичных Сус ЦБП Это психроколерантные Дрожжи С получением Белков Получение Молочной Кислоты Культивирование Грибом Ризопуса Резая Культивирование Мицелляльных Гриба Триходерма Резия Штамм М18 Как источника Ферментов Получение Недофитных И лизосферных Бактерий Как удобрения Получение Хитинглюкана Из грибов И дрожжей И внеклеточных Полисакаридов Об актуальности Технологии Вот на слайде Видите Мы так это Реферативно Представили Снижение Экономической Эффективности Производства Дрожжей Как источника Белка И баф Вызвано Чем Эти работы Актуальны Это высокой Энергоемкостью Существующего Производства Ориентация Производства На монопродукт Крайне Опасна В биопроизводстве Особенно В биопроизводстве Высокими Затратами На приготовление Питательных средств Истощением Сырьевых ресурсов Промышленное Применение Дрожжей Рода Кандида Вызывает Серьезные Экологические Проблемы Вот эти Проблемы В производстве Дрожжей Так сказать Существуют Ну вот Обоснование Применения Психотолерантных Дрожжей Биотехнологии Переработки Вторичных Существов ЦВП Именно эти Дрожжи Мы считаем Актуально Использовать Биотехнологии Вот скрининг Дрожжей Скрининг Штаммов Психотолерантных Дрожжей По кинетическим Характеристикам И выходу Биомассы Прикультивививания Питательных Среды Изготовлены Из них Это Используем Промышленность Сульфитных Щелоков И нейтральных Сульфитных Щелоках Перспективных Для производства Питательных Средств И вторичных Ресурсов Переработки Сырьевых Определение Ферментативной Активности Психотолерантных Дрожжей Было нами Установлено Прикультивививание Перспективных Для промышленности Питательных Средах И вторичных Ресурсов Переработки Властичных Сырья Вот это Крайне важно Психотолерантные Дрожжи Заменить Это Кандидо На производстве Это Крайне Считаем Мы Актуально Ну В работе Вот мы Использовали Различные Штаммы Здесь Представлены Вот Здесь Все эти Штаммы Существуют Как таковые Находятся Так сказать Музеи В музеях Так сказать Наших Государственных Их можно Приобретать И развивать Соответственно Производство Вот скрининг Дрожжей Вот Скрининг Дрожжей В общем-то Который Мы провели Здесь На слайде Проведен Скрининг Дрожжей На слайде На слайде На этом Представлен Вот И Что получится В результате Так сказать Исследований Обоснована Целесообразность Применения Психотолерантных Дрожжей Вида Дебарамидз Сканзея И Големис С Фулваланс В технологии Биоконгрессии Вторичных ресурсов Переработки Сульфидных Сульфидных И Что наиболее Интересно Мы считаем Нейтральных Сульфидных Щелоков И Ферментализатов Клетчатки Установлены Закономерности Проявления Ферментативной Активности Психотолерантных Дрожжей Вида Добаваемый Сканзея И Големис У нас При температуре Культивирования 15-25 градусов На питательном Среду Приготовлены Вот как раз Из ферментализатов Клетчатки Хотелось бы Отметить Что сегодня Кандида Культивируется При температуре 35-36 градусов Это оптимальная температура Это громадные Так сказать Энергозатраты А эти дрожжи Позволяют Культивировать При температуре От 15 до 25 То есть Экономия Энергоресурса Вот Дальше Хотелось бы Вам Подчеркнуть Это все Вот как раз У нас Обратите внимание Обратите внимание Здесь вот Увельяной скорости Роста дрожжей Продолжительность Генерации дрожжей Выход биомассы 50% Очень даже Хороший Хороший выход И Так сказать Перспективные дрожжи Перспективные дрожжи Ну я думаю Что Если кого-то Интересует Это конкретно То это все Слайды Можете заполучить Вот И Так что-то Что-то Стало мертво А Есть Ксилоназные активности Вот мы здесь Подчеркиваем Так сказать Так Циллазная Цилобиазная Активность Вот Синтез биомассы Этих дрожжей Здесь подчеркнут Пожалуйста Можете Поинтересоваться Вот Культивируем Дрожжей Рода Рипамид Ферментализация Венциулозного сырья И синтез Неклеточных Полисахаридов Ну а Полисахаридов Полисахариды Так сказать При кормлении Животных Вообще Сельском Хозяйстве Крайне Интересные Такие Продукты Крайне Интересные Продукты Эти Полисахариды Используются При посеве Зерна Так сказать Для повышения Урожайности Для функционирования Всевозможных Так сказать Резосферных Микроорганизмов Которые Симулируют Рост растений И наши исследования Показали Что вот Рипамид Пожалуйста Силлазная Активность Имеют Так Вот Видите Здесь Это тоже Активность Всевозможная А здесь Вот еще у нас Здесь Дрожье Все это Вот Эффективность Культивирования Дрожье Удильный Концентрация Неклеточных Полисахаридов Обратите внимание Синтезируют Неклеточные Полисахариды Крайне Интересные Крайне интересные Продукт для Сельского Хозяйства При кормлении Животных И при выращивании Тех или иных Сельскохозяйственных Культур Ну Вот Можно сделать Такие выводы По этой части Вот Концентрация Неклеточных Полисахаридов Культуральной Житской Неклеточной Дрожьей 30 градусов Тут различные Температурные Режимы Культивирования Представлены При 20 Градусах Вот Можно сделать Вот такие Выводы Которые На слайде Здесь мы Показали Сельскохозяйственные Дрожья При низкой Температуре Энергетически Выгодны Толерантные Дрожья Менее Требуют К стерильности Производства Очень интересный Тоже Вывод Полученный В результате Наших Работ Потому что Микробиологическое Производство Все-таки Требуют Стерильности А при подборе При Вкиннике Дрожьей Мы выбрали Дрожья Которые Меньше Чувствительны К стерильности Утилизируют Олегомеры В левуродах И это источник Белка Жиров Неклественных Полисахаридов Вот Дальше Мы проводили Серьезные Работы С возможностью Синтеза Молочной Кислоты При культивировании Гриба Поезая Так Это Крайне Интересная Работа Интересная Работа Тем что На рынке Сегодня Большой Спрос На молочную Кислоту Которая Как вы знаете Используем Мономер При Получении Биодеградируемых Полимеров Вот На сегодня Молочную Кислоту Принято Синтезировать Получать Используя Крахмал Ну Крахмал Это Такой Продукт Это В общем По пищевой Цепи Это Для Питания Человека Кормления Животных Непосредственно Так вот Наши Исследования Показали Что мы Можем Получать Мы Можем Получать Молочную Кислоту На Щелоках Сульфитных И Тоже Наиболее Интересно На Нейтральных Сульфитных Щелоках Вот Показана Нам Возможность Синтеза Молочной Кислоты Мицелляльным Грибом Резопус Обладающим Целлюлазной И гемицеллазной Активностью Для Синтеза Молочной Кислоты Грибом Наиболее Резопус 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 Объемно Далевные Способы Культивирования Смесением Соответствующих Солей Стимулирующих Рост И гриба Определенно Что при Объемно Далевном Способе Культивирования Гриба Наиболее Среди Процессов Клетка Гриба Продуцента Самое Интересное Вот что Культуральная Жидкость После отделения Молочной Кислоты Может быть Успешно Использована В качестве Питательной Среды Для Культивирования Кормовых Дрожжей То есть Кормового Белка Замкнутый Цикл Рецикл Для Биотехнологии Тоже Карактерный Рецикл И образуется В каких-то Вторичных Ресурсах В данном Случа Мы уже Собственные Вторичные Ресурсы При получении Молочной Кислоты Используем Для получения Кормового Белка В принципе Подобная Технология Она Просматривается У нас На практике Мы получаем Когда-то На сульфитных Щелоках Когда-то Получали Этанол А остатки Сахаров Рецикл Веществ Перерабатывали На Дрожжи Тот Кто занимался Этим Делом Вспомнит И скажет Вот эта Наша работа Она В какой-то Степени Отражает Технологии В нашей Отрезе ЦБП Вот Пожалуйста Такое Так сказать Использование Торичных Ресурсов Ну здесь Вот динамика Изменений ПАШ Более Так сказать Глубокие Исследования Подтверждают Что тут Мы этим Делом Занимались Только Вот Что-то Вот динамика Целулазной Активности Всевозможность Тут мы Само Самого Гриба Этого Вот Выходы От биомассы И молочной Кислоты В зависимости От способа Культивирования Видите Подпекнули Молочной Кислоты 40 с лишним Процентов Отъемно-долюно Это хороший Выход Это Так сказать Утилизация Вторичных Ресурсов Понимаете А Так По большому Счету Все это Сбрасывается Должны Сбрасывать На чистые Сооружения Перевращать В этот Активный Ю Который В общем-то Никому Не нужен Только Создает Проблемы Только Создает Проблемы Так Ну вот Кинетические Характеристики Здесь у нас С вами Так Рост Дорожей Уже На вторичных Ресурсах Ну вот Чем мы еще Занимаемся Мы занимаемся Как ни странно Рабина Галактана Это Тема Моя Так сказать Со студенческих Примен Я когда-то Занимался С профессором Хуторщиком Для гнификации Древесины Лиственницы Моносульфит Сульфитная Споза С получением Циолоза Достаточно Хорошего Ну что-то В промышленности Так этот Способ Никуда не пошел Ну вот Но Мы Экстрагировали Рабина Галактана И тоже С Рабиной Галактаном Тоже Толком Никто не работал И вот Некоторое время Назад Пришла У меня такая мысль Вернуться к этому Процессу Утилизации Рабина Галактана Культивированием Безимедицитных Дрожжей Вот На питатель Среду Из Рабина Галактана В общем Установлено Что мицелляльный Гриб Из опуса Из ай Этот же гриб Обладает В этой Галактезазной Активностью Что я видел С предпосылкой С использованием Рабина Галактана В качестве Субстрата Для синтеза Опять-таки Молочной Кислоты Понимаете То есть В принципе При Делегнификации Лиственницы Как я понимаю Сульфатным способом Все это потом Идет Зажигается Ликвидируется Вот пожалуйста Можно тоже И так же И так же Можем на Рабина Галактане Культивировать Дрожжи Как источника Белка Как источника Белка Вот Ну Грибы И бактерии В принципе Это источники Ацербентов Микотоксинов Так Мы как-то Уже на эту тему И говорили Все Айдар Федорович Немножко Время Подходит Да Сокращаю Все Сокращаю Виноват Виноват Ну здесь Вот Все это Представлено Что мы В общем-то Разработали Ряд Ацербентов Микотоксинов На основе Дрожжевой клетки На основе Клетки Бактериальной клетки Так сказать Так что В общем-то Если как-то Кого-то это интересует Можно все Вам представить Можете Наши публикации Статьи почитать Вот Дальше В общем-то Мы вот Сейчас занимаемся Культивированием Микроводорослей Доневосолина Написанных срезов Из нейтральных Сульфитных щелоков Тема Тоже Крайне Очень интересной Разработки Получаются Хорошие результаты И мы в общем-то Сейчас уже Так сказать На делянке Испытываем Испытываем Все продукты Метаболизма Этих Аквакультур Ну Раз тут У нас уже Время нет Мы тут с вами Так Вот Что Тут Что-то Никак Так Это все Ацербенты Так Ну вот это Наш коллектив С которым мы работаем И проводим исследования Создаем продукты Пожалуйста Все тут Аспиранты Аспиранты Уже теперь Кандидаты Доценты Вот их Можете Почитать наши Публикации Мы поделимся Так сказать Спасибо за внимание Спасибо большое Абберс Владимирович Ну понятно Что биотехнология Это один из Перспективнейших Инструментов Развития Совершенствования Производства Особенно Получение Новых Ценных Обычных Продуктов Так Ну а следующий Докладчик Вот с удовольствием Предоставляю слово Дулькину Дмитрию Александровичу Дмитрий Александрович У нас Старейший Многолетний Партнер Нашей конференции Обязательно Помогает В проведении И всегда Доклады Его вызывают Очень большой Интерес И чрезвычайно Полезно Для Не только Переработчиков Маловакулатуры Но и для Всех Других Производств С удовольствием Послушаем Вас Я последнее Время Все время После Альберта Выступаю И выхожу С мыслью Что Не тем делом Мы занимаемся Люди Занимаются Таким Интересным А мы Совсем Другим Добрый день Очень рад Вас видеть Сегодня Честно говоря Последние Годы У нас Достаточно Напряженные В жизни Были И конечно Очень сильно Не хватает Общения Профессионального Общения Обмена Мнениями Поэтому Вот такие Моменты Такие Встречи Особо Важны Я Коротко Использую Личное положение В служебных Целях Хочу Анонсировать Вам еще Одно Место Встречи У нас В прошлом Году В полотняном Заводе Был проведен Фестиваль Бумажные Сердца Но это Был Такой Региональный Региональное Мероприятие Донесение Что такое Бумага В жизни Человека С проведениями Там всяких Мастер-классов И так далее Нашло Очень большой Отклик У населения Ну В этом году Мы конечно Через неделю Проведем Но Наверное Конечно Такого размаха Не получится Потому что У нас Знаете Там прилеты Постоянные И проведение Крупных мероприятий Нам как-то Не очень Власти Поощряли Но в следующем Году Есть такое Большое желание Все-таки Сделать это Еще одной Площадкой Общения Для бумажников Безусловно Будет И деловая Часть Не только Развлекательная И Мне бы Очень хотелось Вот эту Деловую часть Сдвинуть В Больше В Сторону Решения На мой взгляд Самой важной Проблемой Сейчас Целевизм Бумажной Промышленности В настоящем Времени Проблема Обучения И Проблемы Создания Методической Поддержки И в первую очередь Среднего Профессионального Обучения То что Сейчас я считаю Самое важное Вообще Для нас И то чем Мы можем Оказать Самую большую Помощь Поэтому Заранее Вас приглашаю Это будет Конец августа Перед Сентябрем Ну Кому Эта тема Интересна И кому Это Действительно Интересна Приглашаем Поучаствовать В организации Принять Деятельное Участие В деловой Программе У меня Сегодня Прикладная Тема Не значит Что она Неважная Потому что Это Как я скажу Будет Наверное Уже почти Более чем 15-летняя Работа Она Не закончена Она Продолжается Она Касается Важнейшей Темы Или Сектора Бумажной Промышленности Производства Тароупаковки И Касается Оптимизации Процессов Так Туда Надо Да Ну Вот такая Креативная У нас Картинка Что Такое Производитель Сырья Тарного Картона С точки Зрения Производителя Гофротары Это Соотношение Стоимости И качества И Классический Подход Большего Количества Гофропроизводителей Что Главное Для Сырья Это Его цена Не всегда Является Грамотным И Правильным Как Как Всегда Учили Главное В любом Деле Это Соблюдение Принципа Разумной Достаточности И В том числе И в технологических И прежде всего В технологических Процессах Но Тех компаний Которые Гофротару Или Экономический Эффект Правильнее Сказать Получается На том Конце Всей Цепочки И Ваша Задача Кроме Производства Качественного Продукта Еще заключается В том Что вы Должны Уравновесить Вот этот Эффект С Доходами С Эффективностью Всей Экономической Цепочки Вот такую Работу Мы Собственно Достаточно Уже Давно Начали Как Пример Технологического Сотрудничества С ГАТЭКом Наверное Уже Наверное Лет 17 Как Мы Каждый Год Подписываем Технологические Соглашения О сотрудничестве Это не просто Там Соглашение Это Конкретный План Мероприятий Действий Показатели Которые Мы должны Выявить Которые Мы должны Достигнуть Когда У нас Получаются Результаты Когда Результат Затягивается Но вот Как пример Эффективности Мы в общем-то Сформулировали Что такое Технологичность Тарного Картона Причем Не эмпирически А на совершенно Конкретных Цифрах Какие Должны быть Показатели При Производстве Какие Показатели Тарного Картона Обеспечивают Гофропроизводителю Вот эти Высокие показатели Как по Физико-механическим Показателям Так и По Показателям Технологическим И это уже Как бы Вошло в практику Нашей работы Да Вот такая Картинка Это Как На сегодняшний Момент Происходит Так скажем Разработкой Или улучшение Экономических Показателей Гофропро Ну вот Есть Есть Такая Бизнес Байка По Поводу Гендиректора Дженерал Электрик Джеймса Уэлча Который Каким Образом Снижался Бестоимость Телевизора На Конвейере Он Выходил С Кусачками Выкусывал Там Какой-то Элемент Если Работоспособность Телевизора Не изменяла Значит Его убирали Оттуда Вот Основная Масса Гофропроизводителей Работает Примерно Таким Образом То есть Попробовали Есть Марка Картона Есть Композиция Давайте 5 грамм Сбросим Попробуем Вот Новое Сырье Значит Сбрасывает Получилось Получилось А давайте Еще 5 грамм Еще 5 А не Не получилось Давайте Назад Это Очень Долгий Неэкономичный Способ Эмпирический Хотя Мы все Знаем Что Есть Такая Формула Маки Которая Позволяет С определенной Степенью Вероятности Просчитывать Характеристики И вот Собственно Говоря За Основу Нашего Расчета Безусловно Мы взяли Ее Но это Только Начало Пути Потому Что Возникает Очень Много Вопросов Связанных С Минимальными Средними Значениями С Вариациями С Сети Как по Ширине Так и По Длине Рулона И так Далее И тому Подобное Здесь Мы Показываем Что В общем-то Все это Стоит Денег Поэтому Не все Гофро Производители Могут Себе Такой Серьезный Подход К расчетам Себе Позволить Вот Поэтому В этом Плане Мы Предлагаем Технологическое Сотрудничество Мы Собственно Говоря Сейчас Ведем Его Не только С Готеком А с Некоторыми Другими Начали Уже Вести Это Мы Будем Со Всеми И Здесь Основное Упор Делается На то Что Мы Анализируя Массив Информации О Вашем Производстве О Производстве Гофротары Сначала Вносим Изменения Корректировки Формулы Маки Потому что Понятно Что Эта Эмпирика Она Своя На Кажем Производстве И После Этого Уже Мы Подбираем Соответствующие Композиции Интересные И Выгодные Для Вас И Дальше Внедряем Их На Производстве Ну Здесь Видите Показываем Что Это Не Простое Моделирование Здесь Все Это Связано С Большим Массивом Данных И С Обработкой Как Первичных Данных Так И Потом Математической Обработкой Всего Массива Информации В результате За счет Снижения Вариации Сети Мы Можем Прогнозировать И Проектировать Уже Непосредственно Показатели Гофра Тары Вот Как Один Из Примеров Ну Я Даже Наверное Вот Здесь Остановлюсь Больше Вот Конкретный Результат Сначала Анализа Потом Уже Внедрение У Контрагента Конкретных Изменений Могу Сразу Добавить Что Так Как Мы Последнее Время Приобрели Собственное Производство Гофра Тары Мы Теперь Имеем Возможность И этим Занимаемся Это Моделирование Непосредственно У себя На производстве Результатов То есть Это Не чистое Математическое Моделирование Это И Опробирование На практике И вот Конкретный Пример 55 Грамм Снижения Массы Емкости Вот Экономический Результат И здесь Как раз Вот Я Хотел Больше Основиться Первая На мой взгляд Важная Тенденция Она Не нова Но С каждым Годом Она Становится Все более Актуальна Я всегда Говорю Что Технология Бумаги Это Наука Экономическая Прежде всего Потому что Единственным Критерием Оценки Результата Является Как раз Экономический Эффект На рубль Вложенных Средств И студентам Тоже Говорю Мало Там Разработать Технологию Там Внедрить Ее Нужно Еще Показать И Ее Эффективность Экономическую Своему Руководству Эффективность Представляет Собой Бумажное Производство Но Совсем Не так Как мы Там Трудно Как-то Это дело Идентифицировать Но Если На эту Тему Рассуждать Серьезно То это Действительно Будущее Почему Потому что Технология Бумаги Является Сложным Процессом С применением Большого Количества Физических Химических Процессов И В совокупности Результатов Которых Не всегда Возможно Определить Какие-то Правила И тенденции Человеку Невозможно Но Тем не менее Человеку Так скажем Вооруженному Экселем И Какой-то Там Твоей Матерью Но Если У тебя Есть Соответствующий IT Механизм То Как Показывает Вот Хотя бы Наш Частный Технологический Пример И Другие Примеры О которых Мы Уже Знаем По Прогнозированию Качества Бумаги На Машине По Прогнозированию Возможных Простоев И так То Возможности Технолога На производстве Многократно Увеличиваются И Надо Понимать Что Вот Это Наше Будущее Без Этого Мы Уже Работать Наверное Скоро Не Сможем Ну Вот Наверное Если Коротко Что Хотел Сказать Спасибо Большое Спасибо Как Всегда Увлекательно Познавательно Ой Крайне Полезно Так И Последний Доклад Сегодняшнего Нашего Пленарного Заседания Технологи Самые Лучшие Люди На свете Я их Очень Люблю И Преклоняюсь Я экономист Поэтому я Сейчас буду Излагать Свою точку Зрения И Попробую Рассказать О том Как Можно Решить Некоторые Проблемы Которые У нас Сегодня В отрасли Существуют И Например Переходя К этому Слайду Вы видите Там САЭМС И Центр Системных Решений Я Как экономист Но Я Немножко Бумажник Потому что У меня Есть Предприятие Которое Занимается Производством Пультер Картона Одна Из проблем Которая Сегодня У нас Существует В целом В мире Это Возбрат В хозяйстве Наоборот Именно Отходов Тут Уже Сегодня Говорили Про вторичные Ресурсы Про вторичное Сырье Но Все же У нас Есть И бумажные Отходы Которые К сожалению Попадают Без существования Раздельного Сбора В мусорные Контейнеры И становятся ФККО Это федеральный Классификатор Отходов И Сегодня Мы Как отрасль Как нас Называют Макулатурщики В простонародье В целом В общем-то Мы не перерабатываем Именно отходы А мы перерабатываем Вторичное сырье Теперь это закреплено Законодательно И будет отражено Также Классификатор Вот Но что делать С отходами Их очень много Значит Да И вот надо Пересмотреть Вообще Что же мы Как бы В принципе Делаем И государство Сегодня идет На встречу И пересматривает Вот есть Такие вот Интересные Высказывания Великих людей Что Надо По-другому Взглянуть На некоторые вещи Вот Взгляд На сегодняшний день Там примерно На то Что у нас Сегодня есть Что-то мы возвращаем В хозяйственный оборот Что-то мы не возвращаем В хозяйственный оборот Что-то как бы Безвозвратно теряем Я сейчас говорю О реалиях И о проекте Который Как бы непосредственно Мы сегодня Как центр системных решений Считаем С очень крупным Участником рынка Обращение с отходами Это Региональный оператор У которого 200 тысяч тонн По году Бумажных отходов То есть Это ФКК И только 30 тысяч тонн Они Как-то Так сказать Путем подмеса В хорошую макулатуру Возвращают В хозяйственный оборот Чего В общем-то В принципе Делать нельзя Запрещено Они понимают Абсурдность Того что они делают Это противоправные действия Но в принципе К сожалению Они существуют У нас на рынке Но надо ситуацию Поменять Вот Достаточно большой объем Как бы Вот такого рода Отходов У нас Выпадает Это Хорошее волокно Которое безвозвратно Теряется на мусорных полигонах И его будет больше Потому что С учетом Законодательных изменений Которые у нас С 24 года Наступят Можно сказать Что бумажники Это новые нефтяники Как минимум Российской Федерации Потому что Именно бумажные упаковки Это гарантированно Будет с каждым годом Все больше И больше И больше Мы будем У субститута Такого как пластик Забирать Этот рынок Но Если это все будет попадать В мусорный контейнер Мы не сможем отвернуть Тогда О какой циклической экономике Мы будем разговаривать И вот Появилась идея Как бы Из наблюдений Экономических Китай Запретил С недавних пор Себе Импорт макулатуры То есть Как бы нельзя Продать макулатуру В Китае А можно продать Только обработанную макулатуру То есть Будем называть это Восстановленное Брикетированное Волокно Значит В Если посмотреть на это Вот таким вот образом То вот Крайне нижний Сегмент Этого слайда Макулатура Поступающая с мусоросортировочных станций Обычно содержит много загрязнений Что снижает спрос Соответственно Цену на макулатуру То есть Вот Даже это Опять же В простонародье макулатура Я просто Пытаюсь быть понятным вам На самом деле Это не макулатура Это правда Отходы Это ФККО И для их переработки Требуются Специализированные предприятия И вот сегодня С этим рекоператором У которого Очень большой ресурс Мы Значит Прорабатываем Проект Который Позволит Эту Фракцию Бумажную Трехпотоково На этом заводе Перерабатывать И это будет Один элемент Это будет просто поток Ламинированных Бумаг и картонов Второй Просто картоны Все Абсолютно без исключения И третий поток Это просто сборка Которая Уже Как бы Не поддается Там идентификации Значит Каждый Из этих потоков Будет Сепарироваться На длинное Среднее Короткое И Как бы Уже продаваться Значит Покупать Но С учетом Увеличения Объема Циклической экономики Как бы В нашем сегменте С розовым Промышленности Мы будем Наблюдать Что мы будем Как бы Точно Видеть Некую Деградацию Волокон Вот На Тарных картонах В прошлом выступлении Также передо мной Выступал Грит Санч И говорил о том Что он Считает Постоянно длину волокна Это тоже большая работа Он был Так вот Китайцы Там ставят Многосеточные машины Химизация В общем И прочностные свойства Волокна Теряются С каждым циклом переработки Волокно Которое для тарных картонов Подходит Оно там живет В лучшем случае Шесть раз И если мы Постоянно будем Крутить одно и то же волокно Мы в общем Потеряем механические Свойства Собственно Продукта Под названием Тарный картон Ну и собственно Это отразится На качестве Этой коробки И поэтому Если на входе Сырье Как бы мусор То на выходе Тот же самый мусор Будет Поэтому Сегодня С учетом Увеличения Циклической экономики В нашем сегменте Мы будем Как бы видеть Что количество Как бы волокон Травмированных Которых снижается Бумагообразующие свойства Будет больше Поэтому Наверное практически Это будет у всех Что надо как-то Будет его извлекать Потому что если Дмитрий Александрович Там показывал на слайде Что надо уменьшать Громаж И кофровики Этого хотят И скорость машин То возможно И нет смысла Как бы использовать Какие-то короткие волокна Оставляя их Например В тарном картоне Потому что только Повысит громаж И механику Наверное не повысит Вот Значит Вот квинтэссенция Того что я там сказал Значит это примерно Так как выглядит у нас Обычно Мы всегда Комбинаты Которые циррозобумажные Это очень что-то такое Всегда грандиозное Оно очень большое И Значит Можем ли мы Вот эффективно Захватывать У субститутов Их рынки Там например У пластика Тоже надо пересмотреть Как нам действовать То есть мы Должны быть Маленькими Юркими И так сказать Прозорливыми Вот И поэтому Предлагается новая система Что да Есть большие предприятия Но маленькие предприятия С его бумажной промышленности Должны появляться И это не какие-то Заготовительные предприятия По макулатуре Должны быть именно Маленькие предприятия И вот Про что я хотел сказать Что я как экономист Могу сказать Что там Бывает ли Международная биология Нет А международная математика Нет Так вот И в экономике Которая тоже не бывает Международная Она просто или экономика Или она не экономика Значит можно посмотреть Успешные Так называемые Схемы Ведения бизнеса Я согласен С Дулькиным То что он сказал Что как бы Это все про экономику Почти всегда Потому что Произвести можно Черта лысого Важно как это ты продаешь Потому что если нету Поступления Денежных средств Вообще Зачем тогда производить Так вот Именно от очень Больших предприятий Которые очень важны Это не означает Что как бы Надо гармонизировать И разбавить Нашу отрасль Как бы именно Всякой мелочью Значит Как выглядит Например Система Макдональдса Если просто Переложить Макдональдс Например на нашу отрасль То что мы можем получить Значит Самый дешевый Гамбургер Стандартного качества Лучшая себестоимость Потому что Как бы Он Оптимизирован Как бы производством То есть Огромная мясорубка Представим Что для нас Это огромная варка Или какой-то Очень мощный Узел Массоподготовки На заводе Который там Работает с макулатурой Вот Что же это происходит То есть там просто Делается Эта котлета Она замораживается И потом В правом сегменте Вокруг одного Огромного завода Происходит Распределение Вот этих вот Комплектующих Где потом собирается Там этот гамбургер Или чизбургер И мы его получаем В наилучшем качестве С наилучшей себестоимостью Это победная схема Есть ли такие схемы У наших конкурентов Есть К примеру Себур Они делают гранулу Отправляют ее На очень маленькие предприятия Которые там работают В режиме термопласт-автомата В гараже Победили ли Они у нас как бумажников В части индивидуальной упаковки Да Победили Можем ли мы делать то же самое Можем Есть ли у нас примерно Такие же схемы Да Есть Ну пожалуйста Мы находимся В Архангельске Архангельский ЦБК Делают прекрасную продукцию Ролевую Эту ролевую он продает Всем И в том числе Своему Гофродивизиону Такая же ли это схема Да Такая же Она же прекрасна Она прекрасна Но существует Такая фраза Что деревья не растут До солнца И там До неба То есть есть как бы Предел роста любого рынка То есть мы всегда Предлагаем сегодня Как бумажники Одну и ту же технологию Это технология оригами Вот А в нынешних Тенденциях Когда все хотят Вот это zero waste Ноль отходов Нужно что-то предложить Другое Как бы И эта технология есть Гофра Шикарный материал Но это почти всегда Про квадратное Вот А рынку хотелось бы Чего-то кругленького Потому что в индивидуальной упаковке Такая вот кастомизация Как бы все в природе круглое Такое бионическое Так сказать Квадратного практически ничего нет Поэтому Нужно немножко другую технологию Предложить То есть просто чуть-чуть По-другому Это делать И это такая же технология Как термопласт-автомат Вот Она была изобретена В 1903 году Запатентована Как это делают Как бы американцы Вот Менделеев Кстати между прочим Не патентовал свою таблицу И поэтому во всем мире Никто не знает Что таблица Менделеева Она таблица Менделеева Периодических элементов Она просто таблица Периодических элементов Химических Больше никак То есть Потому что Менделеев Как русский ученый Считал что Его открытия должны Принадлежать миру Вот Здесь то же самое Бог его знает Кто изобрел Как бы важное формование Формование Как бы новых Запатентованных Кейнсом было Значит Я Представляю Вообще этот сегмент Пульперкартона И могу сказать Что если совместить Один большой Завод Вот к примеру Который будет Прерабатывать Именно отходы В брикетированное Волокно То С длинным волокном Понятно кому его продать То есть Кому нужна механика Как бы тот купит Длинное волокно И это прекрасно Со средним Там тоже в общем-то В принципе понятно Но с мелким волокном Которое уйдет Там в СГИ И так сказать Куча других продуктов Ну в общем Оно будет увеличиваться Накапливаться Надо тоже будет что-то делать И Это волокно Великолепно подходит Для как раз Бумажного формования И создания Пульперкартона Потому что изначально Эта технология Жреждилась на переработке Именно газеты Ну а собственно Газеты это ТММ Или в лучшем случае Это ТММ Как раз собственно Короткие волокна Где механика не так важна Потому что там надо Избежать корабления На коротких волокнах Усредненных корабления Как бы наблюдается Меньше всего Поэтому в целом Там эта продукция Сразу улучшается По качеству Так вот Если как бы Применять такие вот Термоформинговые машины Которые практически Абсолютно аналог Термопласт-автомата Вот мы Можем увеличить Уникальную гибкость Этих маленьких предприятий То есть Сегодня это предприятие Работает на целлюлозе Через час После промывки Оно может работать На этом восстановленном волокне И практически кто же может это поставить Оборудование У нас есть целая программа Развития МСП В Российской Федерации Малого и среднего предпринимательства Это у нас проект Такое оборудование Может поставить И любое предприятие Которое гофрой занимается Это возможно Типография Возможно Я могу там бесконечно перечислять Потому что практически везде Это возможно То есть Это очень маленькие предприятия С практически минимальной Массоподготовка достаточной И вообще без очистных сооружений Это не первая категория Как бы Так сказать Не Роспроднозор Никому в общем До них дела нет Вот Уникальная гибкость И многообразие Того что они могут сделать Позволит нам Как бумажникам Как раз Улучшить Такую ситуацию Даже в образовании Потому что мы Можем предлагать Ну как бы Огромную географию Для выпускников Химиков Технологов Например Университета Сафу Потому что он может Работать в любом городе Потому что такое предприятие Может быть практически Абсолютно везде Изделия Которые сегодня Например делает Мой завод Их 190 Этих изделий И что мы только не делаем Значит Почему как бы Этот рынок будет расти Потому что Если уж мы действительно Собираемся забрать У субститута У пластика Что-то То мы должны Ну дать такое же Но только не пластиковое Ну а соответственно Как бы На сегодняшний день Единственная технология Которая может его победить Это как раз Вот именно Производство Кульпрокатона Путем формования На матрице То есть И сушка на матрице Значит Это Смененный полистирол Обсуждение Запрета Которого Вот Идет Прямо Фактически Сейчас То есть Рынок Вот примерно Представляется Таким образом Как бы Если сравнить Российскую Федерацию И Евросоюз Да Мы видим Какие грандиозные Отличия Как бы На сегодняшний день Как бы В масштабе Там Просто в 10 раз Но этот рынок Постоянно растет Таким образом Как бы Мы говорим о том Что мы можем Воспользовавшись Технологиями Которые уже Победные Захватить Этот рынок И опять же Говорю еще раз Гласить Что бумажники России Могут быть Новыми нефтяниками То есть мы можем Быть успешными И богатыми Вот Ну тут Как бы Слайды Именно что Собственно Делаем мы И что Сегодня Наша продукция Она абсолютно востребована Потому что То что мы Делаем Постоянно Вознаграждается Каким-то Общественным мнением Я бы остановился Наверное Вот на Red Dot И рассказал Что вот Именно за Как будто бы Пузырчатую пленку Которую все знают Любят щелкать Мы сделали В виде Вот такого вот Кейса Как бы Для бумаги Но это был Честно признаться Провальный Кейс Мы сначала Сделали это Совершенно для другого И 6 лет Эта форма Лежала На складе Мы не знали Что с ней делать Вот И потом Применили это Вот таким вот образом Что это означает Что бесконечное количество Переборов Вот этих вот форм Все равно приводит Как бы к победе Потому что нельзя останавливаться Движение это жизнь Вот уныние тяжкий грех Ну а у бумажников Есть такая технология С 1903 года Которая может победить пластик И существенно Расширить наш рынок Наполнить зал Новыми слушателями И студентами Которые придут к нам Работая вместе с нами Плечом к плечу Вот Дорогие коллеги На этом я закончу Как бы тут просто слайды Какие картинки красивые Как бы так сказать есть Спасибо за внимание Большое спасибо Геннадьевич Очень интересно Очень полезно Итак Мы с вами Закончили программу Пленарной Сессии Конференции Считаю что Очень хорошо Прошло Наше заседание Вот чрезвычайно Интересные доклады И огромное спасибо Докладчикам всех Что практически все Смогли уложиться В регламент Это очень важно Так Итак Тачиться по Согласно программе Конференции У нас сейчас с вами Обед И продолжаем работу Конференции В 14.00 Здесь же Здесь уже будет Заседание секции Так что Отдыхайте В 14.00 Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы начинаем Работу Сессии И модератором Данной Сессии В отличие от Изменения Программочки Будет Марченко Роман Александрович Исполняющий В обязанности Заведующего Кафедрой Машин И аппаратов Промышленных Технологий Красноярского Университета Науки и технологий Здравствуйте Роман Александрович Вам разды в руки Добрый день Всех приветствую Присоединяюсь к поздравлению Днем лесной промышленности И тогда Наверное начнем Следующий у нас Декласс На тему Технологии Расширенной Сравнительной Характеристики Структурно-размерных Свойств Волокнистых Полуфабрикатов По данным Автоматического Анализатора Волокна Яков Владимирович Вам слово Так Спасибо Значит Вот Дмитрий Александрович Сегодня Во время Своего Блестящего Доклада Доказал Рассказал Что там У нас Многие Решения Делаются С помощью Экселя И какой-то Матери Так вот Мой доклад Будет Примерно Про это Так Мы знаем Что Бумага Это Вот Такой Уникальный Материал Своим Свойством Благодарный Растительных Волокон А сложная Многоуровневая Структура Подтверждает Это Вот Центром Внимания Сегодняшнего Доклада У нас Будет Именно Волокно Как Отдельный Объект Без Углубления В тонкости Его строения Известно У нас Из Учебников Классика Жанра Что Именно Подбором Исходных Полуфабрикатов То есть Составлением Композиции По волокну Придают Различные Свойства Бумаги Также Есть Целый ряд Других Технологических Мероприятий Но Именно Подбор Волокнистых Полуфабрикатов Это Самое Главное И С точки Зрения Как Охарактеризовать Полуфабрикат Наш Волокнистый Начинают Разговоры О структурно Морфологических Свойствах Волокнистых Полуфабрикатов То есть Это Набор Базовых Характеристик Сильной Степени Определяющих Бумагообразующие Свойства Бумагообразующие Свойства Соответственно Уже Определяет Уровень Деформационных И Прочистостных Свойств Готовой Бумаги Понятно Что Для того Чтобы Достигнуть Этого Уровня Свойств Необходимо На производстве Организовать Его контроль И Этот контроль Должен Быть Как На Целлюлозном Заводе От Небеленной Целлюлозы После Варки До Беленной Товарной Целлюлозы Суспензии Направляемой Бумажную Фабрику Должны Знать Что Выпускается Завода И Точно Так же На бумажной Фабрике Нужно Задать Что Поступает И В результате Технологических Мероприятий Что Получается Как Охарактеризовать Как Оценить Как Дать Количественную Оценку Этим Волокнам Эта Задача Понятно Что Бумажниками Была Востребована Очень Давно Буквально С начала Прошлого Века То есть Позапрошлого Века Так И вот До недавнего Времени У нас Что Применялось Или Это Который В сороковых Годах Прошлого Века Был Разработан Очень Удобный Экспресс Показатель Хороший До сих Пор Применяется Или Более Подробно Это Микроскопия С Электросокулярной Линейкой Если Иванова Показатель Экспрессный Очень Быстрый То Микроскопия Требует Очень Больших Трудозатрат Квалификации И так И понятно Что методы Эти Совершенствовались И вот В конце Прошлого Века Появились Автоматические Анализаторы Волокна И вот Сегодня Анатолий Максимович Именно Говорил Что это Оптика Оптические Системы Для Анализа И введения Системы И сегодня Вот Есть Целый Набор Таких Аппаратов Правда Достаточно Дорогие Но тем Не менее Объем Информации Который С них Снимается Огромный И понятно Что Различие Вот этих Методов Анализа Методов Измерения Блок Необходимости Стандартизировать Эти методы И сегодня Действуют Два Международных Стандарта ИСО По определению Размеров Волока На автоматическом Анализаторе Волокна Принцип У них Работа У всех Один То есть Получается Делаются Цифровые Снимки В поляризованном Свете Сильно Разбавленной Волокнистой Суспензии Или в виде Плоского Ламинарного Потока Или Протекающего По капилляру А затем С помощью Программы Распространования Образов Определяются Различные Геометрические Характеристики Волокон Так И собственно Вот и различие Вот в этих Приборах Оно отличается Как получается Ламинарный Поток Разрешение Камеры И степень Интеллектуальности Программного Обеспечения Так Ну мы Свои лабораториями Сами уже Больше Десяти лет Используем Канализатор Волокна Файбертестер И накопили Весьма Значительный Опыт Работы С этим Прибором Значит Прибор Вот буквально Так За пять Минут Выдает Целый Огромный Массив Данных Измеряет До 20 Тысяч Волокон Так И вот Перечень Характеристик Средних Характеристик Средних Зелененьким Цветом Да Разбор А также Характеристики Фракционного Состава По длине По ширине По фактору Формы Так Это все Делается Значит Плюс ко всему Очень важно Не просто Среднее Посчитать Каким образом Посчитать Среднее Так Мы знаем Что бывает Среднее Репетическое Среднее Взвешенное Среднемассовое Так Усредненное Среднее По объему По площади Так То есть Возможностей Расчетных Здесь Огромное Количество Ну и в результате По результатам Анализа Программное Обеспечение Прибора Формирует Отчет Вот Один из Примеров Такого Отчета Где вот Эта вся Масса Характеристика Она пытается Уместиться На одном Экране И действительно Количество Измеряемых Характеристик Просто огромное И если Раньше Нам не Хватало Информации О данных О свойствах Бумагообразующих Структурно-морофологических Свойствах Бумажной массы Целевозных Волокон То сейчас Мы получаем Такое море Информации Что Как бы Яснее не стало Да Все имеем Так И то есть Вся эта информация Хранится в базе данных Можно обратиться И посмотреть Что у нас Какой информации Имеет каждая Из этих волокон Так Ну Но ведь нам Главное Не просто измерить И увидеть цифру Нам Нам важно Сравнить Эту цифру С другой Так Вели новый Полуфабрикат Произвели какие-то Обрабатывающие действия Над целевозами Нужно посмотреть Что получилось Нужно сравнивать Так Есть Значит Особенности Вот этого Агрегата Анализатора FiberTester То что его настройки Задаются До проведения Измерения И так Создается Такой шаблон Проведения Измерений Где мы Отмечаем Галочками Что мы меряем Как считаем И какие Размеры Классов На которые Фракционный состав Будет делиться Он Здесь задается Ну понятно Что если это Хвойная целлюлоза Это один Одно количество Классов И размер Лиственное Другое А травянистое Из недревесного Сырья Это третье Да Универсального Здесь наверное Можно Так То есть Сначала настроили А потом Измерили Измерили Больше перемерить И пересчитать Уже Практически Невозможно Так Ну что Хорошо Сделали Эти разработчики То что Вот результаты Вот эти измерения Можно экспортировать В текстовый файл Вот примерно Так он Выглядит Маленький кусочек Этого файла Так И есть Возможность Импортировать В Excel Эти Вот Данные Так И вот мы По трем Параллельным Измерениям Делаем Такие таблички Считаем Средние Сводим результаты В сводную табличку По этих табличкам Строим график И получаем Прекрасные результаты Вот когда я Где-то раз 7-8 Повторил Вот эти действия Мне что-то Стало грустно Вернее Так А нельзя ли Это дело Как-то Автоматизировать Да То есть Все вот Продвижения Они вообще-то От линии Человеческой Делаются Или От стремления Сократить работы Значит В общем-то По результатам Анализа Файбертестер Формирует файл Содержащий До 890 Измеренных Значений Так Одна проба 890 Цифр Выдается Так И хорошо Что вот Каждому свойству Присваивается Идентификатор Циферка Целочисленная И вот Если мы Собираем Вот эти Все Данные В единую Таблицу Мы получаем Базу данных Так По которой Можем Выбирая из нее Можем проводить Сравнение Так Собственно Вот так вот Выглядит Такая база Напоминаю Что здесь 890 Столбцов Но Они Систематизированы И структурированы Есть Ну Обязательно Нужно заполнить Название Полное Краткое Стиль И тогда уже Можно Для них Работать И когда у нас Есть такая работа Как сформулировал Дмитрий Саныч С помощью Экселя И какой-то матери Мы выполняем Разнообразные Численные Эксперименты Значит Что мы делаем Мы имеем Возможность Определить Сколько Целелоз Мы сравниваем Здесь там От двух до четырех Можно сравнивать Ну Больше Сильно много На одном Графике тоже Нехорошо Получать То есть Мы списком Выбираем То что у нас Есть Так И вот Четыре Оброста Выбираем Здесь Мы сделали Их разного Цвета Чтобы можно было По всем данным Оценить Их изменения Есть Значит Соответственно Собирается Сводная Таблица Все То что нужно Сделать Пользователю Это выбрать Из списка Целеллозу Все Четыре раза Выбрали А дальше Формируется Вот эта Сводная Таблица Посмотрите 18 средних Характеристик И соответственно Предоставляется Разможность Строить график То есть Можно построить 18 диаграмм Раньше В принципе Я так и делал Строил 18 графиков А потом Их куда-то Делал Использовал А потом Возникла мысль А давайте Все-таки Будет один Мы выбираем Что делать Из списочка И делается А потом Когда этот график Скопировали Там Дальше Уже с ним Работать Вот получается Вот такая Сравнительная Картинка И вот Эти графиков Можно накопировать И вставлять И себе Для анализа Пожалуйста Делаем И выбираем И смотрим Длина Ширина Фактор формы Мелочи Любые Из тех 18 характеристик Можно построить Такие графики Следующее действие Это фракционный состав По длине Ширине И форме Волокон Так Вот Настройками прибора Можно определить 15 классов И размер их Задать Так В эти классы Он собирает По 75 классам Длины 50 классам Ширины И 50 классов По фактору формы Есть Так И соответственно Опять же Все эти данные есть Мы выбрали только Образец У нас на графике Отображено Это значение Подписано Что есть Вот из этих графиков Видно Что наверное Больше 4 На один график Выводить Наверное Не полезно Слишком они Похожи Особенно Когда образцы Похожи Лишком плотно Все будет Их непонятно То есть Вот сразу Строится Этот график Все подписано У каждого Свой цвет Цвет проходит Единообразно По всем графикам Есть Так Дальше То что выводит Файбертестер Это вот Фракционное распределение По размеру волокон И мы строим Строится Гистограмма Собирается Изменяет При изменении Выбора Автоматически Сразу все Перестраивается Вот эти граммы Вот такие диаграммы Они еще больше Показывают Что много Образцов Одновременно Сравнивать Наверное Не полезно Слишком такая Густая И непонятная Диаграммка Она будет Есть Так И понятно Что Одновременно Если мы сравниваем Например Хвойную целлюлозу И недревесное сырье То Фракционный состав Будет принципиально Разный Да Есть Вот В этой табличке Есть возможность Настройки Фракционного состава После результатов Измерения Задаем Размер Классов Задаем Количество Классов И это Диаграммки Все Они Сразу же Перестраиваются Так Чем Плоха Вот такая Диаграммка А потому что Размер Класса Разный То есть От 0.2 Миллиметра Вначале Да 0.3 Есть Потом 0.5 1 Даже Полтора Если правильно Строить Такие Граммки То нужно Изменять Еще и Ширину Столбца Они Все Здесь Одинаковые Поэтому Если мы Сами Выбираем Размер Класса То у нас Более Корректные Диаграммки Получаются И более Информативные Есть Так Ну и Наконец Тоже Огромное Количество Цифр Посвящено Двумерным Диаграммам Когда Одновременно Строится Диаграмма Изменения Размеров Объектов По длине И ширине Так Такой же График Строится Собственно Программное Обеспечение Прибора Но там Он один А здесь Мы рядом Их Поставили И сразу Четко Видно Чем Отличается Одна Целлюлоза От другой И По неволокнистым Компонентам Под сосудом Таким образом Вот Созданная Нами Технология Именно Обработки Именно Сравнительного Анализа Она Показывается Что В общем-то Это Достаточно Удобно Так То есть До 4 Образов Выбираем И сразу У нас Автоматически Все Перестраивается Все Красиво Так Вот Вроде Так Все Хорошо А потом Возникает Вопрос А Конечному Потребителю Что Нужно Из этих 890 Цифр Чтоб Сравнить То есть Формы Отчета Для каждого Предприятия Для каждой Лаборатории Вот здесь Еще есть Простор Для Творчества И я думаю Что вы Поможете Сделать Ну Начинается Все С экселя А потом Естественно Можно Подключить Нормальные Программные Системы И сделать Красивую Оболочку Спасибо 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 большое За доклад Яков Владимирович Вопросы Вот здесь Видите Как прекрасно Все рассказали Вопросов Нет Так Тогда Позвольте Объявить Следующий Доклад Называется Визуализация Микроструктуры Поперечного Среза бумаги И картона Это будет Представители Санкт-Петербургского Государственного Университета Промышленных Технологий Дизайна Николай Петрович Медуков Так Доклад Будет Онлайн Сейчас Наверное Нам Подключат Видео А нам Подключат Видео Николай Петрович Слышно Но Плохо Уважаемые Конференты Я Благодарен Вам За возможность Выступить Очень Внимательно Послушал Доклад Якова Владимировича Как раз Сейчас Занимаемся Некоторыми Вопросами Статистики Есть Конечно У меня Вопрос Но Я Его Задам Потом Именно По поводу Файбертестера Можно ли Вот этот Уникальный Прибор Можно ли Его Использовать Не только Для волокна Но еще Для каких-то Других Частиц Например Распределение Мела Тот же Вариант Пробовали ли Вообще Вот это Интересно Но Сейчас Я Можно сказать Продолжение Доклада Распределение Значит Будет По поводу Микроструктуры Волокна И в этот раз Мы Нашу работу Научную Направили На то Чтобы Каким-то Образом Адаптировать Дорогие Методы Ну Именно Электронную Микроскопию Там Ионную Резку Для Визуализации Волокна Каким-то Образом Варианты Упростить Чтобы Наши Небольшие Фабрики Уже Могли Претендовать На Графическую Обработку Или там На прогнозирование Каких-то Ну Не широкого ряда Там Свойств Но еще какую-то Часть Свойств И вот Именно этому Будет посвящен Доклад Я передаю Слово Своему Коллеге Максиму Алексеевичу И он Расскажет Свои результаты Выполненного Гранта Он В прошлом году Выиграл И Как раз Попробует С этим Справиться Максим Алексеевич Прошу вас Уважаемые Коллеги Добрый день Разрешите Представить Вашему Вниманию Доклад На тему Визуализации Микроструктуры Поперечного Среза Бумаги И картона Бумага И картон Это волокнистый Композиционный Материал Который Обладает Физико-механическими Свойствами Обычно Физико-механические Свойства Оцениваются С помощью Специальных Лабораторных Установок Которые Как правило Находятся В крупных Научных Центрах Таких Как В Петербурге В СПБГУ ПТД В САФУ В Архангельске В Екатеринбурге В Казани Небольшие Фабрики К сожалению Для них Это достаточно Проблематично Воспользоваться Данными Установками Потому что Вынуждены Обращаться В эти Центры Эта процедура Занимает Довольно Длительное Время И как правило Стоит Довольно Дорого Например Для того Приобрести Лабораторное Оборудование Для оценки Физико-механических Характеристик Западные Компании Довольно Дорогие Варианты Сейчас Одной Из главных Задач Данной Работы Является Проработка Доступного Недорогого Способа Визуализации Микроструктуры Бумаги Картонов И прогнозирование Физико-механических Свойств С помощью Недорогой Оптической Микроскопии И бесплатных Программ Вопрос Визуализации Микроструктуры Занимаются Практически Во всех Известных Нам Научных Центрах По исследованию Бумаги И картонов В том числе Скандинавы Предлагают Президуализировать Волокно В 3D Формате В Австрии Под руководством Профессора Хирина Представлены Качественные Изображения Микроструктуры Поперечных Срезов Дается Расчет Взаимодействия Волокном Подобные Наработки Известные В Германии В Японии В Канаде Наиболее Близким К нам Таким Центром Является Белорусский Государственный Технологический Университет Также Занимаются Димаги И картонки И оценка Его с помощью Графических Аналитических Программ В нашем Университете Мы предлагаем Создание Высококачественного Изображения Поперечного Среза С помощью Технологии Ионного Травления Электронной Микроскопии Однако Данный метод Достаточно Дорогой И мы также Прорабатываем Возможность Применения Более Дешевых Методов Создания Структуры Таким Образом Целью Исследования Является Импортозамещение Дорогой Технологии Электронной Микроскопии Ионного Травления Допустим Аналогами Доступными Аналогами В виде Оптической Микроскопии Бесплатных Программ Беграфической Обработки Изображения Для достижения Цели Были поставлены Следующие задачи Аналог использования Ионного Травления Установка Для которого Стоит Сейчас Достаточно Дорого От 15 До 20 Миллионов Рублей А то И при нынешней Ситуации Намного Больше Мы предлагаем Создать Шлифовальную Установку В виде Вращающего 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 Со стола С абразивом И распечатанными Держателями Выполненными С помощью 3D принтеров Образец Подружается В эти Держатели И при частоте Вращения 150 оборотов В минуту По 1 Принфот Снимал В течение Несколько Часов Образцы Представленные На рисунке Залитых Композит И предварительно Зафиксированы Прошу Обратить Внимание То что Помимо Образца Бумаги В цилиндре Находится И поэтому Мы можем Оценить Глубину Шлифовки В среднем За 30 минут Шлифовки Мы врезались На 5 микрометров В результате Был получен Срез бумаги На котором Отшетливо Видны области Которые Соответствуют Волокну Следующий Этап Это графическая Обработка Полученного Изображения Поперечного Среза С помощью Программы Image Изображение Переводится В 8-битный Формат Затем Устанавливается Масштаб По диаметру Сферы Которая Также Была Влита В образец Вместе С бумагой После этого Используется Команда Trash Которая Выделяет Область Среза Волокон Фильтрует И мы С вами Получаем Поперечный Срез Высокого Качества Если Зафиксировать Область Среза Через Каждые 5 Микрометров И соединить С помощью Команды Лок Например Автокайд То можно Получить 3D модель Микроструктуры Волокна Волокна Реального Картона Существуют Программы Которые Позволяют Помимо 3D моделирования Волокна Также Оценивать Их Объем Поверхность Их Объем Их Поверхность Площади Контактов Двух Волокон Что Впоследствии Позволит Оценить Целый ряд Физико-механических Свойств Например Твористость Плотность Шероховатость Активную поверхность Физико-механические Активную поверхность Физико-механические Характеристики По количеству Контактирующих Зон И так далее В целом Можно отметить Что микроструктура Позволяет Оценить И сырье Например Мы можем Увидеть Размеры Волокон Их Целостность Фибрилляцию Их Среднее значение Длины Ширины Грубости Волокон Также Можно Оценить Неравномерность Сформования Одного Ленецких Слоев Многослойного Картона Не совершенствуется Работа батареи Гидроциклонов Что впоследствии Является Причиной Наличия Крупных Включений В микроструктуре Не совершенствуется Работа Напорного Ящика Которая Приводит Неравномерность В формовании Бумаги И картона Также Не совершенствуется Работа Формующих Частей Машины Которая Приводит Неравномерному Распределению Толщины Бумажного Полотна И так далее В заключении Хочу отметить Что представленный Цифровый метод И прибор Для контроля Качества Бумаги И картона Позволит Большому количеству Бумажных Фабрик Небольших Бумажных Фабрик В какой-то Степени Просто и Недорого Оценивать Свою Продукцию Так как В работе Используем Недорогая Оптическая Микроскопия Подробные Свойства Которые Можно Оценить По Инфраструктуре Можно Посмотреть В материалах Заявки На Патент Номер Патента Спасибо За внимание Если Есть вопросы Отвечу Спасибо Большое Максим Алексеевич Вопросы Вопросов Видимо Нет Так Но Приглашаю Следующего Докладчика Александр Владиславович Гурьев Северный Арктический Федеральный Университет Имени Михаила Васильевича Ломоносова Добрый день Уважаемые Коллеги Тема Моего Доклада Видна Вернее Доклада Нашего Небольшого Научного Коллектива Это Вопрос Связанным С Очередным Новым По крайней мере Для нас Методом Анализа А именно Методом С-тест Или С-тестер Который В общем-то Многие Об этом Знают Является Долгожданной Наверное Альтернативой Известному Методу СМТ Для Флютинга Так Извините Помогите Помогите Пожалуйста Можно переключить Ну ладно Пока Переключаемся Продолжу Говорить Итак Ну Постоянные Участники Конференции В общем-то Знают Что И помнят Что Подобный Доклад Посвященный Этому Методу Был По-моему Два раза Уже Представлялся Томасом Ферстом Ну и в частности На предыдущей Конференции Но Мы В общем-то Получили Возможность Тоже Заниматься Этой Проблемой Начиная С 2021 Года С тех пор Когда у нас В университете Появился Тоже Прибор Позволяющий Измерять Данный Показатель Лаборатории Коллеги Помогите Пожалуйста Спасибо Ну И так Повторюсь Что Сейчас Как мы все знаем Основным методом Для определения Сопротивления Плоскостному сжатию Гофрированного Образца Или Гофрированного Картона Является метод Конкора Медиум Тест Который Известен Порядка 70-80 лет И является Основным Для Прежде всего Производителей Флютинга Но Сразу же Отмечу Что для Потребителей Флютинга То есть для Гофрадарных Производства Этот метод Редко Используется Как метод Входного Контроля Но в силу Известных Ограничений Которые Связаны Прежде всего С необходимостью Иметь Специфическое Оборудование Прежде всего Лабораторный Гофроанализатор Сдержатель Для приготовления Образцов Специальный Скотч Или клейкую Ленту Ну и Соответственно Испытательный Пресс Который Наряду Наряду С другими Методами Определения Сопротивления Сжатию Также Необходимо Иметь При этом Метод Как вы знаете Стандартизованный Здесь Представлены Основные Ссылки На Международные И российские Стандарты Пожалуйста Дальше Опять же Методы Метод СМТ Имеет Недостатки Позволю себе Их Повторить Которые В общем-то Очевидны А именно Он достаточно Продолжителен За счет Времени Для подготовки Испытания Образцов Известно Что Он Существенно Зависит От Методических Субъективных Погрешностей В частности Фактора Клейка ленты И Квалификации Вабаранта Кроме Сжатие Происходит Сверху Вниз А не Фоскости Гофрослоя Как это Вообще-то Говоря Необходимо С точки Зрения Просто Физики Испытаний При Испытаниях В зависимости От качества Приготовления Образца Зачастую Возникает Явление Так называемого Падающего Гофра Она здесь Проиллюстрирована Ну и Наконец Во всех Случаях Лабораторные Гофро Образователи Работают Обычно С Гофром А В то время Как Производители Гофрокартона С Гофром А Сейчас Практически Не работают А работают С Гофрами Б С Ну и Дальше До Микро Гофра До Любого Например Ф Н И так Далее Ну и В общем-то Очевидно Что Альтернатива Необходимость Какого-то Альтернативного Метода Достигла Появилась Достаточно Давно Дальше Пожалуйста Ну и Соответственно Такой Альтернативой Стал Предлагается Метод При помощи С-тестера Когда Сжатие Образца Флютинга Происходит Так называемом С-образном Состоянии Которое Возникает Путем Изгиба Образца Длиной 4 мм В зажимах Прибора Соответственно Внешний бит Прибора Рисунок Как это Происходит При работе С этим Прибором И вид Экрана С отчетом Представлен На слайде Коллегами Которые На которые Я уже Ссылался И ссылки На которые Есть Публикации В сборнике Материалов Конференции В общем-то Параллельно И неоднократно Было показано Что Метод Который Предлагается С-теста Он Очень хорошо Коррелирует С СМТ Но Не с Абсолютным Значением А если Брать Так называемое Первое Плато Сжатия То есть Если Брать Фиксировать Процесс Сжатия При приложении Нагрузки По методу СМТ То Значение Сжатия Ньютон На первом Плато Оно Хорошо Коррелирует Со значениями С-тестера Ну Это Повторяю Было Неоднократно Продемонстрировано Следующий Слайд Пожалуйста Рост Ну Мы Со Своей Стороны Решили Это Тоже Проверить Ну И В течение Последних Полутора Лет Были Испытаны Разные Образцы Это Они Здесь Зашифрованы Под Производителями Один Два Три Четыре Ну Скажу Что Первый И второй Производитель Это Первичный Полуцеллюлозный Флютинг Соответственно Третий Четвертый Это Макулатурный Флютинг Ну И Мы Постарались Охватить Максимальное Количество Массы Значение Массы Одного Метра Квадратного Как того И другого Видов Флютинга С тем Чтобы Ну Во-первых Расширить Диапазон Измерений Диапазон Возможных Значений С тестера Ну И Соответственно Параллельно Этому Диапазон Измерений Сопротивление Плоскостного Сжатию Гофрированного Образца Сопротивление Торцовому Сжатию Гофрированного Образца Ну И Также Других Показателей В частности Там Сопротивление Извините Жесткости При растяжении Деформации И так Далее Ну И Кроме Того Идея Заключалась В том Что большое Количество Массы Метра Квадратного Образца Нам дает Возможность Перевода Значений Всех Исследуемых Характеристик Ну И С тестера В том Числе В форму Индексов И тем Самым Дает Возможность Как это Обычно Делается Уйти от Прямого Влияния Массы Одного Метра Квадратного И через Это Попробовать Провести Корреляционный Анализ Ну Опять же Прежде всего С плоскостным Сжатием Пожалуй Следующий Свет Соответственно В течение Довольно Длительного Времени Эти Испытания Образцы Были Нам Предоставлены Коллегами Из предприятия Испытания Проведены Ну И В табличке Здесь Выборочно Представлены Отдельные Результаты С тестера Первый Столбик В сопоставлении С абсолютными Значениями СМТ И сопротивление Торцовому Сжатию А также Оценочные Расчетные Значения Относительные Погрешности Измерений Для каждого Случая Ну Для того Чтобы Просто Сопоставить Как Ну На первом Шаге Какова Была Стабильность Значений С тестера Ну И соответственно Даже Такой Беглый Анализ Здесь Показывает Что Относительные Погрешности Значения С тестера Для всех Видов Флютинга Которые Мы Апробировали И в общем-то Для всех Видов Массы Одного Метра Квадратного Кроме Того В сборнике Там Есть данные Для всех Испытанных Значений Массы Одного Метра Квадратного Они Ну Скажем Так Примерно В два Раза В среднем Выше Эти погрешности Чем У Стандартизованных Используемых Показателей Оценки Сопротивления Сжатию Флютинга Пожалуйста Дальше Далее Был проведен Стандартная Была проведена Стандартная Процедура Корреляционного Анализа Ну и опять же Повторюсь Нас прежде всего Интересовала Корреляция С сопротивлением Воскосному Сжатию Ну и сразу Мы это делали В виде Индексов То есть И те и другие Показатели Переводили в индексы Ну и соответственно Проводили Корреляционный Анализ Соответственно Уровень Значимости Коэффициентов Корреляции В зависимости От объема Выборки В каждом Случае Представлен В крайнем Столбике Ну и как мы видим В общем-то Для всех Видов Образцов То есть Для всех Производителей Отдельных Для Флютинга Первичного Для флютинга Макулатурного Коэффициент Точнее Не совсем Не совсем Корректно Далее Далее Поскольку Поскольку Дальше Тем более, что мы это делали, опять же, в сопоставлении, извините, с СМТ. Ну и вот здесь варианты для масс-метра квадратного 112 грамм представлены. И в качестве границ представлены границы плюс-минус 2 сигма, как это обычно представляется. Ну, опять же, чисто визуально видно, что СМТ, как показатель контролируемый, как показатель привычный и так далее, он имеет существенно более низкие границы. Да, здесь они представлены в сопоставимых единицах, то есть СМТ выражено не в ньютонах, а в дециньютонах. Это прописано. Но отклонение, в общем-то, как мы видим, ниже. Дальше, пожалуйста. Следующий шаг, который с нашей точки зрения важен, при подходе, при движении в сторону, скажем, дальнейшей стандартизации показателя СТС, это попытка определить форму зависимости гистограммы распределения, ну и, соответственно, закона распределения, ну, опять же, в сравнении с тем же самым для плоскостного сжатия. Соответственно, в поперечном направлении, ну и дальше будет в машинном направлении, ну и с определением расчетных характеристик кривой распределения. Здесь я выражаю благодарность Владимиру Казакову за то, что он нам помог, предоставил свою разработанную программу для оценки формы и параметров распределения. Ну, эти данные тоже получены буквально недавно, пока являются, скажем так, базовыми, не буду их слишком сильно комментировать, времени, наверное, уже мало. Но единственное, скажу, что мы здесь достаточно большой объем данных нам удалось использовать, то есть, в частности, в поперечном направлении было в одной выборке использовано 100 значений измеренных эстестера и 64 сопротивления плоскостному сжатию. Почему разные? Потому что образцы для определения сопротивления плоскостному сжатию, соответственно, в несколько раз больше, да, база испытаний, чем у эстестера. Дальше, пожалуйста. То же самое касательно полосы, которая в продольном направлении. Ну, тоже мы видим, что здесь большое количество испытанных значений из эстестера. Я пока не буду, наверное, давать комментариев по статистическим характеристикам. Единственное, что скажу, что форма кривого распределения, ну, по крайней мере, вот расчетная форма кривого распределения у эстестера, как мы видим, это левый рисунок, она, ну, скажем так, отличается от нормального, в отличие, например, от СМТ, где, ну, кривая расчетная построена, по сути дела, идеально соответствует форме нормального распределения по закону ГАУСС. Дальше, пожалуйста. Ну, и общие, так сказать, выводы. Мы, в общем-то, ну, скромно, не скромно, но впервые в российской практике провели оценку данного показателя. Ну, не могу не сослаться на то, что нам в этом помогла программа Министерства образования, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по обновлению приборной базы, в которой мы попали в 2019-м, по-моему, году, и в связи с этим нам удалось приобрести прибор для ИТЦ, биоресурсы. Были получены представительные значения характеристики эстест в широком диапазоне изменений массы метра квадратного, ну, практически мы охватили сегодня весь громаж флютинга, ну, может быть, за исключением самого тонкого, да. Вот. В общем-то, выявлены высокие степени взаимосвязи между эстестом и показателями СМТ в поперечном направлении, в форме индексов с получением коэффициентов корреляции на уровне 0.93-0.96. Вот. Ну и, кроме того, то же самое мы получили и для объединенной выборки. Ну и в качестве последнего заключительного, так сказать, вывода, позволю себе предположить или порекомендовать, может быть, что все следующее сегодня, и, в частности, Дмитрий Александрович об этом немножко касался в своем докладе, потребители флютинга, ну, то есть гофротарные производства, они входной контроль по СМТ практически никогда не проводят, ну, в силу того, о чем я говорил раньше. С нашей точки зрения, если идти по пути все-таки дальнейшего продвижения этого показателя, то у потребителей гофротары в перспективе появляется хороший, быстрый, информативный показатель, который позволит, ну, если это необходимо, конечно, проводить входной контроль качества флютинга, ну, естественно, при работе с поставщиками, то есть не во вред поставщикам, а для того, чтобы в дальнейшем оптимизировать технологию и качество. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Александр Владиславович. Вопросы? Тогда я предлагаю, приглашаю следующего докладчика, Мария Олеговна Кашина, перс-канцеллюзовый бумажный комбинат, доклад, метод климатических испытаний, гофрокартона. Мария Олеговна, вам слово. Добрый день, дорогие участники конференции. Меня зовут Мария Кашина, представляю отраслевой исследовательский центр группы предприятий ПЦБК. Тема моего доклада – метод климатических испытаний гофрокартона. В данной работе описан метод, который моделирует хранение гофроящиков в условиях влажной атмосферы и складов. Актуальность темы заключается в увеличении спроса на картонную тару из макулатурного сырья с различными свойствами. Особенностью бумажной упаковки заключается в активном взаимодействии с влагой окружающего воздуха. Параметры среды способны коренным образом изменить свойства тары и приводят к нестабильности размеров, изменению формы, изменению механической прочности упаковки. Чтобы смоделировать агрессивные условия, предлагается подготовка образцов в активном эксикаторе. В ходе испытаний образцы гофрокартона выдерживали в активном эксикаторе, который состоит из следующих комплектующих. Стеклянный эксикатор диаметром около 25 см, крышка с центральным отверстием, внутрь помещен вентилятор, а также внутрь эксикатора заливается насыщенный раствор 12-водного гидрофосфата натрия. Условия выдержки в активном эксикаторе. Влажность воздуха 95%, температура 23 градуса. Интервал выдержки от 10 до 60 минут. В течение данных этапов происходит акклиматизация. Приспособление упаковки к новому климату. После кондиционирования определяли показатели прочности и влагосодержания образцов. Далее визуально представлены полученные в ходе анализов показатели. На данном графике показано, как меняется влажность гофрокартона с течением времени. Наиболее быстрый набор влаги происходит в первые 15 минут и далее замедляется. Через 30 минут влажность гофрокартона достигает 13-14%, что соответствует хранению в прохладном влажном складе. Быстрый набор влаги гофрокартоном достигается благодаря интенсивной циркуляции воздуха, который обеспечивается за счет вентилятора. Образец с гофрированным слоем из первичного волокна набирает влагу меньше, чем с макулатурной бумагой. Отсюда видно, что помимо влагосодержания и температуры на равновесное влагосодержание бумаги влияет также композиционный состав по виду волокон. Чем ближе волокна по своему составу к чистой целлюлозе, тем меньше при разных условиях влагосодержания бумаги. На следующих графиках видно, как меняются показатели, но уже с течением времени. Можно отметить, что показатель ЕСТ выше у образца с гофром B, а показатель структурной жесткости выше у образца с гофром B. По результатам проведенных исследований определено, что показатель структурной жесткости гофрокартона более правильно отражает поведение гофроящиков в штабелях на складе, чем показатель ЕСТ. Далее показано, как меняется показатель ЕСТ, но не от времени выдержки в эксикаторе, а от фактической влажности воздуха. При увеличении влажности сырья показатель сопротивления торцемовому сжатию вдоль гофров ухудшается. Наибольшее снижение наблюдается при увеличении влажности с 8 до 13%, а затем наблюдается более плавное снижение данного показателя. Итогом данной работы является новый метод проведения климатических испытаний при повышенной влажности воздуха. Метод позволяет моделировать условия хранения гофротары во влажных складах, правильно подбирать сырье для конкретных условий хранения. Время выдержки оптимальное составляет около 30 минут. Данный метод также можно использовать для анализа флютинга, бумаги для гофрирования. Также можно испытывать и на другие показатели сырье, такие как сжатие на коротком расстоянии. Мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мария Олеговна. Вопросы? Вопрос вижу. Как раз таки вот выдержка во влажном складе. У нас температура, у нас влажность 95% в эксикаторе. Мы таким способом просто быстро достигаем увлажнения гофрокартона. Так как на складах влажно, и это мы добиваемся не в течение суток или месяца, а в течение очень короткого промежутка времени. Это может достигаться в течение месяца, данная влажность. Можно различные сроки хранения моделировать. То есть в зависимости от исходной влажности, которую нам нужно получить сырья. Мы именно здесь оценивали свойства сырья при увеличении его влажности. Нет, к сожалению. Ну, возможно, таким методом в дальнейшем оценить. Еще вопросы? Спасибо большое тогда. Так, ко мне тогда позвольте пригласить следующего докладчика. Мария Михайловна Высоченкова, если правильно произнес фамилию. Нет? Извините тогда. Доклад «Корреляция характеристик степени адиотропной бумаги, измеренных неразрушающими и разрушающими методами». Все, Мария Михайловна, Вам слово. Так, слышно, да? Ничего не нажимаешь. Бумага – это листовой материал. Настойно-растительных волокон различного происхождения и способа обработки. Растительные волокна связаны между собой силами поверхностного сцепления и могут содержать проклеивающие вещества, минеральные наполнители, пигменты и красители. Бумага и картон по своей природе обладают неоднородной, неизотропной структурой. Неоднородность структуры бумаги визуально определяется при рассмотрении листа бумаги на просвет и наблюдаются флокулы и промойны различных размеров. Соответственно, неравномерность структуры должна вызывать нестабильность. Уважаемые коллеги, я предлагаю начать. Времени у нас на самом деле не так много, как есть. И первый доклад, который сегодня будет в нашей новой секции – это Сергей Алексеевич Анатольевич, Лига переработчиков Макулатуры. И доклад у нас будет онлайн. Пожалуйста, включайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подозреваю, что он тоже ушел на кофе-брейк, но я думаю, что стоит... Коллеги, меня слышно? Да, да, вас слышно. Да, у меня до этого отсутствовал звук. Я, в общем-то, могу приступить к презентации. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. И я хотел бы обсудить тему, на мой взгляд, первостепенной важности на сегодня, которая во многом меняет ландшафт нашей отрасли. И это, собственно, глубокое влияние расширенной ответственности производителя на саму структуру нашей промышленности. В том числе на разработку и внедрение новых технологий. Но мы посмотрим на этот вопрос именно с точки зрения государственного регулирования. И как это государственное регулирование способно менять, в общем-то, и скорость развития технологий, их ускорение, замедление и так далее. И в том числе мы рассмотрим те, на мой взгляд, беспрецедентные возможности, которые открываются благодаря принятию поправок закона об отходах производства и потребления в части реформирования РОП. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, повестка по замещению пластика в упаковке, в посуде, в других изделиях на альтернативы, это, в общем-то, часть глобальной повестки. В 2022 году 175 стран уже подписали соглашение о необходимости как раз найти способ, как остановить глобальное загрязнение пластика. И в этом году проводятся консультации по выработке договора, который до конца года должен быть принят, о том, каким образом добиться сокращения загрязнения пластика на 80% в 2040 году. И в этом году вышел отчет программы ООН по окружающей среде. И одной из рекомендаций, из основных рекомендаций по достижению этой цели является как раз замещение некоторых видов пластиковой упаковки другими материалами, включая бумагу. И причина этого тренда, она в том, что необходимо сделать пластик цикличным, но это далеко не всегда получается, не для всех типов пластика. А переход к экономике замкнутого цикла, это, в общем-то, одна из основных задач для многих стран мира, в том числе для Российской Федерации. Следующий слайд. Замещение изделий из пластика изделиями из бумаги и картона, в том числе в части упаковки и посуды, это в том числе и одна из задач правительства, поставленной президентом Российской Федерации в этом году. В этом году вышло соответствующее поручение, в котором прямо указана необходимость замещения пластиковой упаковки посуды на бумажные. И, собственно, это является частью общей стратегии по переходу к экономике замкнутого цикла и в Российской Федерации. Следующий слайд. Почему государство во всем мире и ООН видит в этом необходимость? В замене пластиковой упаковки, пластиковой посуды на бумажные. Потому что бумага, как всем нам известно, она один из наиболее приоритетных материалов для экономики замкнутого цикла. Благодаря возобновляемости этого ресурса, очевидно, при необходимости эффективного лесопользования, благодаря тому, что этот материал относительно легко переработать. И последние исследования показывают, что количество циклов переработки может быть достаточно высоким не только для короткого волокна, для таких изделий, как пульпер, картон, но и для прочих видов изделий. Очевидно, при определенном развитии технологий. Ну, опять же, бумага – это единственный биоразлагаемый материал, ну, как и другие растительные полимеры. И это делает этот материал наиболее востребованным в части экономики замкнутого цикла. Даже на самом деле в последнее время говорится не только об экономике замкнутого цикла, но о биоэкономике. То есть мы говорим о циклах, которые существуют и наблюдаются в природе, но при этом мы используем и биоматериалы. Следующий слайд. Ну, собственно, отрасли, в которых будет отсутствовать прогресс в увеличении цикличности, то есть уровня переработки, они будут подвергаться дополнительному регулированию со стороны государства. То есть будут воздействовать, применяться определенные экономические инструменты. Одним из основных, безусловно, является расширенная ответственность производителя для того, чтобы увеличить эту цикличность с помощью развития технологий, с помощью развития технологий сбора и так далее. Слева мы видим, в общем-то, существующую модель в цивилозно-бумажной промышленности. Этот уровень цикличности, он по упаковке сгофрированного картона уже достигает 75%, в целом, по данным Центра системных решений, это 63%, а справа представлен рынок упаковки, например, из пененого полистирола в качестве примера нецикличной отрасли. Как раз переработка такого материала, в общем-то, как в России, так и во всем мире она отсутствует, если мы говорим именно об отходах. Следующий слайд. Ну, в общем-то, здесь представлены лидеры, можно сказать, экономики замкнутого цикла и то, как они экономически регулируют и стимулируют использование тех или иных материалов упаковки. Если мы берем, допустим, Нидерланды, ставка платежа на упаковку из бумаги и картона 22 евро за тонну. Если мы берем ставку по пластику, то это 670 евро за тонну, то есть в 30 раз больше. Для картонной упаковки для напитков там 21 раз больше. Если мы говорим именно не о проклейках, а именно о других материалах, таких как пластик и так далее. Кстати, в этом направлении это позволяет стимулировать инновации для того, чтобы переходить к материалам бумажным, но способным в том числе выступать в качестве контейнера для жидкости. И, соответственно, мы видим попытки стимулировать именно использование материалов, которые действительно являются цикличными. Если мы говорим о Дерландах, то там эта ставка экологического сбора, она постоянно снижается. То есть если год назад она была, допустим, 40 евро, дальше она становится 22 евро. И то же самое может быть использоваться в Российской Федерации. Если мы берем какие-то материалы, например, упаковка из гофрированного картона, то если ситуация в этом секторе достаточно благоприятная с точки зрения циклической экономики, то эта ставка должна снижаться по мере развития сбора. А для других материалов она должна быть гораздо выше. Следующий слайд. Собственно, здесь представлены и другие экономические инструменты, кроме РОП. Это и требования к экодизайну, запреты, ограничения на использование тех или иных материалов. И далее я немного упомяну о том, какое регулирование разрабатывается в этом направлении. Будет регулироваться плата за хранение отходов, развиваться депозитная система, которая, в общем-то, в Советском Союзе активно использовалась. И сейчас мы, в общем-то, возвращаемся к тому же самому, но не в отношении отходов бумаги и картона, а в отношении других видов отходов. Следующий слайд. Мы в Ассоциации изначально видели цель реформирования системы РОП в наращивании доходов отрасли, в том, чтобы обеспечить рост внутреннего рынка бумажных изделий, повысить конкурентоспособность производителей бумаги и картона, изделий из них на рынке за счет вытеснения, в том числе, субститутов. Прежде всего, это пластиковая упаковка, посуда и другие изделия. И именно в условиях стагнирующей экономики, именно регулирование становится тем толчком, который способен стимулировать замещение, выход на новые рынки, развитие технологий и так далее. Следующий слайд. Много слайдов, поэтому я буду короток. Так, собственно, если рассмотреть вопрос внедрения РОП в секторе упаковки, используя метод принятия решений квадрата Декарта, то становится очевидным, что если это происходит, то мы получим трансформацию рынка с ростом потребления цикличных упаковочных решений. И прежде всего из растительных полимеров. А вместе с этим, безусловно, будет и общественное благо в виде сокращения захоронения отходов и снижения негативного влияния на окружающую среду, в том числе на человека. Также это приведет к снижению потребления излишней упаковки, росту инноваций, в разработку цикличных и минимальных повеса упаковочных решений, о чем, собственно, далее мы и поговорим. И если мы говорим о переносе ответственности на производителей упаковку, то у нас также не будет фиктивной отчетности об утилизации, уклонении от ответственности производителей товаров в упаковке и, собственно, административной нагрузки на миллионы товаропроизводителей. Следующий слайд. Теперь вот как раз о том, насколько это влияние РОП может быть заметным. Если мы возьмем Германию и сравним распределение рынка упаковки по материалам в 90-м году, в 94-м году, буквально спустя 4 года после внедрения РОП, то мы заметим, что рынок пластиковой упаковки существенно снизился. В это же время рынок доли, вернее, бумаги и картона упаковки, она существенно выросла. Вот. Жизненная упаковка тоже существенно прибавила, но если процент наношения, наверное, пожалуй, даже больше. Следующий слайд. Теперь о том, что необходимо четко понимать, что уровень поступления средств в систему РОП в Германии уже на третий год превысил 2 миллиарда евро. И он, в общем-то, на этом уровне долго сохранялся, потом этот уровень начал снижаться. Но уже даже в первый год это практически была сумма больше 1 миллиарда евро. В России, если говорить об экологическом сборе, то в первые годы собирались, ну, как видно на графике, сотни, сотые доли миллиарда. При этом, по оценкам даже Ассоциации товаропроизводителей, 97% субъектов регулирования уклонялись от ответственности. И, в общем-то, этот недостаток и призвано как раз исправить новую систему. Следующий слайд. Теперь о том, как влиял РОП как раз именно на то, чтобы больше производилось легких громажных картонов. По мере распространения РОП по всей Европе, именно РОП касался прежде всего в 90-е годы, и даже большую часть 2000-х, именно сектора упаковки. К чему это привело с точки зрения технологии? Вот по оценкам Европейской Федерации производителей гофрокартона, с 2005 по 2020 год снижение веса гофрокартона год к году составляло в среднем 0,4%. И подтверждением того, что причина этого была прежде всего РОП, это то, что если мы берем 2000-е годы в США, то средний вес гофрокартонов в моменте был выше на 20%. И только лишь целенаправленные действия по выводу новых мощностей, по выпуску так называемых легких громажных картонов и, в общем-то, модернизации мощностей, они, в общем-то, более-менее выровняли эту ситуацию. На самом деле, если мы сравниваем ту же ситуацию с Японией, где РОП, по сути, отсутствует, то мы то же самое явление можем наблюдать. И если мы говорим о целях, которые ставит Федерация, в третьем варианте речь идет об увеличении темпа снижения веса среднего гофрокартона на 0,6% за счет, прежде всего, технологий. Но толчком для этих технологий как раз является экономическое регулирование. Если бизнес, в общем-то, бизнес as usual сохраняется, то речь идет в третьем сценарии о снижении производства гофрокартона с 34,4 миллионов тонн до 28,7 миллионов тонн. Ну, здесь даже есть сценарий по снижению на 0,8%. Следующий слайд. Итак, какие же у нас этапы предстоят в результате реформы РОП? Федеральный закон вступает в силу с 1 января следующего года. За исключением отдельных положений, основное изменение связано с переносом ответственности на производители упаковки и с постепенным увеличением нормативов утилизации. При этом уже в 2024 году норматив утилизации на все виды упаковки будет 45%. До этого, как мы знаем, на упаковку из гофрокартона у нас был самый высокий норматив утилизации, как раз 45%, при этом на упаковку из пластика, из металлов этот норматив утилизации был порядка 20%. Далее, с 2025 года мы уже получаем норматив утилизации 55%, с 26-м 75% и в 27-м уже необходимо будет отвечать за весь объем упаковки, который помещается на рынок. Для этого норматива утилизации он, в общем-то, будет также одинаков для всех видов упаковки. Следующий слайд. В новой системе сохранился понижающий коэффициент при использовании картона, произведенного из макуатуры. Следующий слайд. Здесь представлена, в общем-то, схема того, как происходит распределение и средств, и, в общем-то, договорных отношений между производителями упаковки, в данном случае гофрокартона, на примере компании ГАТЭК и компании ОБФ. В данном случае в текущей системе предусматривается ответственность, по сути, за использование в производстве именно целлюлозного картона. Но при этом переработчик макулатуры, он может выдавать акт утилизации, так как он будет признаваться утилизатором в этой системе. Следующий слайд. При этом, насколько можно сейчас судить, средства в систему будут поступать от всех видов упаковки без открашивания. И затем будут перенаправляться на обеспечение сбора, обработки, утилизации отходов упаковки по всем видам. По нашим данным, в настоящее время мы говорим о базовой ставке в районе на пластик около 12 тысяч рублей и на бумагу около 4 тысяч рублей. При этом в отношении упаковки отдельных видов типов пластика применяться будут повышающие коэффициенты. И, соответственно, максимальный коэффициент будет составлять 5. То есть это упаковка, которая не подлежит переработке, трудно ее высортировать и так далее. И ставка экологического сбора на такую упаковку будет... ...превышать 60 тысяч рублей. Следующий слайд. Сравнивая нагрузку в части руб на условный лоток из картона и, к примеру, из спененного полистирола, мы видим, что картонный лоток получает существенное конкурентное преимущество на рынке. При этом в сегменте индивидуальной упаковки целлюлозные картоны получают преимущество в части упаковки пищевых товаров, в том числе и из-за таможенных регламентов, о которых уже сегодня мы говорили. Следующий слайд. И также в настоящее время прорабатывается необходимость применения запретов на производство отдельных видов товаров упаковки в случае полного отсутствия возможности их утилизации, в частности, на упаковку из спененного полистирола. Причем такие меры рассматриваются не только в отношении России, но на территории, на всей территории ЕРС. Для этого по заказу Евразийской экономической комиссии проводится научная исследовательская работа, и по итогам этой работы будут приниматься соответствующие решения, которые могут оказать существенное влияние вообще на структуру рынка. И отрасль должна быть готова как с технологической точки зрения, с точки зрения мощностей, предложения упаковочных решений, должна быть готова к такому развитию событий, замещению материалов. Следующий слайд. И в общем-то в результате внедрения этих мер произойдет расширение рынка как макулатурных, так и целлюлозных картонов за счет максимального экономического давления на пластик с учетом роста ставок экологического сбора и повышение собираемости этого сбора. За счет переноса мы говорим о том, что большая часть производителей не смогут уклоняться от ответственности. При этом произойдет снижение конкуренции в отрасли за счет активного выхода целлюлозных картонов в сектор индивидуальной упаковки. Следующий слайд. Ну в общем-то основные выгоды были мной описаны и остальные преимущества от внедрения новой системы РОП. В завершение добавлю, что для всех должно быть очевидно, что расширенная ответственность производителя – это не просто обязательство, это беспрецедентная действительно возможность для нашей отрасли ускорить развитие, внедрять инновации и в общем-то вести движение к устойчивому будущему. И в общем-то вместе нам предстоит в ближайшие годы изменить нашу отрасль. Спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. У кого будут вопросы к Алексею Натальевичу по теме доклада? Нет вопросов? Хорошо, спасибо большое за доклад. Идем дальше. Перед тем, как приступить к теме следующего доклада, он у нас будет тоже онлайн, хотел бы просто два слова сказать вдогонку данного доклада, буквально такое маленькое резюме. У нас в республике тема производства или тема замены той же самой посуды, пластиковая, на бумажную, на формованную упаковку и так далее, все эти процессы идут очень быстро. И в принципе в настоящее время 90% рынка одноразовой посуды, вот она у нас была раньше пластиковая, а теперь она бумажная. Это касается и стаканчиков, и тарелочек и так далее. Причем в республике эти предприятия, ну вернее есть одно предприятие самое крупное, это Добружская бумажная фабрика, которая наладила производство как картона для этих целей, так как бы непосредственно посуды. Что же, например, касается формованной упаковки, там для яиц, латки, там еще что-нибудь, то в принципе эти вообще предприятия растут очень быстро, и они действительно растут как грибы. То есть это у нас сегодня была такая как бы тема доклада до этого. Так, и следующий доклад у нас будет онлайн. Докладчик Медукова Мария Александровна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Пожалуйста. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, мы вас слышим хорошо. Все, это отлично, замечательно. Тогда я начинаю. Тема моего выступления – совершенствование технологии очистки офисной макулатуры от тонера. А можно немножко громче? Да, можно, конечно. Тема выступления – совершенствование технологии очистки офисной макулатуры от тонера. Так нормально? Да, отлично. За последние годы вопрос переработки и очистки офисной макулатуры стал актуальным в следствии ряда причин. Проблема энергосбережения напрямую связана с использованием вторичного сырья. Многократное использование одного и того же материала, как сырья, вносит вклад в повышение доли промышленных ресурсов и позволяет минимизировать ущерб окружающей среде. В связи с этим актуальной задачей в филозно-бумажной промышленности является переработка документов с срочного хранения и с использованием офисной макулатуры. Известно, что ущербная макулатура становится дорогим следом для производства бумаги. Разница цен между макулатурой очищенной и макулатурой, содержащей тонер, существенна. В среднем эта разница составляет 10 тысяч рублей за тонну. Поэтому научные разработки, связанные с отчисткой макулатуры белых сортов, актуальны на сегодняшний день. С развитием цифровых технологий лазерная печать занимает одно из лидирующих мест. Лазерная печать наносится при высокой температуре, примерно 180-220 градусов Цельсия. При этом расплавленный тонер вдавливается в бумагу между двумя валами. И ввиду сложности состава самого тонера, а именно парафиновое ядро, полимерная оболочка, поверхностные бобавки, два подключения, слипания частиц тонера, возникает трудность с его удалением. Для сравнения на слайде представлены рисунки образцов бумаги с печатной краской на водной основе, где чернило впитывается в пористую структуру бумаги и тонера, нанесенного лазерным принтером в тухом состоянии на поверхность полокна. Поэтому процесс удаления печатной краски и тонера различный. Самой большой проблемой в этом процессе является высокое содержание тонера, создающего прочные связи с волокнами цивилоза, что увеличивает потребность в сникатах, повышает стоимость процесса и имеет негативные последствия для окружающей среды. И одним из эффективных подходов к снижению расхода реагентов при удалении тонера методом эксплуатации является увеличение площади контакта реагентов с тонером. Предлагается возможность этого системы диспергирования макулатуры, в результате которого бумага разделяется на отдельные волокна, закрепленными на них частичками тонера. И другим эффективным подходом для повышения качества облагораживания макулатурной массы является применение ферментных технологий. Целью моей работы является совершенствование процесса очистки офисной макулатуры от тонера методом эксплуатации. И для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. Первое. Исследовать влияние сухого диспергирования макулатуры перед эксплуатацией на морфологические свойства вторичных волокон. Второе. Исследовать влияние сухого диспергирования на качество макулатурной массы после очистки методом эксплуатации на оптические и механические свойства бумаги. Следующее. Исследовать влияние отечественных ферментов технологии эксплуатационной очистки макулатуры и их влияние на свойства макулатурной массы. И последнее. Разработать цифровой метод оценки уровня запечатанности макулатуры и прогнозирования оптических свойств. На слайде показана стандартная технология очистки офисной макулатуры от печатной краски и тонера методом эксплуатации, который включает подачу макулатуры в гидроразбиватель, где макулатура распускается на волокно и одновременно в гидроразбиватель подаются химикаты для лучшего удаления тонера от полокон целлюлозы. Далее волокнистая масса выдерживается, затем разбавляется водой и подается на флотацию. А способ применения сухого диспергирования макулатуры перед флотацией включает измельчение макулатуры на кусочки, на мелкие кусочки в промышленном шрёдере, далее диспергирование в роторно-вихревой мельнице, подачу сухого волокна в массный бассейн, куда также добавляются химикаты. Далее масса выдерживается в бассейне примерно от 2 до 5 минут и подается на флотацию, после чего получают образцы бумаги. Как видно на рисунке 1, макулатурная масса после очистки стандартным методом содержит достаточно крупные стропления тонера, но это видно на рисунке 1. А макулатурная масса после очистки методом флотации с сухим диспергированием, это рисунок 2, имеет равномерный тон и не содержит видимо в строплении тонера. Морфологические длины волокна, а именно средняя длина волокна, скручиваемость, изогнутость, грубость, количество мелочи и так далее, оценивалось с помощью оборудования Morphic Compact. Длина волокна. Из графика 1 видно, что средняя длина волокна офисной макулатуры в сухом диспергировании снизилась незначительно. Наибольшее снижение длины волокна произошло в диапазоне 0,75-1,25 мм. Количество мелочи. Максимальное содержание мелочи для мокрого роста находится в диапазоне 20-30 мкм, а для сухого диспергирования в диапазоне 10-20 мкм. При сухом диспергировании офисной макулатуры повышается скручиваемость и изогнутость волокон. Впоследствии это может благоприятно сказаться на пухлости и впитываемости, что важно для санитарно-гидианических видов бумаги. И судя по морфологическим характеристикам, можно ожидать от макулатуры офисных видов бумаг допустимых физико-механических свойств. На слайде представлены результаты исследования физико-механических свойств образцов. Из макулатурной массы были изготовлены образцы бумаги массой 80 г на метр квадратный. Образцы испытывали на сопротивление разрыва, на сопротивление продавливания. Из таблицы видно, что показатель сопротивления продавливания уменьшился на 15,2%. Также снизилась разрывная длина на 3,4%. А разрушающие усилия уменьшились на 14,4%. И оценивая результаты, может быть, сухое диспергирование перед эксплуатацией. В целом снижается механическое свойство образцов. Влияние сухого диспергирования макулатуры на оптические свойства бумаги. Из таблиц видно, что минимальное значение белизны и яркости характерны для образца бумаги из макулатурной массы с сухим диспергированием. В этом варианте решается проблема наличия вкраплении тонера, который полностью исчезает за счет равномерного распределения по всему объему материалу. Но за счет этого снижается белизна, яркость и флуоресценция. При этом непрозрачность образцов увеличивается. Это объясняется тем, что оптическая плотность тонера выше плотности целлюлозного волокна. Показатели максимальной белизны, яркости и флуоресценции характерны для макулатурной эксплуатации. Однако этот способ не может быть рекомендован производителям бумаги и картона, если одним из требований к продукции является отсутствие вкраплении тонера. Падение оптических показателей можно восстановить за счет использования ферментов. В работе используются два фермента, а именно альфа-амилаза и целлюлаза. Преимущества использования ферментов. Мягкие условия работы. Фермент не создает химически агрессивных растворов и испарений. Это оптимизация энергопотребления, полная биоразлагаемость на этапе утилизации, замена некоторых токсичных химикатов в технологических процессах и разрушение части загрязнений с точных и оборотных вод до низкомолекулярных и легко разлагаемых продуктов. Согласно показателей, увеличиваются за счет эксплуатации. Например, если обратить внимание, разрывная длина сопротивления продавливания в вариантах 1 и 2 выше, чем в вариантах 3 и 4. В вариантах 1 и 2 используется эксплуатация, в вариантах 3 и 4 ее нет. И кроме того, альфа-амилаза, использование альфа-амилазы в большей степени снижает физико-механические характеристики, чем целлюлаза. Согласно представленным таблице данным, было установлено, что сухое диспергирование снижает оптические свойства. Согласно данным, использование фермента альфа-амилазы позволяет восстановить оптические показатели бумаги практически до уровня при стандартном удалении тонера с подготовкой мокрого способа. Например, в белизнатой и сухом диспергировании в присутствии альфа-амилазы и последующей флотации составило 98% по сравнению с 99% при мокром распуске и флотации. Остальные показатели увеличиваются в меньшей степени. Далее переходим к цифровой модели. Прилагается цифровая модель, с помощью которой и с помощью использования графических программ можно определить запечатность офисной макулатуры. Допустим, что у нас процент запечатанности равен... Ставим кратинку, например, 1 мм2 в исследованной области 10х10. Разделяем запечатанную область на 100 частиц размером 0,01 мм2. Если кратинки равномерно распределить по исследуемой области, то спектрофотометр зафиксирует снижение белизны с увеличением процента запечатанности. Предлагаемая цифровая модель может быть использована для эффективной оценки содержания тонера до и после очистки макулатурной массы. На слайде представлены скрины образцов с заданным уровнем запечатанности и с определенным с помощью спектрофотометра оптическими показателями. Уровень запечатанности офисной макулатуры определяется с помощью фотографических программ, как отношение площади запечатанной области к общей площади 100%. Таким образом можно определить идеальную зависимость между уровнем запечатанности бумаги и оптическими свойствами. Но на практике идеальные условия невозможны, так как тонер будет распределен на частицы разного размера, располагающиеся не на одинаковом расстоянии друг от друга. Однако идеальные условия предлагается использовать при оценке эффективности флотации, которая будет определяться разностью показателей белизны и яркости в портлении тонера в идеальном случае и на практике. На графиках представлены в зависимости оптических свойств от уровня запечатанности в идеальных условиях. Из графиков видно, что наблюдается экспоненциальной зависимости. Белизна яркость флористов и подключение уровня запечатанности снижается по экспоненте и подчиняется уравнениям, представленных на графику. А непрозрачность имеет пропорциональную зависимость от уровня запечатанности. И также по уравнениям можно рассчитать эффективность различных способов эксплуатации. В таблице представлены показатели, определяющие эффективность эксплуатации различных вариантов. Оценка эффективности производилась по вкраплениям тонера. По данным исходного, тонера начального и полученного после эксплуатации тонера конечного уровня запечатанности определялась эффективность Дельта Т. Из таблицы видно, что вкрапление тонера практически полностью удаляется, если используется сухой рост в эксплуатации. Частицы тонера равномерно распределяются в исследуемой области, что приводит к повышению эффективности эксплуатации с 48,8% до 95,9%. Все показатели эффективности Дельта В, Дельта Белизна и Дельта Яковс также рассчитываются как разность между конечным показателем и начальным. Начальный вариант определялся как идеализированный вариант через графическую программу. Выводы. Ну и вкратце про выводы. Разработанная технология очистки офисной макулатуры методом эксплуатации с применением сухого диспергирования позволяет более полно удалять тонер из макулатурной массы. Также по результатам исследований наркологических характеристик установлено небольшое снижение средней длины волокна, незначительное увеличение количества мелких волок, ну количество мелочи, а также повышение скручивости и удобности с риском диспергирования, что объясняет незначительное снижение физико-механических характеристик. Исследование оптических свойств и механических характеристик при использовании ферментов оптического производства показало целесообразность использования фермента альфа-амилазы, внедрение которого позволило восстановить оптические показатели, сниженные в результате сухого диспергирования. И предложенная цифровая модель позволяет оценить уровни запеченности офисной макулатуры до эпохи плотации, а также спрогнозировать изменения оптических показателей. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Есть ли у присутствующих вопросы к докладчику? Есть вопросы? Пожалуйста, микрофон. Самое главное, чтобы услышать... Хотите ответить, какой состав макулатуры офисной? Она же офисную макулатуру использовала? Да. Какой состав? Лисственная, хвойная и ХТММ. Нет, вы там офисная макулатура говорите. Ну состав там же не только, как говорится, какие-то волокна там. Что там, что-то, что-то есть или как? Ну, там еще мел есть. Вот, конкретно проводились и исследования со светофопией классик. То есть вы говорите, что там есть еще мел, так? А еще что есть? Я так понял, вы диссертацию готовите, так, в защите? Ну, да. А, уже даже подготовлено. Вот вопрос. Мой вопрос связан вот с чем. Чем обосновывается применение альфа-амилазы? Чем обоснован применение фермента альфа-амилазы? А, чем обоснован фермент альфа-амилаза? Да. Потому что альфа-амилаза в результате экспериментальных исследований она показала наибысшие показатели, наибысшие оптические показатели. Да это понятно. Этот катализатор биокатерифермент альфа-амилаза работает только с крахмалом. Крахмал есть в вашей композиции? Вот вопрос-то в чем. Да, есть содержание, конечно. Оно небольшое, но оно есть. Ну так вот обоснованное. Вы же диссертацию готовите в защите? Вот надо посмотреть, чтобы это было обосновано. Ферменты не применяются просто так. Если целлюлаза, значит на клетчатку, на целлюлозу влияние оказывает. А если это крахмал, значит работу по качеству не подготовьте к защите. Хорошо. Я вот поняла. Ну вообще, в принципе, когда я искала и в источниках литературы, просто у меня цель, самое главное, это удаление тонера от волокон целлюлозы. Именно ферменты вот альфа-амилаза и целлюлаза, они в большей степени, в лучшей степени воздействуют на тонер и более полный его удаляют. Я знаю, что есть еще большое количество ферментов, которые используются. Все понятно, вы искали, правильно, целлюлоза работает, потому что целлюлоза у нас есть в составе. А крахмал, значит, там те, кто занимался этими технологиями, значит, там и крахмал присутствовал. Вот вы тоже обосновываете, исходя из этого. Спасибо большое. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо большое за доклад. Идем дальше. И следующий докладчик, Синчук Александр Владимирович. Исследование свойств продуктов гидролиза, макулатуры, минеральными кислотами. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый модератор, вашему вниманию предлагается доклад исследования свойств продуктов гидролиза, макулатуры. На тему свою мы выбрали, руководствуясь необходимой сейчас задачей импортозамещения. И задачей исследовательской работы было получение микрокристаллической целлюлозы и исследование ее физико-химических свойств. А также задачей была исследовать все продукты реакции. Микрокристаллическая целлюлоза – продукт гидролиза целлюлозы минеральными кислотами. В результате аморфная часть целлюлозы растворяется с образованием целого ряда различных эфиров, а кристаллическая распределяется на отдельные кристаллиты. Анализ литературы показал, что продукты гидролиза могут быть очень хорошими абстрабентами, и плюс к этому порошковая целлюлоза так или иначе оказывает влияние на прочностные показатели бумаги. Методика выполнения эксперимента в качестве целлюлоза, содержащего материала, мы взяли макулатуру МС-5Б. В качестве гидролитических агентов были использованы азотные и серные кислоты. Макулатуру распустили в лабораторном дезинтеграторе, далее обезводили и распределили между двумя колбами. В одну колбу налили азотную кислоту, в другую колбу налили серную кислоту. Ой, я прошу прощения, чуть-чуть улегся. Серную кислоту непосредственно сам гидролиз проводили в термостате при температуре 90-95 градусов. Полученную реакционную смесь по завершении реакции нейтрализовали водным раствором АМИАК до нейтральной среды. И затем разделили на воронки Бюхнера на волокнистую часть и на фильтрат. Далее волокнистую часть высушили при температуре 100 градусов и измельчили. Затем было выполнен целый ряд анализов, перечень анализов и результаты перед вами. В качестве образца для сравнения мы взяли импортную микрокристаллическую целлюлозу. В качестве образец нитраты это волокно, полученное в результате гидролиза азотной кислотой. Соответственно образец сульфат, то что получили после гидролиза серной кислоты. И по таблице очень хорошо видно, что все показатели образцов, полученных нами в процессе гидролиза, хорошо коррелируют с показателями товарной микрокристаллической целлюлозы. Далее мы выполнили спектральный анализ. Спектры поглощения использовали для оценки кристалличности, спектральной кристалличности образцов. Обработали показатели, эти были обработаны с помощью специальной программы, разработанной в нашем университете. Также через спектры поглощения, через инфракрасные спектры поглощения мы оценивали содержание лигнина. Далее мы исследовали влияние фильтрата на физико-механические показатели бумаги. Из макулатуры МС-5Б была приготовлена бумажная масса, разделили ее на три части. Первая часть добавили фильтрат-нитрат, вторая часть добавили фильтрат-сульфат, третья часть была без добавок. Далее мы на листотливном аппарате изготовили три вида отливок. Ну, соответственно, отливки сульфат, отливки нитрат и отливки, которые мы назвали база. Всего было изготовлено по 20 отливок каждого образца. Все результаты усреднили и поместили в таблицу. Сравнительный анализ результатов показал, что добавка фильтрата нитрат в массу на 16% увеличила сопротивление разрыву и на 19% увеличила удлинение при разрушении. Добавка фильтрата сульфат в массу привела к снижению сопротивления при разрушении, но увеличила почти на 28% удлинение при разрыве. Следующим этапом исследований мы оценили воздействие фильтрата на... Я прошу прощения. Так, да, коллеги, вот вернемся к этому. Что-то я увлекся. Значит, вот то, что я сказал, все образцы мы поместили, результаты поместили в таблицу. И здесь хорошо видно, что нитрат увеличил на 16% сопротивление разрыву, на 19% удлинение при разрушении. А сульфат привела к снижению сопротивления при разрыве на 7%, но на 28% увеличила удлинение при разрушении. Ну и вот следующим этапом мы исследовали адгезионные свойства фильтратов при формовании огнеупоров. Было приготовлено три корундовых образца с применением фильтратов. Образцы высушили, соблюдая режим, технологический режим сушки огнеупоров перед обжигом. Там в течение двух суток в естественных условиях осуществляется сушка. И затем в течение восьми часов сушится при температуре 110 градусов. На фотографии получены цилиндрики, как огнеупорщики их называют. И после сушки образцы приобрели достаточную механическую прочность. Выдерживают падение на твердую поверхность с высоты 10 сантиметров без осыпания углов, что в общем-то соответствует технологическому регламенту. Ну и вот выводы по работе. Значит, работа подтвердила возможность получения порошковой целлюлозы из макулатуры. Мы тут очень аккуратно из вывода убрали слово микрокристаллическая целлюлоза, потому что, к сожалению, оборудование, которое у нас в университете есть, не позволило нам сделать рентген. Я думаю, что в ближайшее время мы исследуем наши образцы на рентгене, и тогда уже будем или не будем говорить о том, что все-таки микрокристаллическую целлюлозу мы получили. Но интересная добавка бумажную массу фильтрата нитрат увеличила и разрывной груз, и удлинение. Добавка сульфата несколько снизила разрывной груз, но существенно увеличила удлинение при разрушении. И оба фильтрата обеспечили достаточную прочность образцов при подготовке к обжигу. На этом наша работа не прекращается. Мы будем ее продолжать. В первую очередь, в совершенствовании методики гидролиза. И задачу ставим найти методику, подобрать методику гидролиза именно серной кислотой, как наиболее дешевый и наиболее доступный. Далее мы хотели бы разобраться с причинами, по которым увеличиваются прочностные характеристики макулатуры. Ну и, в общем-то, заинтересовали огнеупорщиков, тоже будет одно из направлений нашей дальнейшей работы. Ну вот, на этом доклад у меня закончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Было, в самом деле, интересно. Есть ли у присутствующих докладчиков вопросы? Да, есть вопросы у нас. Какие вещества переходят в фильтрат при кислотной обработке? Ну, при растворении кислотой аморфной части целлюлозы мы получили какие-то эфиры. Вы как-то можете сказать, что за вещества там? Полимеры, там биополимеры перешли. Какие полимеры? Ну что-то гибициллозы там что-то перешло. Не-не-не, это целлюлозу и кислотую створили, получили эфироцеллюлозы. Эфироцеллюлозы получили, да? Владислав, спасибо. Просто состав пока непонятен. Спасибо большое. Есть ли еще у нас вопросы? Вопросов больше нет. Огромное спасибо за доклад. Идем к следующему докладчику. И следующий докладчик Распопов Иван Александрович и группа авторов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Иван Распопов. Организаторов прошу не выключать свет, потому что видно хорошо, а так я имею возможность смотреть на слушателей. Да, здравствуйте. Тема дохлада. Продольный гофрокартон как способ увеличить бесстегов ротары. Представьте себе ситуацию, когда те предприятия, которые выпускают упаковку, могут увеличить прочность гофрокороба по показателю BCT, не меняя форму гофроящика, композиционный состав, степень проклейки и применяемый крахмальный клей. Причем могут увеличить существенно, более чем на 30%. Реально ли это? Что нужно сделать, чтобы это получить? Ведь такая возможность, она открыла бы для нас перспективы выпуска совершенно новой конкурентной продукции. И вот этой теме посвящен доклад. Доклад основан на работе команды из трех специалистов. Это Дмитрий Дмитриевич Барков, сотрудник компании «Илингафра», который выполнил все измерения. Это Алена Быстрова, которая отвечала за научную часть, и я, Иван Распопов, как автор идеи. Простите, не переключается слайд. У нас есть гофроагрегат, на который поступает ролевое сырье с бумагоделательной машиной. Как вы знаете, на бумагоделательной машине для производства лайнера и флютинга, по крайней мере, если говорить про односеточную машину, есть масса способов повысить, так сказать, основной показатель, который отвечает за штабилированность гофротара, это SCT в поперечном направлении, SCT-CD. Направление на бумагоделательной машине совпадает с направлением на гофроагрегате по понятным причинам, потому что рулоны разматываются в ту же сторону, но при этом нагрузка на штабель, вы здесь видите заготовки, а основная приходится на поперечное направление. В классической коробке и так делают гофрокартон уже больше 150 лет. При этом известно, что на бумагоделательных машинах, которые имеют сеточный стол фудринье, имеют место вытягивания волокна в продольном направлении. Это связано с технологией. И большинство инструментов, которые бумажники используют в своей работе, я имею в виду те, кто производит лайнеры, они направлены на то, чтобы поменять ориентацию в руках в поперечном направлении. Это напорный ящик, который создает эффект так называемого гидравлического скачка, чтобы создать турбулентность в зоне рядом, в зоне, где скорость сетки примерно равна скорости струи. Значит, это гидропланки, которые служат для той же цели создания турбуленции. Это тряска сеточного стола. И вот эти все инструменты используются для того, чтобы поднять SCT-CD. То есть мы все, что мы делаем на бумагоделательной машине, когда мы производим лайнер, мы пытаемся развернуть волокно поперек движения для того, чтобы минимизировать эффект анизотропии картонной бумаги в поперечном направлении. Представьте, что если бы мы сделали вот такую коробку, в которой направление штабилирования совпадало бы с MD направлением, тогда, безусловно, мы получили бы прирост по показателям. Потому что, как вы знаете из формулы МАКИ, SCT, показатель BCT, то есть бокс-краш-тест, это непосредственно штабилированность коробки, пропорционален ECT, это edge-краш-тест, это торсовое сжатие гофрокартона. А ECT, соответственно, пропорционален SCT. А SCT в продольном направлении значительно, гораздо выше, чем в поперечном. Это может быть и полтора раза, и два. Это зависит от машины, которая используется. Об этом говорила в своем докладе компания Valmet. Здесь несколько типов формеров указаны, и мы можем видеть, что MD-CD ratio, это как раз отношение разрывной длины, которая коррелирует со сети в поврежденном поперечном направлении, для разных формеров варьируется. Вот в данном случае они для многосеточной машины указали 1,7-2,5, а для г-формера 2,5-4. Ну и вот Дмитрий Дмитриевич, используя служебное положение и свои возможности в лаборатории, провел тесты на вот этих вот видах сырья, которые показали разницу однисотерапии. То есть в данном случае мы видим, чем меньше вот этот показатель, тем лучше фактически качество бумаги для производства гуфроящика или картона. Ну то есть после того, как данный тест был проведен, выбрана была определенная композиция сырья, подходящая, и были изготовлены образцы с другой ориентацией картона. В результате тестов этих образцов было выявлено, что при классической компоновке из сети гофрокартона, если мы возьмем за 100%, то тогда при развороте двух лайнеров мы получаем прирост по прочности 46%, при развороте только флютинга 43%, и при развороте всех трех слоев 77%, что, как вы понимаете, очень большие значения. Это было сделано впервые в России, такое исследование, но на этом не ограничилась работа, и мы не успели, к сожалению, включить в статью, но была проделана еще опытная выработка на гофроагрегате, потому что это уже совершенно другой уровень, качественный новый уровень. Там мы не смогли развернуть все три слоя, и только был развернут только лишь флютинг. Значит, тесты проводились на сырье Котлос, картон 115, бумага 112, картон 115, развернут был только флютинг на 90 градусов, и вот оранжевая это стандартная ориентация, зеленая это ориентация на 90 градусов. В результате в одной партии было изготовлено несколько коробок, которые были протестированы на прессе, и было выявлено, что прирост только при развороте флютинга составляет 17%, что тоже является достаточно высоким показателем. Мы при той же композиции получили более прочную гофроящику. Выводы исследования показывают, что при развороте сырья композиции на 90 градусов имеет место существенный прирост механической прочности гофрокартона по показателю ЕСИТИ, гофрокарабгоф по показателю БЕСИТИ. А также, что опытная выработка носила единичный характер, поэтому надо проводить дальнейшие исследования этого вопроса. Большое спасибо за внимание. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. В самом деле, очень интересный доклад. У кого есть докладчик вопросы? Ой, много вопросов, вижу уже один. Дмитрий Дмитриевич, я вас попрошу помочь, потому что вы лучший специалист по гофрокартону, кого я знаю. Я думаю, вы лучше на многие вопросы ответите, чем я. Здравствуйте, еще раз. Вопрос очень простой. Как вы собираетесь менять конструкцию гофроагрегата? Это не ко мне, не мог. Ну, если... Для уточнения, какой длины была повозка развернутого флютинга? Хорошо. Значит, когда Иван Александрович обратился ко мне с этим вопросом, мне показалось это странно, потому что в стране такое нигде не производится, поэтому пришлось немножко подумать о том, как это сделать. Сделать не только в лабораторных условиях. Ну, у нас хорошая лаборатория, и мы можем себе позволить, используя гофрообразователь и специальные нажитные нарезки образцов, развернуть или нарезать образцы в различных направлениях, что в машинном направлении, что в поперечном направлении. И эта часть исследования не представила большого труда. Вот выполнить все это на гофроагрегате было очень сложно, поскольку я поначалу даже не представлял, как это сделать. Но потом подумали и попробовали сделать следующим образом. Мы разматываем рулон флютинга форматом 1900 миллиметров, отрезаем по длине флютинг на 1900 миллиметров, разворачиваем его на 90 градусов и приклеиваем с помощью скотча к основному рулону. Таких нарезок мы сделали более 50 штук. То есть в ручном режиме мы сделали нарезки, склеили их все, смотали в рулон, поставили на гофроагрегат и таким образом мы получили картон, в котором флютинг развернут на 90 градусов. Для того, чтобы у нас был сравнительный анализ, мы изготовили листы гофрокартона с развернутым флютингом на 90 градусов и листы этого же состава с флютингом, который не развернут, то есть имеет обычное направление. В результате на плоттере мы нарезали коробки, которые можно было вырезать из образовавшихся листов гофрокартона. Эти коробки склеили, отнесли в лабораторию, провели тест. В результате появился вот этот результат. То есть пока это все в ручном режиме и в ограниченном количестве на действующем гофроагрегате компании BHS. Еще вопросы? Спасибо большое. У кого еще есть вопросы? Есть все-таки вопрос? Да, поскольку я тут много лет занимался измерениями этого BCT, излияниями и так далее. Вот гофрокартон замечательный материал сам, потому что у него жесткость при изгибе, например, и вообще жесткость при изгибе, то есть листы-то не должны гнуться. Вот в машинном направлении обеспечивают волокна, да, машинная ориентация лайнера, а в поперечном профиль флютинга. Если мы разворачиваем что-то, мы вот эту вот взаимную жесткость в какой-то мере теряем. То есть что произойдет с жесткостью при изгибе вот этого гофрокартона, когда вы развернете? Ну, я понимаю так, что показатели жесткости при изгибе в любом случае изменятся. Я с вами полностью согласен в этом направлении, но мы должны с вами представлять и то, что основной несущей единицей или конструкторской структурой, которая несет нагрузку в гофрокурабе является угол. Если угол держит нагрузку, то изгиб уже в меньшей степени влияет на показатель без сети. А тем более, когда мы развернем, ну, в нашем случае на 90 градусов бумагу, то мы увеличиваем прочность на изгиб именно в поперечном направлении. Именно в поперечном. Ведь когда у нас флютинг не развернут, у нас сопротивление изгибу получается, волокна испытывают на изгиб, когда они расположены перпендикулярно длине нагрузки. Технически можно развернуть и три слоя. Мы задумывались над этим, чтобы развернуть именно три слоя и посмотреть, что у нас получится. Но пока у нас, как вам сказать, машинное время не позволяет это сделать. Ведь вы понимаете, что гофроагрегат работает круглосуточно и выбрать момент, мы выбирали моменты для подготовки нашего исследования во время ППР. Да, когда гофроагрегат стоит, тогда можно работать вот и с плоскими слоями и наматывать рулоны. Я понял ваш вопрос. Вы имеете в виду с промышленной точки зрения, масштабирование, так, чтобы это можно было производить. Ну, я могу сказать, если Бог даст, то Карасупаку вам допишем книжку, как это сделать и как это повлияет вообще на отрасль или на промышленность. Отличная идея. Есть куда стремиться. У зала есть еще вопросы? Если нет, то огромное спасибо за интересный доклад. Спасибо. Следующий доклад у нас будет онлайн. Расчет материальных балансов ЦБП. Пеньков Михаил Сергеевич. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Как меня слышно? Видно? Все в порядке? Будьте дороги, презентация. Есть презентация. Мы вас слышим. Спасибо. Да, действительно, в сборник материалов конференции войдут тезисы доклада под таким уже более наукообразным названием. Но здесь мы больше сформулируем проблему. Я решил, что такой вот заголовок подойдет гораздо лучше. Все почему? Потому что на самом деле, если говорить о проблемах цифровизации отрасли, то не побоюсь сказать, что сейчас предпосылки такой качественной и адекватной цифровизации отрасли, к сожалению, отсутствуют. Потому что значительная часть сырьевого потока в натуральном исчислении совершенно не видна. Почему это происходит, сейчас поговорим. Здравствуйте, слава, будьте добры. Вот именно поэтому, что от них только макулатурных тарных картонов в стране делается 3,5 миллиона тонн в год. Но откуда берется сырье для них, никто не может сказать. Из ниоткуда возникает. И, соответственно, после того, как упаковка из гофрированного картона завершает свой жизненный цикл, пропадает тоже никуда. Потом опять возникает неоткуда, из них делаются очередные объемы тарных картонов. Дальше, пожалуйста. Пожалуйста, дальше. Смысл циклической экономики, экономики замкнутого цикла, как говорится, состоит в том, чтобы приблизить экономический цикл, экономический цикл, цикл экономики, отраслевой материальный поток именно к природному. А природа характерна тем, что отходов, как таковых, в природе не существует. Все те вещества для чего-то используются. События в мировой экономике последних лет показали, что деньги, это, конечно, важно, но гораздо важнее это именно материальные и энергетические потоки. Для того, чтобы, в общем-то, принимать адекватные решения, необходимо знать, собственно говоря, о сколько и чего у нас откуда берется и куда это направляется и как используется. Но, к сожалению, о вторичном бумажном и картонном сырье невозможно сейчас это сказать. Учет его, к сожалению, в настоящее время отсутствует. Продолжаем, пожалуйста. Да, хотя действительно повсюду у нас существуют балансы, любое предприятие может посчитать свой материальный баланс. Бухгалтерский баланс – это тоже постоянный предмет внимания и забот и руководства предприятий. За расчет модели межотраслевого материального баланса Василий Леонтьев получил Нобелевскую премию по экономике. Но, к сожалению, давайте следующий слайд. Целлюлозно-бумажной промышленности у нас нет возможности посчитать материальный баланс на уровне отрасли. Если говорить о именно производстве первичных материалов – целлюлозы, целлюлозных бумаги и картона, упаковке из бумаги и картона, да, здесь это все действительно описано кодами классификатора продукции по видам экономической деятельности. Но, когда бумажное изделие завершает свой жизненный цикл и попадает в категорию вторичных ресурсов либо вторичного сырья, здесь уже учет, в принципе, теряется. Потому что вот код АКПД, указанный ниже, 38-32-32, он пустой. Почему пустой, об этом будет сказано несколько позже. Итак, кроме того, очень многие продукты переработки вторичного бумажного сырья, они также не описаны кодами, а числятся, проходят по категории прочие изделия из бумаги и картона. Разделить одни и прочие изделия от других совершенно невозможно. Давайте дальше. При этом, в общем-то, мы знаем, что макулатура – это не какая-то единая сущность, а только действительно в ГОСКе описано 13 различных марок макулатуры. В отраслевой практике их количество уже заметно увеличивается, потому что внутри каждой марки могут идти свои какие-то градации, обусловленные местом происхождения, качественными показателями, назначением переработки, назначением и так далее. Ну, допустим, условно говоря, в макулатуре марки МС-5Б выделяются как минимум две такие подмарки. Это отходы производства и брак производства, то есть упаковки, то есть те, что еще не были в употреблении. Это действительно самые чистые, самая лучшая, самая привлекательная для переработчиков макулатура. И отходы потребления. А там тоже действительно возникает вопрос. Либо это то, что образовалось в рознице, либо это то, что уже попало в домашние хозяйства. Качественные характеристики этих разновидностей макулатуры уже тоже различаются, различается их цена, и, соответственно, желателен был бы их раздельный учет. Но сейчас именно в нынешней структуре сбора официально-эстетических данных это сделать совершенно невозможно. Давайте продолжаем. Ну, при этом действительно только лишь макулатура МС-5Б имеет множество различных применений. И при этом действительно совершенно непонятно, сколько ее действительно образует, сколько ее поступает в переработку, какой уровень ее использования. То, что сейчас есть оценки, к сожалению, они сделаны достаточно обозрительно. И куда направляется эта макулатура, тоже нельзя сказать совершенно однозначно, а только лишь очень оценочно и очень приблизительно. Продолжаем. Следующий слайд, будьте добры. Итак, почему же все-таки у нас нет данных, хотя бы действительно в нынешней структуре, хотя бы общих об образовании, об образовании, о сборе макулатуры. Давайте посмотрим, вот опять-таки, на примере нашей любимой марки МС-5Б. Вот на структуру и ее образование и сбора. Если, допустим, у нас есть производство гопропродукции, там действительно есть обрезь, есть брак, это прессуется и отправляется непонятно на переработку. Крупная розница, сетевой ритейл, тоже самостоятельно обеспечивают сбор и отправку макулатуры на переработку. Но при этом, действительно, они в принципе не имеют кодов, видов деятельности, связанных с обращением историчного материального ресурса, историчных материалов ресурсов, историчного сырья. И, соответственно, не подают никакой отчетности об объемах реализации макулатуры. Если мы говорим о мелкой рознице и о домашних хозяйствах и о прочих источниках образования макулатуры, то эта макулатура уже проходит через производственные законодательные предприятия. Они имеют именно вид деятельности, связанные с обращением с отворечными ресурсами, с отворечным сырьем. Но при этом подавляющее большинство, абсолютное большинство этих предприятий это упрощенцы, это предприятия на патентных, на патентной системе налогообложения, это индивидуальные предприниматели, самозанятые, которые имеют огромные льготы по предоставлению статистической отчетности. Они ее могут не предоставлять и пользуются этим правом. И это вполне понятно. Никому не нужна дополнительная бумажная работа. Давайте продолжим. Следующий слайд, будьте добры. Итак, в общем-то, Лига переработчиков макулатуры подготовила и уже представила. Обратно, будьте добры. И представила проект изменений классификатора ОКПД-2. И там все марки макулатуры описаны, им присвоены отдельные коды. И кроме того, закреплен статус макулатуры не как отходов, а уже как вторичного сырья, бумаги и картона. Это позволяет решить достаточно много проблем для переработчиков и заметно снизить объем администрирования, которому они подвергаются. А вот теперь давайте продолжим, пожалуйста, следующий слайд. Но только лишь внесения изменений в классификаторе, к сожалению, недостаточно. Опять-таки повторю, что нынешние ПЗП, производственные выдавительные предприятия, это в основном предприятия малого бизнеса и имеют льготы по предоставлению очень многих видов отчетности, в том числе статистической. Но если действительно поручить предоставление отчетности об объемах закупки макулатуры именно переработчикам, то это действительно будет гораздо более эффективно. Во-первых, переработчики непосредственно заинтересованы в объективной информации о материальных потоках в отрасли. Кроме того, если, так сказать, построить некоторую аналогию, то случившийся в 2016 году фактический перенос уплаты НДС за макулатуру на переработчиков привел к росту объема поступления средств в 2,5 раза. Сейчас мы рассчитываем на то, что сдвинется все-таки с мертвой точки реализация расширенной версии именно за счет того, что ответственность за утилизацию упаковки будет возложена на производителей упаковки. И, соответственно, тот же самый подход предлагается и здесь. То есть, когда ответственность за подачу данных о макулатуре будет лежать на переработчиках макулатуры, мы сможем получить достаточно полную и объективную информацию о том, сколько макулатуры было закуплено и сколько поступило в переработку. Давайте продолжим. Теперь действительно с кого спрашивать эти данные. В ходе подготовки новой редакции справочника по наилучшим доступным технологиям перелоза бумажного производства Северно-Октический федеральный университет провел большую работу, в ходе которой показал, что разделение предприятий в ЦБП на интегрированные и неинтегрированные это не только, это, как говорится, не чисто формальное разделение, за этим лежит очень серьезные вопросы. То есть, касающиеся защиты интересов предприятий отрасли. То есть, неинтегрированные производители бумаги и картона, перерабатывающие товарные полупубликаты и макулатуру должны быть отнесены к второй категории по негативному воздействию в окружающую среду. Но с нашей точки зрения важнее следующее. Пожалуйста, следующий слайд. На основании новой редакции ИТС было подготовлено изменение в правочник видов экономии, в классификатор видов экономической деятельности. То есть, в соответствии с гипнологиями ИТС было введено такой вид деятельности, как производство макулатурной массы. И вот именно те предприятия, которые ее производят, не обязательно, как сказать, конечный продукт, это может быть и промежуточный продукт. В большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев это сейчас так и есть. Но, в любом случае, когда на входе у нас имеется либо вторичное бумажное картонное сырье, учитывая ОКПД-2, либо отходы бумаги и картона, учитываемые по ККО, а на выходе у нас некий продукт обрабатывающих производств группировки 17, то вот это уже действительно, такие предприятия должны иметь в виде деятельности производства макулатурной массы и считаться утилизаторами. Соответственно, вот с них и надо будет спрашивать информацию об объемах закупок и переработке вторичного бумажного сырья либо отходы бумаги и картона. Это отдельная категория и делание недалекого будущего. Давайте продолжим. Если, как говорится, проблемы внутреннего рынка решаются изменениями классификаторов продукции по видам экономической деятельности и изменением подхода к сбору данных, то в учете именно упаковки, поступающей из-за рубежа в составе товаров, нужны уже, это, кстати, несколько иные подходы. То есть необходимо гораздо более тщательно контролировать эту информацию, в том числе об экспорте и об импорте именно упаковки в составе товара. Здесь мы опять-таки возлагаем надежды на реализацию механизма расширенной деятельности производителей, в которой ответственность за утилизацию ввозимой в составе товара упаковки лежит на импортерах. И тогда, действительно, эти данные, скорее всего, будут появляться в нашем обороте и будут учитываться в расчете материальных потоков отрасли. Давайте продолжим. В настоящее время, в общем-то, в отрасли существует достаточно эффективный инструмент для построения информационной системы, для сбора данных, для их анализа. Это называется индекс индекс ЦСР, если говорить коротко. Он завоевал уже большую популярность, он активно используется нашими участниками отрасли, он заслужил рекомендации Министерства промышленности торговли для применения, но, к сожалению, или к счастью, не важно, но в любом случае участие в нем добровольное. Для того, чтобы выстроить, получить информацию о как можно больше данных о материальных потоках отрасли, его может оказаться недостаточно. Именно добровольного принципа предоставления данных может оказаться недостаточно. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы это было, как говорится, вопрос государственной важности, это было обязательное предоставление данных. соответственно, чтобы наши приработчики макулатуры активно участвовали в формировании информационной базы для расчета материальных потоков отрасли. На этом я свой доклад завершаю. Если имеются вопросы, давайте их попробуем услышать. спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Есть ли присутствующих к докладчику какие-то вопросы? Если нет вопросов, идем дальше. У нас осталось два доклада и следующий доклад Рыжиков Владимир Александрович. Опять же, доклад будет онлайн. Добрый день, точнее, добрый вечер, как меня слышно. Мы вас слышим хорошо. Отлично, спасибо. Сейчас включу презентацию. Продолжение следует... Добрый вечер, уважаемые участники и слушатели сегодняшнего дня конференции! Сегодня я хочу представить вашему вниманию доклад на крайне актуальную тему, которая звучит как совместная переработка топливных брикетов, твердых древесных отходов и отходов картонно-бумажной макулатуры, содержащих целлюлозу и синтетические полимеры. На сегодняшний день тема переработки и утилизации промышленных отходов на регулярной основе обсуждается как в России, так и в мире, в частности активно идет обсуждение перехода к углеродной нейтральности, что означает сокращение до нуля выбросов углекислого газа в процессе производственной деятельности или же их компенсацию за счет углеродно-отрицательных проектов. В России в июле 2020 года был подписан указ президента о национальных целях развития России до 2030 года. Новый документ существенно усиливает значимость экологической повестки. В соответствии с ним в ближайшие десятилетия страна будет двигаться по деленному направлению. В числе главных целей станет создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также снижение вдвое вредных выбросов воздуха, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую судьбу и здоровье человека. В связи с проблемой перехода к низкоуглеродной циркулярной биоэкономике, на сегодняшний день актуальна задача переработки отходов картонно-бумажной макулатуры, содержащей целлюлозу и синтетические полимеры. Объем потребления бумаги и картона в мире составляет свыше 430 млн тонн в год. Использование вторичных волокон уже свыше 15 лет в мире превышает использование первичного волокна, а кратность использования вторичного волокна составляет 7-8 раз. В других же отраслях ситуация намного хуже. Так, например, для синтетических полимеров мировой объем производства составляет около 400 млн тонн в год, а их повторное использование не превышает и 10%. Также в мире производится и используется более 100 млн тонн в год текстильных волокон и изделий, вторичное использование которых еще меньше, чем у синтетических полимеров. Именно поэтому проблема вторичного использования синтетических полимеров и волокон является чрезвычайно актуальна как для России, так и для мира в целом. К сожалению, в настоящее время при производстве макулатурного картона не всегда есть возможность утилизировать данные отходы. И чаще всего их захоранивают на полигонах, что не только увеличивает площадь этих самых полигонов, но и приводит при их гниении к дополнительным выбросам, в том числе диоксиды углерода без получения какой-либо полезной энергии. В общем и целом, жизненный цикл подобных отходов имеет два пути своего развития. Первый, наиболее распространенный, о котором уже говорилось ранее, это полигоны, на которых промышленные отходы в процессе своего гниения выделяют двуокись углерода без генерации полезной энергии. И второй путь – это высококлассифицированное сжигание отходов с применением наиболее эффективных технологий для получения большого количества тепловой энергии, которую можно использовать в том числе и для собственных нужд предприятия в виде тепла дымовых газов, пары или горячей воды. Нами разрабатывается технология утилизации смешанных отходов, содержащих целлюлозу и синтетические полимеры в качестве компонентов топливных брикетов сверхвысокой плотности – 1300-1320 кг³, получаемых по инновационной технологии с их последующим сжиганием. Проанализированы особенности сжигания топливных брикетов, содержащих в качестве компонентов древесину и синтетические полимеры в топках различного типа. Предлагается использовать топливный брикет, состоящий из твердых древесных отходов и отходов сортировки, картонно-бумажной макулатуры, содержащий целлюлозу и синтетические полимеры, размолотые в пыль с помощью системы полиприготовления с последующим сжиганием низкотемпературной вихревой топки. Это дает высокий энергетический и экономический эффект, а также значительно повышает экологическое благополучие окружающей среды. Помимо этого, были выполнены теплотехнические расчеты полезного использования тепловой энергии в виде тепла дымовых газов или перегретого пара для целлюлозно-бумажных производств. Хотелось бы отметить и особенность данной технологии переработки и утилизации отходов. Впервые была показана возможность создания топливных брикетов путем совместной утилизации твердых древесных отходов и отходов сортировки картонно-бумажной макулатуры, содержащей синтетические полимеры. Также была установлена возможность реализации в процессе экструзии термовлагопластичности полимерных компонентов древесины и термопластичности синтетических полимеров. Этот фактор, безусловно, влечет за собой улучшение формирования топливного брикета. В качестве исходного сырья были использованы отходы тонкой сортировки макулатуры, предоставленные предприятием окна от петерборта и в дальнейшем перемолотые муку с помощью меренчанного механизма. Состав данных отходов и их внешний вид вы можете видеть на данном слайде. Что касается твердых древесных отходов, то была использована древесная мука опилок лиственницы, химический состав, который вы также можете наблюдать на текущем слайде. В лабораторных условиях высшей школы технологии энергетики были проведены эксперименты по прессованию образцов с различной компоновкой в топливный брикет, с выбранной влажностью, которая определялась с помощью конкретного влагомера. Процесс формирования брикетов выполнялся на установке «Инструн 1121», которая представлена на данном слайде, и также с помощью цилиндрической пресс-формы под воздействием высокой температуры. Результаты эксперимента по определению плотности полученных брикетов при различных композициях сырья отображены в таблице на данном слайде. Как вы можете заметить, при формировании брикета из стопроцентного сырья отходов в сортировке макулатуры плотность составила 1380 кг на кубический метр. При композиции 50 на 50% плотность имела значение 1180 кг на кубический метр, а при использовании в процессе прессования лишь древесной муки плотность составила 1080 кг на кубический метр. Также отмечу, что процесс формирования самого брикета сопровождался температурой приблизительно в 78 градусов по цели с относительной влажностью сырья 10,7%. Также была определена теплотворная способность комбинированного брикета в соотношении 50 на 50 с помощью калометрической установки. Среднее значение теплоты сгорания за 11 опытов ниши теплоты сгорания за 11 опытов составило 14202 кг на кг. Помимо этого была посчитана среднеквадратичная ошибка, которая позволила определить количество значений в процентном соотношении находящихся в одном, двух и трех среднеквадратичных отклонениях. Химический состав полученного топливного брикета в соотношении отходов 50 на 50% представлен на данном слайде. Для эффективного сжигания полученного брикета необходимо было выбрать оптимальную энергоустановку для получения максимального энергетического и экологического эффекта. Данной установкой стал котлогрегат БКЗ-8513 с низкотемпературной вихревой топкой Померанцева. Паспорт котла с его техническими характеристиками и чертеж котла показаны на слайде. Процесс сжигания топливного брикета в котлогрегате БКЗ-8513 состоит из нескольких этапов. На первом этапе проводилась предварительная газификация с недостатком кислорода в подтопочном пространстве с целью получить высокореакционную газовзвесь, легко воспламеняющуюся и эффективно горящую в топке котлогрегата. Второй этап – это многоступенчатое сжигание низкотемпературной вихревой топки с добавлением продуктов в газификации вместе со вторичным воздухом. И третий этап – это глубокое охлаждение дымовых газов. Следует также отметить, что именно принципы двухступенчатого сжигания с использованием вихревых топок померанцев лежат в основе эффективных систем сжигания древесных пилетов. В основу технологии низкотемпературного вихревого сжигания заложен принцип организации низкотемпературного сжигания твердого топлива в условиях многократной циркуляции частиц в камерной топке. Как вы можете видеть, в НТВ топке организованы две зоны горения, которые разнесены по ее высоте – вихревая и прямоточная, соответственно. Вихревая зона занимает объем нижней части топки, от устья топочной воронки до горелок. Аэродинамика вихревой зоны создается за счет взаимодействия двух организованных потоков. Первый поток сформирован из топливно-воздушной смеси, поступающей в топку через горелки. А второй поток состоит из горячего воздуха, подаваемого в топку через систему нижнего дутья, с добавлением продуктов газификации. Потоки направлены на встречу друг к другу и образуют пару сил, создающих рахевое движение в нижней части топки. В отличие от традиционной технологии полеугольного сжигания, где основная часть топлива сгорает в так называемой зоне активного горения, расположенной в районе горелок, которая занимает относительно небольшой объем камерной топки, то в вихревой топке с низкотемпературной вихревой технологией сжигания в зону активного горения выключен значительно больший объем топочного пространства. Это дает возможность снизить максимальную температуру в вихревой топке, приблизительно на 100-300 градусов по Цельсию. И за счет активной аэродинамики выровнять уровень температуры в объеме вихревой зоны. Применение вихревых топок позволяет нивилировать различия скорости витания частиц каменного угля, древесины, целлюлозных и древесных отходов. В совокупности пониженный уровень температуры ступенчатой вод окислителя, многократная циркуляция горящих топливных частиц и угрубление гранулометрического состава золы обеспечивает улучшенные показатели вихревых топок по вредным выбросам оксидов азота, а также повышает эффективность работы золо углавливающего оборудования котельной установки. В заключении хочу сказать, что новая технология совместной переработки твердых древесных отходов и отходов в тонкой сортировке макулатуры позволит снизить до минимума вред для экологической составляющей, повысить максимальную энергетическую и экономическую эффективность. Использование нового топлива и технологий его производства, а также последующего сжигания в НТВ топки даст возможность снизить нагрузку на полигоны с ныне неутилизируемыми отходами, также использовать полученную энергию топлива на собственные нужды и упростит очистку дымовых газов благодаря использованной технологии низкотемпературного вихревого сжигания. Мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Буду рад выслушать ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Спасибо большое. Есть ли у присутствующих вопросов докладчиков? Я вижу, что нет вопросов. Идем дальше. Огромное спасибо. И следующий доклад, он у нас тоже будет онлайн. Байкова Татьяна Евгеньевна. Последний доклад на сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть ли у нас связь с Татьяной Евгеньевной? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ее пока и не слышим и не видим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот что мы уже начинаем видеть. Вы нас слышите? Татьяна Евгеньевна? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Докладом Который нам сделает профессор Ким Эдуард Львович Так И завтра напряженный день У нас Обратите внимание Что у нас там отсутствует обед Ну Причина Очень простая Во-первых увеличено количество кофебрейков А во-вторых нас все-таки ждет торжественный ужин А хорошо обедать перед торжественным ужином Наверное это не самое лучшее решение Да Поэтому Попрошу вас воспринимать эту информацию так И завтра у нас очень напряженный день Очень интересный день Я думаю что мы с вами снова здесь встретимся И Платотворно поработаем Также завтра будет организована стендовая сессия То есть у кого стендовые доклады С утра до начала конференции Просьба повесить стендовые доклады Так Все понятно да Так что Еще раз большое спасибо за плодотворную творческую работу Завтра увидимся вновь И Простой Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр Проверный Ваши Субтитры сделал DimaTorzok Пришли Поверный Простой Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...